«Отпуск. Неделя, не больше. Прикроешь. А у меня есть выбор». Ухмыльнулся Шакамару. «Если будешь продолжать работать без выходных, деревня и без Хакаги может остаться». Наруто поднял на друга заспанные глаза, в которых явно читалась безграничная благодарность. Хакаги действительно в последние месяцы выглядел, как потухшее солнце. «Все-таки, смена обстановки нужна каждому Шинобе, в частности Узумаке, который никогда не мог долго сидеть на месте. Выбраться ненадолго из душного тесного офиса сейчас было его главным желанием. Спасибо, Шакамару», — блондин шумно выдохнул. «Тогда я подписываю последние отчеты домой». На измученном работолице мужчины вновь примелькнула солнечная улыбка. «Выцепить хотя бы парочку выходных, не говоря и о целой неделе, до этого ему удавалось крайне редко». Наруто уже грезил о том, как зароется дома в мягкое и теплое одеяло и окажется в объятиях долгого и крепкого сна и еще одна необычайная роскошь для Хакаги. Ну, а в дальнейших планах было, конечно, время с семьей и старыми друзьями. Неважно где и как. Главное, наконец, очистить свою светлую голову от мысли о работе. Наруто откинулся в кресле, почесывая затылок. «Я надеюсь, Саски не откажется выпить со мной, пока он еще в деревне минутой раньше серьезной и собранной седьмой расплылся в сладких мечтах». Шакамару определенно уже был готов смачным ударом по макушке вернуть Наруто в реальность, ведь рабочий день еще не окончен, рано расслабляться. Но его опередили внезапные гости, без стеснения вломившиеся в кабинет. Инна и Сай завалились вдвоем в один проем, буквально снося все на своем пути. По их взгляду Узумаки сделал очевидный вывод похожий – отпуск снова переносится. Вряд ли управляющие отрядом по мониторингу деревни прибежали бы под вечер с такими ошарашенными лицами просто на чашку чая. Не успев отдышаться, бывший член Анбу доложил о причине столь позднего и неожиданного визита. В округах Канахи вспышки чакры очень необычны и очень. На выдохе подхватила Инна. Подобного мы еще не встречали, лицо всегда спокойного Шинобя выглядело взволнованным. Следы Асусуки. Шакамару помрачнел, предвиденный худший вариант. Нет, 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 Яманука наконец отдышалась и порывисто замахала руками яркий след чакры, судя по всему исходящий от нескольких источников. Он диаметрально отличается от Асусуки, больше напоминает какую-то аномалию. Я впервые сталкиваюсь с подобным, наши радары наткнулись на этот след абсолютно случайно. Глаза девушки заблестели, эта ситуация явно заставила ей понервничать, как и в целом весь штаб разведки. Мда как обычно, ищем одну проблему находим десять. Констатировал Наруто и подпер руками подбородок, обрабатывая новую информацию. Мы не можем наверняка сказать, связаны ли Асусуки с этими вспышками или нет, Шакамару старался сохранять флегматичное спокойствие. Вы можете успокоиться и дать нам больше деталей? В лесу за новыми районами мы зафиксировали неестественные колебания. Снова начал объяснять Сайл, который дали нам установить несколько сильных источников чакры, по количеству их от двух до четырех, не больше. Мужчина старался обрисовать ситуацию максимально точно, хотя сам был не менее взволнован, чем его жена. Эта чакра отдаленно напоминает ту, которая обладает шинобе с измененным геномом. Так может это наши генины перед экзаменом тренируются? С наивным видом предположил Наруто, хватаясь за мимолетную надежду на то, что вся эта ситуация не более чем случайное совпадение. Ты идиот! Как они могут источать настолько сильный сигнал? Советник Хакаги нервно застучал пальцами по столу. Продолжай, Сай. Да, это определенно исходит не от обычного генина, в той местности что-то не так. Это будто неконтролируемые всплески чакры, живой человек не провернет подобные фокусы. Это как если бы, например, шинобе добровольно выпустил из своего тела всю чакру, объяснила Инна, поправляя растрепавшиеся локоны. Понятно, значит туда нужно срочно отправлять отряд шинобе. Наруто, потерявший последнюю надежду на отдых, пытался сгенерировать хоть какое-то адекватное решение. Шикамару неспешно подошел к компьютеру и начал по памяти вбивать какие-то координаты. По лицу товарища всем присутствующим стало очевидно он уже что-то понял. Эти места? Нара развернул экран к семье Иманака, обводя пальцем один из самых отдаленных районов современной Канухи. Да, ближе к лесу. Сейчас там находится несколько тренировочных площадок и не самый популярный отель. Советник почесал темную бородку и снова задумался. Все. Дальше лес. Ну и что? Протянул ничего не понимающий Наруто. А то, что скорее всего источник незваной гости деревни, и остановились они скорее всего именно там. Нужно отправить туда отряд под прикрытием, подселить в эту шарашкину гостиницу. Понял, тогда я прямо сейчас подготовлю состав отряда из Анбу. Сай уже собирался покинуть кабинет, но седьмой остановил его, погоди-ка. Глаза у Зумики снова засветились. Седьмая команда уже давно коллективно имеет мне мозги и требует серьезные задания. «Предлагаю их и отправить на расследование, заодно потренируются, там отличная территория рядом». Наруто наивно взглянул на товарищей. «Чем ты думаешь? Отправлять туда детей? Это не игрушки, Наруто, они генины. Не переживай, Инна. Они будут в безопасности, ведь с ними пойду я». Хакаги гордо указал большим пальцем на свою важную фигуру, почти сразу словив подзатульник от своего советника. «Эй, ты чего калечишь? Дать тебе я! Я вроде ясно выразился. Что во фразе «под прикрытием» тебе непонятно. Твое лицо знает вся страна огня». «Шикомарочка, я использую перевоплощение» — занул Наруто. Все-таки душный офис ему порядком надоел, а желание выбраться из этой берлоги брал вверх. «Конахамару сейчас на задание, я возьму седьмой отряд под командование и мы все вместе быстро решим эту задачку». Узумаки использовал свою коронную технику убеждения, ярко улыбнулся и окинул уверенным взглядом всех присутствующих. После минутного молчания Сайни громко добавил, «Не лучше ли тогда поставить командиром отряда Саски? Он ведь в деревне?» Шикомару кивнул. «Все-таки он обучает Баруто, с командой знаком лучше, да и знает толк в разведке». «Поддерживаю». Кивнула блондинка и одобрительно взглянула на мужа. «Тогда завтра вызываем команду номер семь и у Чиху Саски к резиденции и как можно раньше отправляем их в эту точку под видом путешественников», — подытожил Шикомару. «Нужно будет выдать им все для связи с нами так стоп», — обиженно возмутился Хакаги, мнение которого явно обделили вниманием. «Я тоже иду, это будет наша коллективная миссия под видом отдыха, дать тебе я». Наруто снова расцвел, предвкушая совместную миссию с сыном и лучшим другом. Наконец он станет ближе к новому поколению, которое иногда совсем не понимает. «Ты просто хочешь свалить из офиса и скинуть всю документацию на меня». «Наруто, ты не меняешься», — винив вздохнул Нара. «Ну и морока с тобой». «Мы доложим в штаб о выдвижении Хакаги на миссию», — улыбнулся Сайо, понимая. «Что Наруто уже не переубедить. Завтра утром я передам Шакамару жучки для прослушивания и рации. Поставим на прослушку весь этот отель, нельзя никого и ничего упускать из виду, если те источники чакры снова дадут о себе знать. Бать, шесть утра. Ты издеваешься над собой, но не издевался бы хоть над нами». Баруто уже десять минут громко возмущался, осведомляя всю улицу о своем раннем и неохотном подъеме. Рядом с ним терпеливо стоял Митсуки, давно привыкший слушать возмущения товарища. Конечно, Узумуки-младший был рад, что их команде наконец довели такое важное задание, но гордость и желание выспаться не позволяли не возмутиться. «Просил миссию, вот тебе миссия. Серьезная, дать тебе я. Может у тебя даже будет время на тренировки, отработаешь свое слабенькое теневое клонирование». Ответил Наруто, с хитрой улыбкой сделав акцент на слове «слабенькое». Как и ожидалось, Баруто еще больше вспылил. Митсуки стоял рядом, наблюдая за небольшой семейной перепалкой. В какой-то степени парня это даже забавляло, ведь он понимал, что в отношениях его друга Ихакаги подобны стычке будничной обыденность, за которой Баруто скрывает любовь к отцу и в то же время обиду на него. Митсуки улыбнулся краешками губ. Пожалуй, звонкие голоса Узумаки это единственное, что нарушало приятную утреннюю атмосферу перед миссией. В такой ранний час перед резиденцией Ихакаги, где был назначен сбор, едва ли можно было встретить прохожего. Митсуки поднял голову вверх, наблюдая за густыми кронами деревьев, листья которых отражались в его светлых, почти прозрачных глазах. Парень шумно вдохнул свежий утренний воздух и в его голове пронеслось «это будет интересно». Встревать в разговоры Баруто с отцом он так и не решился. «Вы двое, хватит собачица, надоели». Шикомар умедленным движением достал пачку сигарет из кармана, вынул две штуки, одну из которых протянул старому другу. «Держи, покури и успокойся. Не советую ссориться с сыном, когда ваша общая миссия еще даже не началась». Наруто прикурил и выдохнул в воздух едкий клуб дыма. «Все-таки, работая рядом с Нара, невозможно не заработать никотиновую зависимость. Особенно на столь нервной работе. Все ждали только у чих. С большим нетерпением. Ибо оба Узумаки уже порядком надоели». Саски в своем репертуаре, спустя несколько минут протянул советник Хакаги, растягивая гласные, и лениво затушил сигарету. «Вечно мы его дожидаемся. Баруто, о тебе очень идет этот костюмчик». Митсуки тихо засмеялся и прикрыл рот рукой, на что в ответ получил негодующий взгляд товарища. «На себя посмотри, ты тут один оделся в голубые шмотки». Проворчал младший Узумаки, еще раз окидывая себя взглядом. Свободный костюм, состоящий из широкого маминого свитера и серых брюк, действительно смотрелся на нем немного комично и неподстать шиноби. Но что поделаешь, сказали приодеться для конспираций, значит надо выполнять. Даже батя одолжил у кого-то большой темный балахон, отдаленно напоминающий плащ, попутно успев пошутить, что он теперь у Чихо Саски. «Митсуки, вдруг весело произнес Баруто. А ты это кимоно у змеиной мамочки одолжил? Что?» Парень не успел возмутиться, как из-за угла дома показались долгожданные силуэты. Сарада издалека заметила друзей, улыбнулась и небрежно помахала рукой. Рядом с мужем и дочкой неспешно шла Сакура. Облаченные в темную и закрытую одежду, они направлялись к резиденции уверенным шагом. Увидев подругу в черной кожаной куртке и темно-серых брюках, Баруто непроизвольно открыл рот и мысленно восхитился. В таком виде Сарада увидеть ему еще не доводилось. Конечно, вслух он ничего не произнес, и как ни в чем не бывало поприветствовал немного опоздавших шиноби. Сакура Чан пришла проводить семью на миссию. Заметив Кунаичи, Наруто расплылся в лучезарной улыбке. «Не дождешься, я иду с вами». Хакаги и его советник озадаченно взглянули на Сакуру, и ее появление в планы не входило. «Ина мне все рассказала вчера ночью. И про то, что это миссия на половину твой выходной, Наруто». Кунаичи строго указала пальцем в физиономию растерявшегося Хакаги. «Я решила присоединиться, мы давно не проводили время всей семьей, девушка искренне улыбнулась и из-под лобья взглянула на мужа, да и нескоро выпадет еще такой шанс, Шизуни на время согласилась подменить меня в больнице. Кстати, старым составом седьмой команды мы лет сто не собирались. Так что, теперь здесь обе седьмые команды в полном составе». Договорив, Учиха легким движением поправила взбившиеся розовые пряди на лбу. На лице Наруто проскользнула нервная ухмылка, и он перевел взгляд на Саски. Тот только обреченно прикрыл глаза, мол, и выбора у меня не было. В целом, никто и не был против участия Сакура в миссии. Шикамару потер виски, ненадолго задумался и проговорил, «Профессиональный медик в команде лишним не будет, да и Сакура хорошо чувствует колебания чакры. Думаю, это может вам помочь. Главное, не привлекайте внимания, и так прилично человек собрался». «Повезло тебе, Сарада», – буркнул младший Узумуки. «Всею семью и на миссию». Мама Сарады всегда казалась ему довольно милой девушкой, которая, в отличие от остальных учих, всегда открытая и добрая ко всем. «Ага, а еще папа обещал меня потренировать, когда будет свободное время». Кунаичи улыбнулась и метнула вдруг задорный взгляд. Баруто уже хотел возмутиться, ведь он тоже рассчитывал на тренировку с Саски Сенсием, но его реплику опередил строгий голос Шикамару, «Хорошо, теперь, когда с делами семейными разобрались, приступим к сути задания. Я хочу напомнить всем, что вы не на курорт и отправляетесь, дела действительно серьезные и требуют внимания». Проговорил он и приступил к более подробному объяснению последних происшествий и раздачи необходимого оборудования. «Папа сказал, что научит меня использовать ген-джутсу». По пути к месту Сарады увлеченно рассказывал о своих планах команде. «Круто, получается, все обладатели Шарингана могут создавать сильные иллюзии, да». Баруто стало очень интересно узнать побольше о разных видах джутсу, он всегда мечтал когда-нибудь переплюнуть силу своего отца. «А я смог бы использовать ген-джутсу?» «Не думаю», — скептично ответил его сенсей, в целом редко поддерживающий общую беседу. «Даже я не силен в этих техниках». Глаза младшего Узумаки округлились, чем еще больше стали напоминать привычки молодого Наруто, даже вы, Саски-сенсей. Парень действительно восхищался своим учителем, и ему с трудом верилось, что тот, обладая самым сильным Шаринганом в мире Шинобе, не способен выполнить некоторые техники. «Но возможно, у Сарады эта способность проявится в большей степени, все-таки у нее может быть предрасположенность». Наруто встрял в разговор, но все же не решился закончить мысль, чтобы лишний раз не затрагивать неприятную для друга тему. «Да, я уверена, я смогу». Кунаичи смело улыбнулся и жал рука в кулак в знак своей решительности. «Мы почти у цели». Митсуки сменил тему. «Думаю, сейчас нам стоит снять повязки». За несколько сотен метров до интересующей их гостиницы Шинобе остановились, чтобы окончательно привести себя в должный вид. Они сняли повязки деревни-листа и условились не называть друг друга реальными именами, а тем более не представляться незнакомым людям. Для большей конспирации Наруто заставили надеть линзы, сделавшие небесно-голубые глаза грязно-карями. В дополнение ко всему, Сакура завязала на лоб изумки бандану непонятного грязно-синего цвета, дабы скрыть всем знакомые солнечные волосы. Сакура Чан – это уже лишнее. Неверче сам вызвался идти на расследование, так что изволь хотя бы лицом своим не светить. С Кунаичи никто спорить не стал. После всех приготовлений, команда путешественников проследовала непосредственно к нужной гостинице. К слову, на первый взгляд это место казалось вполне обычным, и даже очень приятным. Экстерьер, выполненный на современный манер, дополнял симпатичный декор. Конечно, местами были заметны следы незаконченного ремонта, что в целом оправдывало низкую стоимость проживания. Мимо прогуливались редкие прохожие, очевидно, постояльцы заведений. Однако среди них никто не отличался примечательным внешним видом или необычными колебаниями чакры. В основном это действительно были путешественники или ненадолго посетившие деревню по мелким поручениям Шиноби. На первом этаже, помимо комнат, Борута и Сарада приметили несколько небольших уютных забегаловок с разными видами японской уличной еды. Пока ребята не спеша исследовали территорию, Саски добровольно оплатил три номера, после всех формальностей, начал раздавать ключи, тут только двухместные комнаты. Сарада с Сакурой, ВФ-201М. Борута и Мицуки в 114М, а мы с Нарутой в 115М. Сейчас оставляем вещи и через 15 минут встречаемся на заднем крыльце. Нарута еще перед входом в отель обратил внимание на место, о котором только что говорил его друг. У Зумаки сразу пришлось по душе открытое заднее крыльцо, с видом на небольшой дворик лес за гостиницей. Ребята смогут тут спокойно потренироваться, не привлекая особого внимания. Да и на деревянном крыльце едва ли можно было встретить гостей, лениво вышедших из уютных комнат покурить. А почему мы с мамой на втором этаже, отдельно от всех? Возмутилась младшая Учхо, на что получила строгий ответ. Других вариантов не было, большинство номеров занято. Саски Сенси, а мы потренируемся сегодня все вместе. Улыбнулся Борута, резким движением взяв в руки ключи от комнаты. Да, я хочу поскорее попробовать себя в гинджуцу. Поддержала Сарада. Сарада, Саски серьезно взглянул на дочь, игнорируя ученика. Я буду очень рад, если у тебя получится. Но поверь мне, обладание силой иллюзий может погубить тебя. Эта тема была явно неприятна Учихи, но он все же посчитал нужным предупредить девушку. В детали своего не самого лучшего отношения к подобным техникам он никогда не вдавался, а у Сарады не хватало смелости спросить. Без сомнений, ей было очень интересно, однако говорить о личных вещах с отцом она не привыкла. Наруто спокойным движением взял под руку друга, не стоит пугать ребенка, я на твоем месте был бы рад, если твоя дочь будет похожа на него, Саски. У Сарады есть внутренняя сила, она справится. Седьмой лучезарно улыбнулся и незаметно для всех подмигнул младшей Учихи. Пока Сарада, держась под руку с мамой, поднималась по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, голову девушки ни на секунду не покидали навязчивые мыли. Кажется, папа совсем не верит в меня. Даже от Хакаги я получаю больше поддержки, чем от собственного отца. Было бы здорово, если бы я первая нашла источники той странной чакры и выполнила миссию за всех, тогда-то я смогу см, на что я способна, и он точно обратит внимание на мои способности. Только вот сенсор из меня слабый, нужно рассуждать логически Сарада, давай ключи. Голос Сакуры выдернул девушку из размышлений, когда они уже подошли к нужной двери. А, точно, Учиха запустила руку в карман в поисках заветных ключей от номера, когда ей внимание перехватил резкий глухой звук из соседней комнаты. Через секунду дверь рывком распахнулась оттуда, как по инерции вылетела молодая девушка небольшого роста. Она резким движением убрала с лица длинные светлые волосы, напоминавшие яркий цвет желтых одуванчиков весной, и раздраженно проговорила, еще раз она так заклинит, и я взорву ее к чертям, хм. Грубый голос резко резанул слух, он явно не сочетался с несколько утонченным внешним видом блондинки, что вызывало какой-то внутренний диссонанс. Девушка перевела взгляд на стоявшую совсем рядом с Раду, убрала руки за спину и немного поморщилась каким-то собственным мыслям. Небесно-голубые глаза блондинки напомнили глаза седьмого, но взгляд у нее совсем другой, менее дружелюбный, что ли успокойся уже, просто ручку меньше дергать надо из номера неспешно вышел темноволосый парень. Он резким четким движением закрыл ненавистную дверь и обернулся, заметив новых соседей. Вся фигура брюнета будто вытягивалась по прямой вертикали, прямая спина, длинные руки с худощавыми запястьями, тонкие и немного острые овалы лица. Еще и длинные темные волосы, небрежно завязанные в хвост. Картинку идеального лица портил только левый глаз, покрытый белесой пленкой, что не могло остаться незамеченным. Такой молодой, но уже ослеп на один глаз, с сожалению заметила про себя Сарада. Каждая отдельная составляющая тела брюнета выглядела вполне обыденно, но в общей композиции эти элементы образовывали необычно красивый целостный образ. Под холодным темным взглядом незнакомцы по спине Сарады пробежали мурашки, и все же не нравится он мне, но девушка у него симпатичная. «О, вы теперь наши соседи!» Вновь без стеснения заговорила яркая блондинка, обратив внимание на ключи в руках младшей учихи. «Очень приятно, мы не шумные, мешать не будем!» Она многозначительно улыбнулась уголками губ. Спутник блондинки ничего не произнес, просто вежливо поклонился и проследовал вперед по направлению к лестнице, незаметным движением уводя за собой девушку. Сарада на секунду замешкалась. Судя по всему, эти двое обычная парочка, сбежавшие в романтическое путешествие или что-то вроде того. Однако, от внимательного взгляда кунаичи не ускользнуло и то, что девушка, как будто что-то прятала в руках, несмотря на самоуверенную манеру общения. Заметив новых соседей, блондинка неловко убрала руки чуть ли не за спину. «Приятно познакомиться!» Вежливо проговорила Сакура, после чего затянула дочь в номер. Все-таки лишнее знакомство им тут ни к чему, пока ребята не разработали хоть какой-то план по исследованию территории. Хотя, младшие учихи эти двое определенно запомнились, эксцентричная резкая блондинка рядом с холодным и собранным брюнетом. Интересно, как эти двое вообще находят общий язык? Невольно вспомнилась дружба отца с седьмым. Или собственное общение с Барута. Такие же несовместимые противоположности. Как и было обусловлено, оставив походную сумку и парочку запасных наборов сурикинов в номере, Сарада с мамой отправились на задний двор гостиницы. Комната, в которой девушки расположились, выглядела вполне прилично и очень даже мило. Светлые стены, не очень большие деревянные окна и уютные мягкие кровати. Обстановку уюта нарушали лишь редкие неприятные гости рыжие и наглые тараканы в ванной. Все-таки, это же забытая миром гостиница на окраине деревни, большего ожидать нет смысла. Однако, как позже выяснилось, номера остальных были на порядок хуже обставлены и прибраны. Во-первых, потому что оба узумаки по природе своей засранцы, а во-вторых, потому что Саски намеренно снял для девушек единственную здесь комнату повышенного комфорта. В любом случае, вопросы жилья Сараду особо не волновали, ведь Темноволосая твердо решила для себя, что посвятит все свободное время тренировкам, а не свободной миссии. Выходя с массивной лестницы, девушки столкнулись с Барута, быстрыми шагами направляющимся в обратном от места встречи направлении. «Ты-то куда собрался?» Сарада всем телом перегородила ему дорогу. Узумаки вздрогнул от неожиданности и на секунду замешкался. Определив, что опасности нет, Барута поднял на девушку невинный чистый взгляд и без задней мысли произнес «Я есть хочу, иду за добычей, дайте боса». Он взглядом указал на ближайшую лавку Санегири и состроил мину голодного волка. «Нет, голодного щеночка!» «Хреновый, добытчик, как всегда ни во время и ни к месту, Барута!» Тоненький голос младшей учихи был переполнен негодованием. «Нас уже ждут на заднем дворе, не забывай, что это наша первая опасная миссия!» Блондин спорить не решился, предвидя пустые разборки, развернулся на носочках и тихо пробубнил себе под нос, «Ну и ладно, у бати по-любому все равно запрятаны запасы лапши по карманам!» Сакура, ставшая невольным свидетелем разговора детей, беззаботно улыбнулась и проследовала за ними. Кунаичи тихонько хихикнула, ну прям как отцы, ей-богу! Ребята прошли несколько узких коридоров, после чего завернули за угол, где перед ними раскинулась освещенная ярким полуденным солнцем терраса, располагавшаяся прямо за массивным дубовым крыльцом. Грубые перила без декора наполовину перекрывали вид на природу, однако без труда можно было заметить, что за террасой открывается беспросветный темный лес. Горизонталь перил посередине прерывала деревянная лестница, состоящая буквально из нескольких ступеней, на одной из которых уютно расположился закуривший сигарету Хакаги. Саски и Митсуки стояли на крыльце рядом с мужчиной в ожидании второй половины отряда. Седьмой вел ленивую беседу с Митсуки о чем-то, что явно не касалось сути задания. Учиха без инициативно поддерживал общий разговор, однако по выражению его лица невольно напрашивался вывод, что мысли мужчины сосредоточены на чем-то совершенно другом. Заметив товарищей, Сарада ускорила шаг и уверенно направилась вперед. Доски-крыльца под ей ногами неохотно и противно заскрипели, как бы оповещая всех о присутствии девушки. Когда запоздавшая компания приблизилась к сокомандникам, младшая учиха прыжком уселась на массивный деревянный брусок перед рядышком с отцом. Бород оплюхнулся неподалеку прямо на дочатый пол. Наконец все в сборе, и мы можем распланировать наше дальнейшее действие. Окна комнат не выходят на эту сторону, так что это место достаточно уединенное. Можем рассчитывать на то, что обойдемся без нежелательных слушателей. Спокойно проговорил Саски. А что тут планировать? Раздался со ступенек чуть хрипло-громкий голос седьмого. Сейчас я мигом просмотрю чакру всех людей в округе с помощью режима Санины и дело сделано. Блондин победный затушил сигарету в стоящую на полу полупустой пепельнице и отряхнул руки. Так мало сигарет в пепельнице, хотя ее явно давно не меняли. Судя по всему, место действительно нелюдное Сарада задумалось. Помимо выполнения миссии, ей, как и Баруто, хотелось поскорее начать тренировки с отцом, а эта небольшая зеленая терраса идеально подходила для этой задачи. Наруто так не сработает. Подключилась к обсуждению Сакура. Судя по словам на, вспышки чакры здесь нерегулярны и в их появлении нет никакой закономерности. Значит продолжил Саски. Да, это либо некое природное явление, либо создает это ненамеренно. Митсуки, сохранявший до этого молчание, окинул товарища задумчивым взглядом, проговорил, «Получается, мы даже не знаем, что ищем». Да, так и есть. Твердо подытожил Саски. Еще с минуты все помолчали, каждый обдумывал имеющуюся информацию, стараясь выйти к хоть какому-то решению. В любом случае, вновь нарушил молчание Учиха. Никто не заметил здесь что-нибудь или кого-нибудь подозрительного. Саради сразу пришли на ум причудливые соседи. В целом, вполне обычная парочка, наверное. Не знаю, интуиция мне подсказывает, что в них что-то есть. А к интуиции Клан Учиха стоит прислушиваться. Думаю, все же расскажу. Папе девушка только раскрыла рот, чтобы упомянуть о новых знакомых, как ее тут же перебили. Сасочка, я тусовался и только с тобой. Язвительно протянул старшую зуму Аки, нарочито сложив губы бантиком, за что в эту же секунду обзавелся ярко-красной шишкой на лбу. Завязывай придуриваться, идиот. Сильнейшая кунаичка Анохи показательно поправила короткие черные перчатки. Сакурычан, я же просто хотел разрядить обстановку. Саски громко выдохнул, как же все-таки раздражает это коллективное ребячество, хотя, с другой стороны, Учиха чувствовал некую крепкую связь со всеми этими людьми, будто незаверимыми узами. Мужчина понял для себя, что нашел новую семью. Спустя долгое время, череду нервных срывов и панических атак, именно они вытащили его из пучины ненависти и апатии. Сакура, Наруто, дочь, ее сокомандники. Да, иногда они раздражают, ведут себя глупо или навязчиво, но именно эти ребята смогли заполнить глубокую, бездомную пустоту в сердце Учихи. Саски любит их. Теперь эти шины без семья. Его семья. Мужчина уголками губ незаметно улыбнулся собственным мыслям. Что ж, Саски наконец вернулся к реальности. Для начала, седьмая команда, вы расставляете прослушивающие устройства везде, где будете уверены, что их не обнаружат. Сейчас нам нужно обеспечить штаб мониторинга слухом. Митсуки понял, что мужчины имеют в виду, пока они будут слушать, мы здесь будем наблюдать. Правильно. Кивнул Саски. Старая седьмая команда, мы с вами проверим постояльцев. Мы с Наруто в режиме сайнов незаметно обойдем внешнюю территорию, попробуем поискать необычную чакру. А я пока поспрашиваю людей. Кивнула Сакура. Баруто, с большим трудом дослушавшую до конца план действий, сладко зевнул и как бы невзначай добавил, нужно будет обязательно расставить прослушку бургерной. Надеюсь, здесь есть бургерная. Дайте баса. Тебе лишь бы пожрать. Фыркнула младшая очиха, спрыгнув с деревянной перекладины. Митсуки отклонился назад и с хитрой ухмылкой шепнул девушке почти на ухо, а я тут еще данного видел. Парень широко улыбнулся, невольно демонстрируя ямочки на бледных щеках. Глаза Сарада хищно засветились, все-таки соблазн перекусить парочкой данного оказался сильнее гордости. Девушка нехотя все же отправилась с Баруто прятать жучки в заветную зону забегалову. Митсуки добровольно оставил ребят наедине, тактично удалившись устанавливать прослушивающее устройство на второй этаж. Легким движением Сарада незаметно прикрепил один из последних в запасе жучков к обратной стороне прилавка Санегири. Манящие сладкие запахи с кухни опьяняли, поэтому девушка устало вздохнула и вслух констатировала, остался только прилавок с данного. Она искренне улыбнулась, предвкушая сладковатый нежный вкус любимого угощения во рту. Все-таки, небольшой перекус не помешает выполнению задания, да и поможет незаметно установить прослушивающее устройство в наиболее отдаленную забегаловку гостиницы. Ребята проследовали в самый конец широкого коридора и наконец приблизились к заветному местечку. Лавка была совсем небольшая, если бы не Митсуки, мы бы ее даже не заметили. По правую руку от продавца располагалось черно-белое меню, которое внимательно изучал высокий темноволосый парень, стоявший спиной к вошедшим. Справа от молодого человека младшая очка заметила эмоционально жестикулирующую блондинку, лицо которой с одной стороны было прикрыто длинной и светлой челкой. Девушка увлеченно что-то объясняла своему спутнику, активно при этом размахивая руками. Из-за разницы в росте, ей приходилось чуть ли не закидывать голову вверх при разговоре. В этой с первого взгляда непримечательной паре Сарада сразу узнал о своих недавних знакомых. Прямо за ними в очереди стоял странного вида полный рыжий мужчина. Щеки незнакомца были налиты красным румянцем, а маленькие глазки неразборчиво бегали в разные стороны. Судя по всему, он не совсем понимал, что происходит вокруг и забрел сюда по случайности. Но контингент пронеслось в голове Сарады, когда оборот и без задней мысли встал в очередь за колоритным незнакомцем. «Дайте, пожалуйста, пять палочек!» Послышался низкий тягучий голос. «Нет, хм семь, давайте семь! Будешь есть столько данного, помрешь от диабета!» Громко съязвила блондинка. Барута в это время отвлекся на любимую приставку, прекрасно понимая, что они здесь застряли надолго. Учиха показательно закатила глаза, и пока ей друг снова валял дурака, успела быстрым незаметным движением установить крохотный жучок на обратную сторону столешницы прилавка. Вполне возможно, случайные разговоры в очередях дадут им подсказки. В это время Барута, стоявший ближе к остальным в очереди, сильно увлекся сложным уровнем в недавно вышедшей игре, которая занимала все его свободные помимо тренировок время. Узумаки начал непроизвольно резко махать руками, надеясь все-таки победить главного антагониста на консоли. Лучше бы он в жизни так старался, подумал и Саради. Однако в этот момент ей товарищ, поглощенный игрой, судя по всему излишне перестарался я, в очередной раз наткнувшись на сложное препятствие, резко замахнулся локтем и ненароком задел стоявшего рядом тучного мужчину. Тот, явно оскорбившись подобным жестом, неловко развернулся и озлобленными налитыми глазами зоркнул на детей, «Ты чего себе позволяешь, щенок?» Рявкнул рыжеволосый мужчина, разбрызгивая слюни. Его громкий низкий голос чуть хрипнул в конце предложения. Барута, не ввязывайся, начала тихонько уводить друга в сторону Учхо, понимая, что в худшем случае здесь они даже не смогут в полную силу защищаться. Он нетрезвый. «А чего вы нападаете, дядя?» Вспыльчивый характер Барута было не унять, парень, похоже, даже не заметил предостережения Сарады. Определив, что перед ним простогражданский, Узумаки приобрел еще больше самоуверенности. «Да, я вас сейчас быстро научу себя вести». Нападающий начал агрессивно наступать на ребят, скрипя зубами и всем телом вжимая их в тесный угол помещения. Судя по всему, выпивший мужчина искал повод для потасовки, а особенно с беззащитными на первый взгляд детьми. Краем глаза Сарады заметила, как Узумаки неспешно начал складывать печать. «Идиот!» Осозав, что конспирация сейчас улетит к чертям, девушка быстро поправила очки на носу и схватила блондину за руку. «Чего, детишки ниндзя?» Усмехнулся неунимающийся мужик. Его лицо еще больше покраснело, отчего незнакомец стал похож на налитый ненавистью сочный помидор. «Ха! А я тоже кое-что могу!» Он начал неумело складывать руки в нужных положениях, образовывая печать и неизвестные техники. А вот это уже серьезно проговорил себе под нос Барута, руки которого все еще не отпускала младшая очха. «Джутсу в руках гражданских крайне опасная штука!» Ребята на миг растерялись, ведь обезвредить его при помощи нинджутсу означает мгновенную потерю конспирации. Кроме того, этот человек казался слишком крупным, чтобы использовать на нем тайджутсу, которые ни Барута, ни Сарада в идеале проделать не смогли бы. Младшая очха в миг потеряла свою обычную хладнокровную рассудительность. Ситуация сложилась крайне двоякая, а выход надо искать срочно. «Идеальное решение сейчас как-нибудь выкрутиться и сбежать поэтасовки». Девушке казалось, что те ребята, стоявшие перед мужчиной, уже давно смылись, предвидев скорое начало конфликта. Однако откуда-то из-за спины помидора вдруг показалась тонкая рука, резким хлопком упавшая на его плечо, а в следующий миг агрессивный незнакомец уже лежал, упираясь лицом в бревенчатый пол с заломанными руками. Над спиной мужчины твердо стояла на вид хрупкая и нежная блондинка. Однако именно в этот момент ее лицо исказило гримаса садистского наслаждения, а в голубых глазах сверкали искорки злобы, «Добей или это сделаю я!» Громко и четко проговорила она, процеживая каждое слово и улыбаясь одними зубами. После этих слов широкая спина длинноволосого парня перекрыла Сараде вид на происходящее. Все, что девушка могла наблюдать перед собой темные волосы на широких плечах, завязанные в низкий хвост и не менее ошарашенного оборота по правую руку от себя. По стойкой позиции парня было очевидно брюнет не двигаясь смотрел куда-то в одну точку. Все произошло за одну секунду. Сараде четко видела обе его руки длинноволосу и не двигал даже кончиками пальцев, не говоря уже о складывании печатей. Через мгновение парень отошел, открывая обзор. Нападавший уже лежал без сознания. «С вами все в порядке?» Брюнет повернулся лицом к ребятам и, на удивление, тепло и немного устало улыбнулся. Его низкий голос звучал мягко и уютно, казалось, будто парень знает Сараду всю жизнь. От него даже пахло как-то знакомо и приятно. Учихи на миг почудилось, что, несмотря на внешнюю безобидность, своим единственным глазом темноволосый проницательно заглядывает куда-то вглубь человека, сквозь стеклышко глаз, внимательно изучая каждую составляющую твоей души. «Да, спасибо!» — пропустил Барута. Он, как и подруга, пребывал в шоковом состоянии и совсем не понимал, что только что произошло. Брюнет взял в руки оставленные на прилавке крупный крафтовый пакет и манящим движением позвал ребят за собой покинуть забегаловку, пока напуганный до чертиков владелец разбирался с лежащим у прилавка телом. «Ваше счастье, что мы оказались рядом, хм!» невзначай бросила блондинка, покидая заведение, и взглянула на молодого человека открытым небесно-голубым глазом, в котором больше не читалась той секундной сидисткой агрессии. «Будете данного!» Длинноволосый парень приглашающий открыл крафтовый пакет и спокойным, даже успокаивающим, движением протянул ребятам две палочки со сладкими шариками. Только сейчас Сарада внимательнее рассмотрела лицо собеседника, на удивление, его тонкие черты лица совсем не портили заметные мешки под глазами. Темный глаз, чуть прикрытый спадающими прядями волос, смотрел проницательно, ни на секунду не отводя нить взгляду в сторону. Точеное лицо брюнета чем-то напоминало девушке собственного отца. Что же он пережил? Сарада только к этому моменту переварила случившееся «Вы что, Шиноби?» Отсознавая происходящее, она резко сменила тему. Минуту назад доброжелательное лицо длинноволосого и резко вновь стало холодным и отстраненным, как и при первой их встрече. Он ввел взгляд куда-то вглубь собственного сознания, что еще больше напомнило манеру отца «Не берите в голову, мы уже не Шиноби!» Нехотя процедил он. «Уже?» «Мы вашей заднице спасли вообще-то, могли бы хоть спасибо сказать!» Блондинке тоже не понравился поступивший вопрос. Она поморщилась и вновь странным жестом сложила руки за спиной. Парень неловко всучил предложенные ранние угощения в руки Барута, взял за локоть спутницу, и, развернувшись к выходу, пара поспешила удалиться на второй этаж. Саски, вспышка! Глаза Нарута, находившегося в режиме Санины неожиданно округлились. Такая знакомая чакра, но я не могу определить, чья. Узумаки задумался. Это колебание чакры в воздухе, напоминающее яркий мимолетный всплеск, показалось ему крайне знакомым. Хакаги даже будто почувствовал витающий запах близкого, но давно забытого им человека. Саски напрягся, думай, Наруто. Что ты чувствуешь? Блондин схватился за растрепанную голову, потирая виски и усиленно вспоминая это ощущение. Казалось, еще бы на мгновение почувствовать то присутствие, и он точно вспомнит. Не знаю, я ощущал ее всего лишь пару секунд. Хакаги решил попытаться описать через ассоциации. Эта чакра черная, как уголь. И боль, очень сильная боль. Долгая, непрерывная, без капли надежды. Он проговаривал слово медленно, вспоминая это секундное ощущение, в то время как на глаза наворачивались слезы. Кто ты и почему я тебя не помню? Ранним солнечным утром второго дня Барут и Сарада, на спик позавтраков, уже стояли в боевой позиции на знакомой им зеленой террасе за крыльцом гостиницы и с нетерпением ждали своего сенсия. Вчера, после того, как седьмая команда первого поколения завершила беговый осмотр территории, ребята уговорились Саске наконец начать обещанные тренировки со следующего дня. Мужчина долго не хотел идти навстречу, и каждый раз ему в голову приходили все новые отговорки. Учиха не мог переступить через невидимый порог собственных травм и наконец попытаться обучить дочь Ген-Джуцу. Саске, сам того не осознавая, боялся в конечном счете узнать в Сараде брата для него это равнозначное решению голым лезвием вскрыть собственные совсем недавно зажившие шрамы. Однако, после того, как на защиту детей встали Наруто и Сакура, настойчиво убеждая друга, что тренировки никак не помешают выполнению миссии, тот все-таки сдался. В столь ранний час здесь их занятиям не помешают даже редкие курильщики, время от времени посещающие уединенное местечко с целью пропустить сигаретку. Митсуки, не так увлеченный идеей ранней тренировки, в полусидячем состоянии пассивно наблюдал за товарищами с бревенчатого крыльца, опираясь спину о стену. Юный змей, которого борут из-за кампании вытащил тренироваться, с упоением слышал свежие запахи рассвета и был беспробудно погружен в собственные мысли. Его друзья между собой обсуждали вчерашний случай и почти сразу пришли к единогласному решению о том, что о загадочных уже не шиноби обязательно должны узнать взрослые. Несмотря на это, одновременно с чувством долга младшая учиха испытывала грызущее откуда-то изнутри чувство вины перед самотоверженно защитившими их ребятами. Хоть она до сих пор и не понимала, как им удалось столь быстро и незаметно вырубить соперника, девушка мысленно ругала себя за то, что задала тот вопрос чересчур резко и нетактично. Судя по поступившей в ответ реакции, это очень задело ей спасителей. Возможно, у них просто есть свои личные травмы, связанные с миром шиноби. Сарада решила, что, если пара все же окажется непричастной к цели их миссии, нужно будет непременно извиниться перед ними. Тем временем прохладный утренний ветерок с мягким привкусом рассы нежно ласкал щеки, создавая еще более бодрый настрой для ребят, и более сонный для мицуки. Шепот зеленых листьев развеял все сомнения, оставив лишь твердую уверенность в том, что задуманные техники сегодня обязательно получится выполнить. Сарада незаметным движением сдвинула очки на нос и произнесла, «Баруто, у нас обязательно получится обуздать силу гинджутсу». Узума Киа широко улыбнулся, открывая полоску белоснежных зубов, выкинул вверх большой палец со словами, «Никто и не сомневается, дайте баса». Огромные небесные глаза заблестели задорными искорками. Через минуту за углом уже послышались громкие и неспешные шаги, по которым нетрудно было догадаться о появлении Саски. Как только мужчина ловко перемахнул через бревенчатые перила, за миг оказавшись на подстриженном зеленом газоне террасы, в его адрес неминуемо проследовала, «Саски Сенси, ну чего мы вас опять ждем?» «Заблудился на дороге жизни». Спокойно проговорил очиха, незаметно усмехнувшись собственной отсылки. «И когда мы успели повзрослеть, мы будем наконец осваивать техники иллюзий». Не унимался младший Узума Ки. Блондин свел зрачки к кончику носа, состорив загипнотизированное выражение лица. «Клон!» Фыркнула Сарада. «Ты не освоишь гинджутсу, Баруто!» Не обращая внимания на перепалки детей, Саски спокойно указал пальцем прямо на парня. «Твоя задача научиться контролировать потоки чакры и противостоять гипнозу, это тоже очень важно для любого шиноби». Узума Ки недовольно сдвинул брови к носу и уже было собирался возмутиться, на что сразу получил резкий ответ предугадавшего его действия Сенсиа, «У тебя не может быть способности к этим техникам. А у меня?» Сарада с надеждой легонько потянула отца за рукав. «А вот у тебя на роду написано». Саски краешками губ постарался состроить дружелюбную улыбку, насильно закапывая собственные переживания куда-то вглубь сознания. В клане учиха мужчина шумно выдохнул. В нашем клане было много способных к сильнейшим иллюзиям шиноби. Сарада радостно хлопнула в ладоши, обозначая собственный настрой. Темноволосый, присев на корточке, чтобы быть на одном уровне глаз с учениками, начал объяснять дочери основную суть управления техникой, параллельно своим низким голосом заглушаясь о пении мицуки. В общем, с помощью шарингана ты просто проникаешь в разум соперника и внушаешь то, что тебе нужно, и манипулирует чужим сознанием. Мужчина попытался метафорично передать суть. Представь, что идешь по коридорам подсознаний противника, заходишь в нужные двери и делаешь там то, что хочешь. Сарада сосредоточенно слушала, внимая каждому слову отца, однако сути уловить все еще не удавалось. Цукиоми — одна из сильнейших подобных техник. Но с нынешним уровнем владения шаринганом использовать ее ты не сможешь. Я надеюсь, Саски сухо сглотнул. Объяснение явно давалось ему с титаническим трудом. Что ты никогда не примешь эту технику на ком-либо. Ребята в недоумении переглянулись. А вы когда-нибудь попадали под действие Цукиоми, Сенсей? С интересом вставил младший узумуки. Брюнет отвел взгляд, да. Но это произошло очень давно. Саски вновь перевел тему на рассказ о действии самых простых видов иллюзорных техник. Однако слова встревали комом в горле, и все его объяснение звучало как-то скомканно неясно. Казалось, будто читаешь замысловатую энциклопедию. Вроде понимаешь отдельные слова, предложения, но смысл текста как-то не складывается, каждый раз в последний момент выскальзывая из рук. Конкретно сейчас задача вашей тренировки такова, Сарада, постарайся применить гинджутсу на Баруто. Баруто, ты должен противостоять. Старший очаг жестом указал на дочь. Начинай посмотрим, есть ли у тебя к этим техникам способности. Блин, а мне че, просто смотреть, получается, дать тебе за. Разочарована Прэнэл младший Узумуки. Если не хочешь, можешь присоединиться к Мицуке. Саски явно не был настроен вторить капризом ученика. Учиха без сомнений желал поддержать собственную дочь, но, наблюдая, как она активирует шаринган, концентрирует внимание и безотрывно смотрит в прозрачные глаза друга, внутри будто все сжималось. Мужчина чуть отошел от ребят, чтобы не сбивать концентрацию девушки. Он все же мысленно молил Небеса о том, что дочь не унаследовала смертоносную силу его старшего брата. Полтора часа пролетели секундой. Шла уже где-то десятая попытка применить на порядком заскучавшему Узумуке хотя бы какую-нибудь слабенькую иллюзию. Или одиннадцатые. Сарада уже давно сбилась со счета. Может, я действительно пока вздремну. Язвительно хихикнул Баруто. Однако, заметив обиженное отчаяние на лице подруги, вновь взял себя в руки и принял серьезное выражение лица. Руки девушки намертво сцепились, образовывая печать тигра, на лбу проступали едва заметные капельки пота. Еще минута, и она от бессилия упадет на колени. Ничего. Ни капли движения в сознании противника. Почему ничего не происходит? Сарада снова шумно перевела дух, унимая бесконечную отдышку, которая противно царапала легкие. Я ничегошеньки не понимаю. Какие коридоры, какие двери, папа? Раздраженно обратилась она в сторону давно сидящего в тени деревьев саски. Голос девушки дрожал от усталости. Старший отчиха безмятежно кормил налетевших ворон мелкими крошками белого хлеба. Услышав претензии в свою сторону, он еле слышно ответил, «Я же говорил это все, что мне самому известно. Сейчас нам явно не хватает человечка, нормально владеющего гинджутсу». В попытке успокоить подруга, неудачный, добавил Баруто. Он бы, наверное, понятнее объяснил. Саски грустно усмехнулся, «Да уж, Итачи! Тебя не хватает!» «Сасочка!» Молния раздалась с крыльца, отчего все присутствующие вздрогнули. «Мы сегодня должны прошерстить всей территории за телем. Кончай отдыхать, пошли уже! Еще раз так меня назовешь, Наруто, неспешно поднимаясь на ноги, проговорила Чхо. Я тебе язык оторву. Полностью поддерживаю!» Раздался звонкий голос Сакуры. Не обращая внимания на разговоры взрослых, Сарада и Баруто даже не собирались прекращать тренировку или сделать перерыв хотя бы на перекус. «Ребята, идем с нами!» — проговорил Брюнет, левонько дотрагиваясь до плеча дочери. Он с некоторым облегчением констатировал, «Сарада, видимо у тебя... нет». Девушка раздраженно скинула с себя тяжелую руку. «Идите на разведку, а мы пока потренируемся!» «Я не собираюсь так просто сдаваться!» «Дело ваше!» — кинул подошедшую ближе Хакаги. «Саски, оставь их!» «Пусть пробуют!» «Мицуки, пойдем, поможешь нам!» «Без проблем!» — парень зевнул. «Сарада, только не перегружай себя, пожалуйста!» «Сама разберусь!» Младшая очиха явно была не в самом лучшем расположении духа. Вчера она искренне надеялась, что наконец научится создавать иллюзии и не собиралась мириться со столь глупым прогрошем судьбе. Через минуту боруты и Сарада уже остались наедине. Узумаки не собирался бросать подругу в одиночестве, поэтому мирился с тем, что до вечера придется продолжать бесцельно быть объектом ей попыток. В любом случае, бросать друзей — это не в его стиле. Я нашел это на дверном проеме за углом. Худощавая рука поднялась вверх, вынося прослушивающее устройство на всеобщее обозрение. Это жучок. Какому идиоту понадобилось следить за этой шарашкой, Данна? Не знаю. Красноволосый парень протер глаза. Возможно, кто-то узнал про нас, хотя это практически невозможно, или шины Белеста ищут здесь что-то другое. В любом случае, наше дело проверить последние два убежища и побыстрее сваливать отсюда. Я пойду на север. Высокий мужчина хищно улыбнулся, обнажая острые зубы. Кстати, о комнате-то не прослушиваются. Поинтересовался длинноволосый блондин, нагло закидывая ноги на стол. Нет, я проверил. И убери ноги с моего стола, пидорас. Значит, задумчиво протянул Брюнет. Наша задача не ляпнуть чего компрометирующего за пределами комнат. И никаких имен. Да уж, Итачи, засмеялся длинноволосый. Если Киноха прознает про тебя, опять будем от саски по всему миру бегать. Дело уже близится к обеду. Палящее солнце, и поднявшееся перпендикулярно над землей, обжигает лицо и плечи, а чувство глада и истощения все больше нарастает. Спустя несколько долгих часов тренировки, Сарада все-таки сдалась и на пару с Барута покинула зеленый островок с целью быстренько перекусить и перевести дух. В конце концов, тренировка на голодный желудок определенно не даст желаемого результата. Барута, у которого глаза уже болели от бесконечного напряжения, уговорил девушку отпустить его ненадолго сбегать за пределы гостиницы на поиски остальной части команды. «Все-таки, забывать про их миссию не стоит, я пока расскажу им про ту драку». Бросил он, резво спускаясь по лестнице навстречу свободе. Однако решимость младшей Учихи не знала предела. «У меня еще есть время до вечера». Она крепко сжала руки в кулаки, так, что ногти врезались в ладони, и уверенно направилась на уже знакомое местечко в гордом одиночестве. В конце концов, вместо Барута можно гипнотизировать деревья, все равно разница не особо заметна. Девушка быстро прошла через коридор, притопывая небольшими каблучками, по направлению к заветному крыльцу оставалось лишь завернуть за угол. Однако Учиху неожиданно затормозили знакомые голоса, раздававшиеся с полюбившегося курильщиками место. Сарада затаилась в тени прохода, прислушалась. Диалог велся на повышенных тонах, «Ты хочешь сказать, что собираешься просто развить технику?» И снова звенел тяжелый голос блондинки, так неподходящей ее утонченной внешности. «Да. Нам здесь не место!» Прозвучал отстраненный ответ. «Ты. Ты опять думаешь только об этом мелком засранце. У нас наконец-то появился шанс на жизнь, на независимую жизнь» и ее голос сорвался и задрожал от обиды. «А ты опять хочешь вернуться к своей гнилой семейке?» После этой фразы голос, переходящий в крик, резко умолк. Судя по всему, говорившая тут же пожалела и случайно в выброшенных словах. Возможно, она даже стыдливо прикрыла рот рукой. «Ди, ты перегибаешь палку!» Парень говорил все так же спокойно, но теперь в его словах проскакивали острые и режущие слух нотки закипающей ярости. «Дей! Значит, так тебя зовут!» Осталось выведать имя второго. «Да пошел ты, хм!» Обиженно кинула девушка. Сарада услышала быстрые резкие шаги в свою сторону и поспешила спрятаться за ближайшим глиняным горшком. Благо, любви к декору хозяину отеля было не занимать. Длинноволосая пронеслась мимо учихи, судя по всему, она вообще ничего не замечала на своем пути. В момент, когда девушка проскочила мимо сарады, в нос ударил едкий запах табака. Судя по всему, ссора произошла во время перекура. Похоже, эти двое сбежали от родителей и девушка уговаривает парня начать жить отдельно от них, хотя, что за техника, о которой они говорили? Позабыв о втором участнике спора, все еще остававшемся на крыльце, сарада задумчиво направилась на террасу. «Здравствуй!» Вежливый голос снова вырвал девушку из размышлений и заставил поднять темные глаза. Казалось, со вчерашнего дня парень похудел еще сильнее и он выглядел намного более истощенным. «А добрый день!» «Это, м, извините, пожалуйста, за вчерашнее!» Девушка произнесла первое, что пришло ей на ум и неловко поклонилась. «За что?» «А, точно!» «Ничего страшного не бери в голову!» Собеседник задумчиво улыбнулся. Его цепкими путами окутывала грызущая тревога, поэтому темноволосый не особо вникал в суть слов сарады. Он со скрипом приземлился на широкие дубовые ступени крыльца, длинными тонкими пальцами извлек из кармана пачку сигарет и закурил. Брюнет закрыл глаза, уткнулся ладонями в лоб и через нос выдохнул клуб густого пара. Он был подавлен. «А та девушка вы встречаетесь?» Сарада подсела к парню, стойко игнорируя противный запах табака. Конечно, она все еще подозревала пару в причастности к цели миссии. Сейчас ее задача подозревать каждого встречного. Однако от чуткой учихи не могло скрыться шаткое эмоциональное состояние нового знакомого. Ей почему-то очень захотелось крепко обнять его и успокоить. Конечно, Сарада понимала, что это будет выглядеть нелепо, а если его девушка вернется? Поэтому она подавила в себе странные мысли и решила отвлечь его беседой. «Какая девушка?» Брюнет поднял голову и бросил удивленный взгляд. Что-то в его манере, голосе, запахе оказалось таким знакомым. Будто Сарада уже виделась с этим человеком где-то в другой жизни. Но с которой ты только что разговаривал. Учиха мягко улыбнулась и сама не заметила, как перешла на «ты». Парень широко раскрыл глаза, на секунду задумался и хрипло рассмеялся. Похоже, Сараде все же получилось отвлечь собеседника от неприятных размышлений. Правда, она сама не поняла, каким образом. Его худощавому лицу очень подходила искренняя, ненатянутая улыбка, непроизвольно растопившая прочный лед в грубом голосе, только никогда не говори идею, что думала, что он девушка. Брюнет махнул длинной дымящейся сигаретой и сделал глубокую затяжку. Он, как и Сарада, заговорил так, будто они старые знакомые. Парень даже не заметил тот переломный момент, когда настрой беседы начала медленно, но верно перетекать в дружеское русло. Что? Ну да, ты права. Можно сказать, что мы в отношениях, улыбка вновь покинула его бледное лицо. Не представляю, что случилось бы, если бы моя семья узнала об этой садомии. Он усмехнулся, но смешок вышел будто вымоченным и совсем не к месту. Глазы Сарады округлились от столь внезапного заявления. Собеседник внимательно заглянул в них, зрячим глазом прожигая дорожку в подсознании девушки, что ты имеешь против. Нет-нет, мне кажется, что вы очень милые. Девушка невинно замахала руками. Ей ответ был честным. Учиха непринужденно улыбнулась и сдвигнула очки на переносицу. Ей новый друг вновь отвернулся, внимательно всматриваясь куда-то перед собой. Из его полуоткрытого рта медленно вытекал едкий густой пар. А он хочет жить с тобой, да? Да. А ты не хочешь? Хочу. Теперь Сараду совсем запуталась. Она решила, что попробует помочь парню, но он явно не желал рассказывать суть ссоры едва знакомой девушке. Тебе приходится выбирать между семьей и любимым парнем? Она осторожно поинтересовалась, мысленно ругая себя за такой личный вопрос в адрес закрытого человека. Тот лишь выдохнул остатки дыма и затушил сигарету, можно и так сказать. Сарада улыбнулась и предприняла очередную попытку вывести собеседника на контакт, а мне кажется, что если ты расскажешь семье про своего парня, они примут тебя любым. И тогда тебе не придется разрываться между двух огней. Парень улыбнулся, оценивая приятное внимание к своей персоне. Он был даже немного польщен этим наивным советом, спасибо, я так и сделаю. Не сделает ведь. Я же слышу, что он обманывает. Сарада немного обиженно надула щеки. Брюнет откинулся назад, опираясь на руки. Он внимательно рассматривал густые деревья. Затем легонько толкнул одними кончиками пальцев свою новую подругу за плечо и произнес, «Тебя как зовут то хоть, соседка». Сарада. Сорвалось и языка. Учиха тут же мысленно прибила себя за глупое нарушение конспирации. Хотя, ей казалось, будто именно тому человеку можно доверять. «Очень приятно познакомиться, Сарада. У тебя очень красивое имя». Парень растопил последние осколки льда. Он был искренне поражен собственным поведением. Профессиональный лжец, а открываясь тут незнакомые девчонки. Судя по всему, ему очень хотелось отвлечься на простую, повседневную беседу. Или, возможно, конечно, очень вряд ли, он чувствовал в ней что-то родное и до боли знакомое. Будто перед ним действительно сидит часть семьи. Последняя, неведомым образом выжившая крупица, осколок памяти. Длинноволосый с наслаждением прикрыл глаза. Третья по счету сигарета наконец ударила в голову. «Слушай, а ты случайно не владеешь гинджутсу?» Странный вопрос, переполненный надеждой, вырвал парня из облака блаженства. Сарада решила, что терять уже нечего, а ей так нужен человек, который сможет помочь. «Мне без разницы, какое у вас там прошлое в мире, Шинобе?» «Просто ответ на вопрос. Пожалуйста». «В любом случае, даже если эти двое замешаны в чем-то, папа с ними позже разберется». Баруто точно уже все рассказал. Парень резко открыл зрячий глаз, за миг побледнев еще больше. Теперь его лицо было как чистый лист бумаги, наполовину исписанный темными мешками под глазами. «Да да, а что?» А можешь рассказать какой-нибудь секрет, как освоить простую иллюзию, то он есть проникновение в сознание первого уровня. Сарада уже напрочь позабыла о конспирации, в ее глазах засиял лучик надежды. «Все-таки, у меня же народу написано. Ты хочешь научиться использовать гинджутсу?» «Ага. Я уверена, что смогу». Мой папа пытался мне кое-что объяснять, но у него, мягко говоря, не выходит. Он рассказывал что-то про коридоры и двери в подсознании противника. Парень снова усмехнулся, только теперь уже без печали. В этом смешке было больше нового задора. Брюнет решил, что ничего плохого нет в том, что он немного подскажет девочке, «Твой отец совсем ничего в этом не понимает. Вся суть в том, чтобы сфокусировать чакру на глазах КХМ, то есть на сильной стороне твоего тела, с помощью которой ты собираешься накладывать иллюзию. А затем ты концентрируешь там нужную картинку, место, поток времени и силу действия. Парень выпустил руку вперед, как бы жестами дополняя инструкции. И резко отправляешь эту сгенерированную ситуацию в подсознательное противника, как бы кидая в него мечом. Главное, не упускай зрительный контакт и не забывай внимательно следить за его движениями, на случай, если соперник решит неожиданно напасть. Большое спасибо. Картинка наконец сложилась в голове Сарады, и она решила, что обязательно опробует совет на практике, как только останется одна. Несмотря на приятную беседу, она не могла активировать шаринган здесь, на глазах едва знакомого человека. «Сама смотри», — добавил он, вспомнив о возможном наличии прослушивающих устройств поблизости. «Я не очень силен в гиппонзе, если быть честным». Парень невинно захлопал острыми ресницами. «Все равно спасибо, ты многое прояснил». Сарада широко улыбнулась, откинулась назад с упаром на руки, повторяя движения нового друга. Вновь повисло минутное молчание. В этот раз не чувствовалось неловкости, оба просто сидели рядом, наслаждаясь компанией друг друга и переваривая беседу, которая помогла немного отлечься от собственных проблем каждого. Новый друг, не отводя пристальный, расфокусированный взгляд от какой-то точки на террасе, лениво открыл второй глаз и проговорил, «Ты напоминаешь мне одного близкого человека». «Кого?» Еще немного помолчав, парень добавил, «Моего младшего брата». «А где сейчас твой младший брат?» «Не знаю. Я бы хотела с ним познакомиться, мне кажется, что он красивый, раз он твой брат». Сарада звонко рассмеялась. Через мгновение на крыльце вновь раздались чьи-то легкие, но уверенно приближающиеся шаги, бесцеремонно прервавшие беседу. Сарада отклонилась, чтобы взглянуть на вошедшего и заметила фигуру небольшого роста. Было трудно определить, что за человек к ним приближается, ведь он был полностью одет в мешковатую темную одежду, а половину лица скрывала черная тканевая маска. По мере приближения незнакомца, девушка смогла внимательнее рассмотреть детали его внешности. Перед ними был подросток, лет 16, не больше. Парень так и не подошел вплотную, единственное, что издалека выделялось в его непримечательной внешности растрепанные огненно-красные волосы, которые немного покачивались при ходьбе, каждый раз по-новому деформируя нескладную прическу. Остановившись на половине пути, он неожиданно властно крикнул, «Эй, это бьюзер грибаный! Иди успокаивай сам свою блондинку, я устал быть подушкой для соплей! Так они не вдвоем тут?» Брюнет уже собирался подняться с бреленчатых ступеней, как Сарада жестом приостановила его, «Стой, а тебя как зовут?» «Я не могу этого сказать!» «Извини, я на задание!» Сарада обиженно надулась. Однако, она понимала, что если бы не собственная болтливость, она должна была представиться точно так же. «Девушка ухмыльность, тогда я буду просто звать тебя Ниссан!» «Спасибо, что помог!» Парень вздрогнул и на секунду замешкался. «Что-то не так!» «Нет, ничего называй, как хочешь!» Он поспешил удалиться вслед за красноволосым подростком. Вернувшиеся Саски и Барута застали Сараду все на том же месте, будто с самого утра она и не покидала его. Вечерело, и на улице становилось прохладнее. Небо уже покрылось голубоватой дымкой, случайных прохожих становилось все меньше, вся гостиница будто постепенно погружалась в дремоту. Сакура и Нарута отправились на крышу отеля, не оставляя попыток связаться со штабом Канохи. Они еще до выхода на миссию договорились с Шикомару, что вечером второго дня штаб отправит посыльной птице и отчет о данных, которые они соберут с прослушки. Необедавший Мицуки тем временем отправился закупаться о Нигере для себя и Барута. Сарада, издали заметив отца, выпрямилась, вытерла руку под солба и устремила твердый взгляд прямо на него. Девушка была измотана, но отчаянно старалась не подавать вид усталости. Ее выдавали лишь прилипшие к вспотевшему лбу черные тонкие прядки волос и громкая одышка. Сарада, пойдем уже в помещение Саски начал снимать плеч плащу успокаивающим, будто даже извиняющимся жестом с целью укрытием дочь. Стой! Папа, смотри! Девушка сделала пару шагов по направлению к отцу, всем телом подаваясь вперед, крепко схватила руку Барута и резко дернула навстречу себе. Узумаки толком не успел сообразить, что за экзекуция сейчас над ним происходит. Все произошло за одно мгновение. Сарада обхватила его лицо двумя руками, сделал глубокий вдох и активирована шарингом. Лица ребят казались слишком близко друг к другу, Барута услышал ей тяжелое дыхание и громкое, отдающее в ушах, сердцебиение. Концентрация. Картинка. Бросок в подсознательное. Мир вокруг затих. Шарингом. Шарингом везде. Все, что теперь видел перед собой Барута шарингом. Везде. Вокруг нет ничего и никого. Сколько времени прошло? Что это? Только эти глаза. Красный, алый, он везде. Узумаки закричал, вырвался из цепких рук у Чихи и отскочил назад, протирая собственные глаза. Наконец картинка стабилизировать, звуки вокруг вернулись, и парень вновь увидел перед собой зеленую поляну, лес, темнеющее небо и ошарашенного Синсея, что это были заглюки. Барута пребывал в шоке. Получилось? Уточнила Сарада, заглядывая в лицо друга. Получилось. Девушка радостно подпрыгнула на каблучках и выжидающе взглянула на отца. Саски молчал, переводя удивленный взгляд Сарады на Барута и наоборот. По телу пробежали мурашки. Неужели Итачи все-таки оставил свое наследие? Он медленно моргнул и наконец произнес, «Ты молодец». Мужчина подошел ближе и положил тяжелую руку на макушку девушке. Сразу видно, что ты моя дочь. Он неспешно отстранился. «Охренеть, Сарада, у тебя и правда получилось, дать тебе са». Громкая заливиста засмеялся у Зумуки. Несмотря на то, что эксперимент хладнокровно провели на нем, блондин был искренне рад за подругу. Она смогла добиться своего и преодолеть первый этап в освоении гинджутсу за столь короткий срок. Сарада мягко улыбнулась, «Мне помог тот парень из соседнего номера». «Что значит помог?» Саски выжидающе приподнял бровь. В ответ дочь вкратце пересказала сегодняшний диалог, тактично упуская все личные детали. Можно сказать, что она рассказала отцу только о той части разговора, в которой обсуждалась гинджутсу. «Завтра утром мы с Наруто наведаемся к ним в гости». Старший очиха потер подбородок и заметно помрачнел. «Говоришь, длинные черные волосы, один зрячий глаз и худое бледное лицо. И этот парень еще сказал, что я ничего не понимаю в гинджутсу». Мужчина самодовольно сделал акцент на личном местоимении. «Ага. Он мне уже не нравится». Саски, будто предчувствие неладное, не решился идти знакомиться с новыми подозреваемыми прямо сейчас, один. В конце концов, сегодняшним вечером стоит просто перевести дух и обработать информацию из штаба Канохи. Мужчина решил, что идти проверять подозреваемых с лучшим другом будет определенно надежнее. Компания вернулась в главный холл гостиницы. «Пойду проверю Наруто и Сакуру, что-то они задерживаются». Проговорил себе под нос Саски и тут же прыжком проследовал к выходу. «Я в номер, есть они Гири с Митсуки». «Сарада, ты с нами?» «Минт, идите без меня. Я тут еще кое-что закончу». Проговорила Учхо. «Дело твое». Бросил порядком проголодавшийся светловолосый и развернулся по направлению к комнатам. «Только не перестарайся с тренировками». «Ага». Сарада, вновь оставшись в одиночестве, торопливо побежала в сторону забегаловки с данного. На этот раз заведение оказалось пустым. Кунаича мысленно поблагодарила небеса, что нежелательных личностей сегодня не наблюдается. Она купила два больших пакета с любимыми угощениями, чем густо золотила хозяина забегаловки. Вежливо попрощавшись, девушка, глухо постукивая каблуками по деревянным ступеням, побежала на второй этаж в надежде на то, что ее соседи окажутся на месте. Сарада пребывала в прекрасном расположении духа, ведь сегодня, благодаря Нисану, ей удалось сделать практически невозможное освоить новую технику и получить одобрение отца. Конечно, счастливая Кунаича не могла не отблагодарить своего спасителя. Кроме того, она надеялась познакомиться получше с его парнем, который был явно более экцентричен и самоуверен, чем холодный, на первый взгляд, Брюнет. Наверное, Дей тоже очень интересный собеседник, раз Нисан выбрал его. Двумя прыжками, добравшись до нужной двери с увесистыми пакетами в руках, девушка звонко постучала. Прислушалась. По ту сторону резко умолкли какие-то голоса. Очевидно, их там было больше, чем двое. Тяжелые шаги. Неказистая дверь со скрипом приоткрылась. Брюнет осторожно выглянул. Заметив Сараду, он приоткрыл дверь чуть шире, все еще будто скрывая за ней основную часть комнаты. Однако в этом небольшом открывшемся кусочке удалось разглядеть узкий потертый диванчик в середине комнаты, на котором сидел тот самый красноволосый подросток, в этот раз без маски, скрывающий половину его лица. Лицом к нему и спиной ко входу в номер, развалившись на большую часть дивана, сидел дей и педантично, аккуратным движениями расчесывал свои густые золотистые волосы. Судя по всему, эти двое о чем-то спорили, но Сарада не смогла разобрать слов. Остальная часть комнаты скрывалась за наполовину прикрытой дверью. «Привет, я хотела еще раз сказать спасибо, твой совет действительно очень помог». Девушка широко улыбнулась и протянула брюнету шуршащие пакеты. «Это моя небольшая благодарность». «Спасибо, Сарада», — поступил сдержанный ответ. Парень вежливо протянул руку. «Не стоило». «Ну, кто там?» Послышалось откуда-то из глубины комнаты. Это был какой-то новый, незнакомый, но очень громкий и резкий мужской голос. Парень кивнул Сараде, «Извини, мне нужно идти». «Да, конечно». Учиха вежливо поклонилась. «До встречи, Ниссан». К сожалению для Куна Ичи, в этот раз брюнет явно не был настроен на беседу. За несколько часов он будто снова похолодел и надел маску отстраненностей, которая была намертво приклеена к его лицу. Судя по всему, миссия, о которой говорил парень, безвозвратно забирала всю его эмоциональную энергию. Как только дверь с хлопком закрылась, крупный мужчина со странным цветом кожи, сидевший на краю кровати, ехидно поинтересовался, что за гости к вам ходят, «Итачи-сан?» «Да, мне тоже очень интересно, хм». Бросил Дейдара, не отрываясь от своего занятия. «Это девочка из соседнего номера, которой я сегодня помог с одной техникой. Пришла поблагодарить. Я же просил не связываться тут ни с кем». Красноволосый подался вперед, рассматривая подарок Сарады. «Итачи» с шумом поставил два тяжелых пакета на стол и приглашающим жестом позвал всех присутствующих присоединиться к трапезе. Дело делами, а устоять перед соблазнительно манящим запахом данного он никак не мог. Взяв в руку палочку с мягкими шариками, «Итачи» продолжил свою мысль, «Завтра рано утром выдвигаемся. По дороге заглянем в убежище на границе Канухи со страной дождем». На него надежды мало, но еще в лучшие годы Акацуки было ползаброшено, но стоит все-таки проверить. Следующая остановка под страной ветра. «Навестить родственничков, Сасу и Рюсан?» «Наверное, тогда вашу бабку-убийцу точно наконец Кондрате хватит, хм». Заканчивая аккуратно расчесывать челку, ядовито усмехнулся блондин. «Если выдвигаемся завтра, мне нужно успеть закончить мою марионетку к утру. Тогда я сейчас заберу коробку с инструментами из вашей комнаты». Игнорируя подколы своего придурочного напарника, констатировал Сасаря и потянулся за Данго. «Итачи, дай мне тоже». Грибанное чувство голода. Подрывник, наконец, закончивший любимое, на втором месте после создания искусства. Конечно же, занятие, зевнул и начал неторопливо слезать со скрипучего дивана, не выпуская расческу из рук. «Наконец-то едем отсюда. Нужно будет ночью собрать глины кисами, свали с кровати». «Это еще зачем?» С набитым ртом поинтересовался сидевший рядом с бывшим напарником Учха. «Чтобы твои клоки расчесать, придурок!» «Совсем за волосами не следишь, хэн!» В ответ Брюнет лишь закатил глаза. «Удачи, Итачи-сан!» С ухмылкой съязвил кисами, добровольно поднимаясь с насиженного места. «Я пойду вздремну!» Денек завтра намечается жаркий. Ночь неспешно подступала, и небо уже застелило чернеющиеся не полоса. Ветер становился свежий, и, каждый раз обволакивая все тело холодком, будто убаюкивал, уговаривал пойти в теплую кроватку. Откуда-то снизу доносился тихий рокот сверчков, а из крыльца по воздуху поднимался еле заметный сигаретный дым. Сакура внимательно всматривалась в густую синюю дымку в ожидании обещанной птицы из деревни. На крыше уже стала зябка, и девушка укутала плечи у махровой, заботливо принесенным мужем плит с аккуратно вышитым гербом колоночиха. Саски с Наруто ушли наперекуру около десяти минут назад, но Кунаичи добровольно осталась на крыше с целью продолжить выслеживать весточку Канохи, которую ни за что нельзя упустить. Не успев подумать, что Шакамару, похоже, забыла о своем обещании, Сакура наконец разглядела во тьме белющую точку. Девушка радостно выдохнула, птица Сая. Ну наконец-то! Кунаичи быстрым движением раскрыла пустой свиток, позволяя посланнице взлететь сквозь него, оставляя на белоснежной бумаге лишь причудливые, извилистые буквы. Девушка аккуратным движением свернула свиток в прежнее состояние и со спокойной душой отправилась к лестнице, решив, что долгожданное сообщение стоит прочесть вместе с Хакаги. Попутно она бережно подхватила плит, решив по пути к курилке занести его в свою комнату, чтобы не потерять где-нибудь в отеле. Сакура почти бегом направлялась к номеру через длинный коридор второго этажа. Столь поздним вечером других постояльцев вне комнат практически не наблюдалось. Лишь невысокий парень неспешно двигался ей навстречу, попутно заслоняя себе весь обзор коридора увесистой коробкой в руках, с горкой набитой какими-то хламом. Руки юноши были спрятаны за длинными рукавами темно-серого худи, а из-за горы инструментов торчала лишь огненно-красная макушка. Он уверенно двигался вперед, явно ничего не замечая на своем пути. Кунаичи надеялось ловко разминуться с незнакомцем, не обратив на него особого внимания мысли девушки были заняты долгожданным письмом из штаба. Однако, проносясь мимо красноволосого, конец длинного пледа в руках Сакуры зацепился за острый край коробки, тем самым практически опрокинул ее вместе с ничего не ожидавшим юношей. Инструменты, мелкие деревяшки и металлические механизмы с грохотом повалились на пол, открывая лицо парня. Какая-то крупная деталь, глухо ударившись о пол, укатилась дальше всех, за спину красноволосого. Судя по внешнему виду, это был обычный подросток с растрепанными волосами и остро очерченными каирями глазами. Большая часть его лица оказалась закрыта плотной тканевой маской. «Черт, смотри, куда идешь!» Раздраженно прыснул юноша, даже не взглянув на виновницу происшествий, и начал торопливо возвращать содержимое коробки на его изначальное место. «Ой, извини, пожалуйста!» Сакура почувствовала вину перед парнем за свою неосторожность. «Давай, я помогу!» «Не надо!» Несмотря на слова незнакомца, Кунаичи, переложив свиток и вместе с пледом в одну руку, присела на корточке и свободной рукой неловко начала скидывать разбросанный повсюду хлам в коробку. «Плоскогубцы, напильник, нождочка, канцелярский нож, медицинский скальпель, какие-то деревянные шарики у тебя еще свиток!» Заметив крупный откатившийся предмет по правую руку от парня, Сакура потянулась, чтобы достать до него. Оказалось, незнакомец тоже приметил этот свиток и явно не хотел, чтобы тот попал в руки девушки. Они подняли его одновременно. «Какие холодные руки!» Пронеслось в голове Учихи, когда она ненароком коснулась пальцев юноши. Красноволосый наконец поднял взгляд на свою помощницу. Сакура смогла разглядеть чернеющие мешки под глазами, будто парень не спал дня три. И глаза. Глубокие, беспроглядные, темно-корие глаза. Невыносимый тяжелый взгляд. Как у подростка могут быть такие старые глаза? Недовольный взгляд устремился прямо на девушку. Ей показалось, будто он переполнен злобой, будто этим взглядом можно убить, или как минимум, прожечь сквозную дыру в человеческом теле. Такие красные, кроваво-красные волосы и такие жестокие, но переполненные отчаянием, взрослые глаза на почти детском лице. В голове невольно пронеслось, будто песчаный человек мне снова снится. Такой же взгляд. Кори глаза механически быстро пробежались по лицу учихи, на долю секунды останавливаясь на каждой отдельной его детали. Взгляд застыл на нежно-розовых волосах, спадающих на утонченные плечи девушки. Зрачки незнакомцы резко сузились, будто в них ударил яркий свет. На одну секунду, на один миг его лицо, точнее открытая его часть, кардинально изменилась, сделалась мягким. А еще, теплым и очень печальным, то это произошло лишь на долю секунды, однако не ускользнуло от взгляда Кунаичи, что-то не так. Ничего. Парень резко отстранился. Его руки будто мелко дрожали. Он быстро поднял два последних деревянных бруска и почти бегом направился дальше по коридору. Сакура заметила отлетевшую чуть дальше крупную деталь. «Погоди. Тут еще какая-то деталька». Девушка крикнула вслед и краем глаза заметила, что беглец остановился и начал медленно разворачиваться. Сакура приблизилась к одинокой детали, нагнулась ближе и, наконец, смогла рассмотреть. Тело передернуло. На пылу лежала человеческая кисть руки. Длинные тонкие пальцы, ярко выделяющиеся сухожилия. Внимательнее присмотревшись, Учхо заметила аккуратные шарниры на костяшках пальцев. «Значит, все-таки она не настоящая». Сакура медленно приподняла странный предмет и протянула подошедшему ближе парню. «Куклами увлекаешься». Настороженно поинтересовалась девушка и широко распахнула зеленые глаза. «Куклы, кровавые волосы, тяжелый, грязно кори взгляд марионетки. Не может быть!» Вместо ответа парень настойчивым жестом безмолвно попросил вернуть ему кукольную руку. «Ну уж... нет». Сакура резко выкинула все, что до этого аккуратно держала в руках, включая желанную деревянную деталь тела марионетки. Пока незнакомец с нами замешкался, Кунаичи с силой ударила по коробке, чтобы-то вновь вылетела из его рук. Она резким движением сдернула с загадочного лица черную маску. Красноволосый отстранился в бесполезной попытке закрыть лицо руками. Акасуны, но сасари. Девушка не верила собственным глазам. Казалось, будто это очередной сон, в котором красноволосый шиноби не покидают подсознание. Очередной кошмар. В нос ударил едкий запах крови, смешанный с запахом отполированной древесины. Дыхание сперло. Вновь та картина перед глазами. Окровавленный марионеточник диктует время и день встречи со шпионом, пока Сакура в последний раз смотрит в его глаза. Заглядывает в единственный мостик, покидающий тело души и безмолвно прощается навсегда. «Ты должен быть мертв!» Произнесла девушка сквозь зубы, пытаясь успокоить собственные нахлынувшие воспоминания, в надежде, что все происходящее лишь очередной плохой сон. Сасари неестественно наклонил голову в бок, без стыда внимательно всматриваясь в лицо Кунаичи. Теперь терять уже нечего его раскрыли. Акасуна спокойно и четко проговорил, будто ударяясь о каждое слово, я выбрался из ада, чтобы сказать спасибо. Он тепло улыбнулся уголками губ. Так же, как и тогда, в последний раз. Ты стал такой красивой, Харуна Сакура. Нити чакры с шумом полетели прямо к телу девушки. Значит, все-таки не сон, сознание вновь отрезвило. Так, спокойно. Надо рассуждать логически. Судя по всему, марионеток у него при себе нет. Хм, это значительно облегчает задачу. Сакура усмехнулась и четким, отработанным движением поймала цепкие нити в кулак, обернула вокруг ладони и резко дернула на себя. Тело куклова до поинерции поддалось вперед. Давно не виделись. Девушка наконец полностью пришла в себя и хищно улыбнулась. Благо, она уже знала особенности боя с Сасаре, включая специфическое строение его тела. Для начала, надо поймать его, а потом разберемся, как ему удалось вылезти с того света. Сейчас единственная марионетка его собственное тело. Значит, если суметь окрутить руки, он не сможет обороняться и победа за мной. Хладнокровный план действий пронесся в голове за несколько секунд. Шанраа. Разволосая крепко схватила одной рукой левую кисть соперника, попутно заламывая другую руку ему за спину. В этот раз главное преимущество физической силы было за ней. Девушка сквозь длинный рукав Худи намертво вцепилась в его пальцы и начала настойчиво тянуть на себя, силой выкручивая кисть руки. «Стой!» Сасаре согнулся и закричал. «У меня тело живое, сты, блять! Ты мне сейчас руку с мясом вырвешь!» Сакура остановилась, но хватку не ослабила. «В каком смысле, живое?» Девушка отодвинула широкий рукав, оголяя тонкое запястье кукловода. Акасана не сопротивлялся. Сакура впервые была так близко к нему. Кунаича внимательно всмотрелась в открытую часть тела противника, нащупала точку пульса. Бледная полупрозрачная кожа, проступающая нити сосудов, косточка на запястье все, как у живого человека. Пульс есть. И никаких шарниров или деревянных вставок. «На как? Не имею ни малейшего понятия, пупсик. Я сам в негодовании вся моя работа над телом полетела к чертям». Сосар и хищно улыбнулся краешками губ и снова проницательно заглянул в светлые зеленые глаза. «А теперь давай ты отпустишь мои руки, и мы спокойно договоримся. Старые друзья, все-таки. Раньше, Итачи, у тебя остались сигареты, хм. Ага. Угостишь. А что мне за это будет?» Учиха хитро усмехнулся и вскинул бровь. «Сначала перекурим, а потом узнаешь, хм. Погнали на крыльцо». Блондин с готовностью поднялся с кровати, подталкивая Итачи составить ему компанию. Сарада, решив, что в номере делать определенно нечего, покинула комнату с целью найти кого-нибудь из старшей седьмой команды и поинтересоваться содержимым отчета из конохи. Девушка не желала упускать какие-либо детали расследования, прослушка точно должна будет все прояснить. Проходя в коридор, она удачно столкнулась с покидающими комнаты соседями. «Привет, Ниссан!» Сарада улыбнулась и махнула рукой. «Ниссан?» Дип перхнулся воздухом и, из-под лобья взглянув на парня, ядовито засмеялся. «Здравствуй, Сарада!» Тот спокойно ответил, игнорируя бурную реакцию блондина. «Вы на крыльцо собираетесь?» Учиха обратила внимание на пачку сигарет в руках Чеверноволосова. «Не против, если я составлю компанию? Мне надо найти своих товарищей. А они по-любому опять курят». Девушка старалась состроить максимально невинный тон голоса. Дей, прошедший чуть вперед, пока его спутник шумно закрывал на замок ненавистную дверь, снова едко усмехнулся, «Не слишком ли поздно гулять? Детям сигарету не дадим, хм!» Он снова спрятал руки, скрестив их на груди. Кроме того, Сарада приметила еще одну интересную вещь в общении колоритной парочке «Они не брезгуют тактильным контактом». Нет, это, конечно, вполне нормально для близких людей. Однако, несмотря на то, что Ниссан постоянно касается блондина, намеренно или нет, неважно, Дей ни разу на памяти девушки не прикоснулся собственными ладонями к парню. И даже сейчас, пока они шли вперед по коридору, тот инстинктивно потянулся, чтобы взять брюнета за руку, однако быстро отдернул себя, точно вспомнил о чем-то. Точно руки блондина были чем-то запретным для окружающих. По дороге говорил в основном именно Дей. Подходя к заветному месту, он начал любимый затянувшийся рассказ об искусстве, «Единое, мимолетное мгновение, расцветающее на секунду и угасающее навсегда». Вот, что такое настоящее искусство. Блондина было уже не остановить. Его спутник внимательно слушал эту тираду, не упуская ни одного слова и не перебивая. Но по его сосредоточенному лицу казалось, будто он слушает ни слова, ни смысл слов, а голос, эмоцию, интонацию. Судя по всему, бесконечный поток мыслей о смысле искусства брюнета выпадает удача и выслушивать с ней впервые. Однако, он все равно на протяжении всего монолога создавал вид заинтересованности, внимательно внимая каждому слову, при этом с некоторым восхищением рассматривая лицо блондина. «Я даже умер кхм, умер бы ради этой непревзойденной красоты, которая разрывает на куски привычную материю пространства». Шли на крыльцо в нос ударил едва ощутимый запах надвигающейся ночи. Вся терраса была покрыта мраком, удавалось разглядеть лишь тени и силуэты предметов, а дальше непроглядные черные стены леса. Вокруг воцарилась спокойная атмосфера засыпающей природы, нарушаемая лишь ленивыми разговорами и тяжелым скрипом половиц под ногами. Сарада тоже и увлеченно слушала рассказ нового знакомого. Самоподобное мнение об искусстве и специфические взгляды на жизнь она встречала впервые, нет, все-таки он совсем не похож на седьмого. В этом парне не угасают заметные искры безумия и безбашенности. Компания уже остановилась у одной из бревенчатых перекладин, не отходя далеко от входа. Сарада издалека заметила два высоких темнящих силуэта на дальней стороне веранды. Они тоже о чем-то неспешно беседовали, но слов было не разобрать, а голоса перебивал громкий стрекот сверчков. Судя по всему, это были как раз-таки седьмой с отцом. Однако издалека мужчины даже не обратили внимания на вышедшую в излюбленное место компанию. Дей настолько увлеченно рассказывал о своем смысле жизни, что Сарада решил тактично дослушать мысль юноши. Ей почему-то было приятно и даже спокойно находиться в компании этих ребят. Создавалось мимолетное ощущение, что девушка проводит время в кругу семьи. Именно этого ощущения ей часто не хватало дома. Девушка легким движением запрыгнула на громоздкую перекладину перел рядом и продолжила увлеченно слушать, подумав про себя, к Хакаге позже подойду. Темноволосый незаметно улыбнулся Сараде, тонкими пальцами убрал короткие пряди с лица и поджег сигарету во рту. Затем все так же молча прикурил неунимающемуся блондину и подался вперед, опираясь локтями о перекладину, на которой сидела девушка. Парень прикрыл незрячий глаз и бесшумно выдохнул густой пар. Судя по всему, ему тоже нравилось то ощущение. Наруто усердно шарился по карманам в поисках заветной пачки, попутно вглядываясь в однообразный чернеющий пейзаж открытой террасой. Без источников света найти сигареты, только на ощупь, казалось довольно трудной задачкой. Однако, Узумаки успевает попутно поддерживать беседу с лучшим другом. Нечасто им удается вот так спокойно и откровенно поговорить наедине, хотя иногда таких моментов крайне не хватает. Саски, ты заметил, что-то много ворон здесь развелось? Не нагнетай, усура Танкача. И так тошно. Учиха разглядывал темноту. В ответ всегда оптимистичный мужчина закатил глаза, «Чего ты такой грустный опять? У тебя же новый гений клана растет». Рука наконец наткнулась на заветную упаковку. «О, нашел, дать тебе я. Саски, будешь курить? Воздержусь, и тебе советую. Ой, не нуди, ты прям как Сакурочан становишься. Семейная жизнь никого не щадит». Наруто заливисто рассмеялся, стараясь поднять настроение другу. Его небесно-голубые глаза засияли каким-то светлым огоньком, вмиг осветившим лицо собеседника. Блондин аккуратно открыл пачку большим пальцем, раздосадованно скривился, «Блин, у меня кончились». Саски победно усмехнулся. Ему нравилось наедине беседовать по душам с Наруто, иногда этот вдиот выдавал действительно правильные мысли, что всегда спасало Саски в моменты нахлынувшей тоски. Однако у Чихи крайне не нравился противный запах табака, от которого хотелось кашлять. А еще факт того, что дорогой ему человек медленно убивает себя погубной привычкой, перенятой джекомару. Узумаки с надеждой оглянулся по сторонам. «А, смотри!» Он указал пальцем в противоположную сторону длинного крыльца. В темноте проглядывалось несколько покрытых мраком фигур. «Пойду стрельну сигаретку, дать тебе я!» «Только аккуратно там. Не ляп ничего лишнего!» Саски остался на прежнем месте, не теряя надежды на то, что незнакомцы на другой стороне крыльца окажутся на редкость жадными. Мужчина погрузился в собственные мысли, вновь прокручивая в голове сегодняшний случай с Арадой. Судя по всему, Наруто даже прав новый гений клана растет. Досятый пол издавал противный скрип под каждым шагом Узумаки, пока тот бодро направлялся к курящим ребятам. Подойдя ближе, он неожиданно для себя, сумел разглядеть младшую очиху, сидящую на массивной перекладине, и двух парней рядом, беседующих с ней о чем-то. Ребята, стоя спиной к подошедшему Хакаге, опирались локтями на высокие перила и громко разговаривали, поэтому сперва даже не заметили Наруто. Сарада, в отличие от них, еще издалека приметившая крупную фигуру седьмого, с невинным видом помахала ему рукой, «Здравствуйте». Девушка улыбнулась, прерывая вновь затянувшийся рассказ блондина. «А твой папа знает, что ты тут с какими-то мальчиками куришь». Наруто весело рассмеялся, переключая свое внимание на себя. В ответ Сарада надула щеки, «Вообще-то, я не извините, не угостите сигареткой». Перебил я Узумаки, вежливо дотрагиваясь до худощавого плеча темноволосого парня. Незнакомец развернулся и без задней мысли протянул полупустую пачку сигарет, «Да, конечно». Наруто застыл и вмиг забыл, зачем вообще подошел. Все тело будто окатило ледяной водой. Перед ним, словно живой, стоял Учиха Итачи и с абсолютно спокойным лицом протягивал пачку сигарет. «Мать твою, да что ж здесь происходит?» К такому жизнь определенно не готовила, поэтому Наруто не имел ни малейшего понятия, что сейчас стоит предпринять. И какого хрена Сарада с ним общается, как со старым знакомым? И какого хрена Саски не в курсе? Надо срочно что-то делать. Узумаки на секунду завис, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли в комок и придумать хоть какой-то адекватный план действий. В голову приходило единственное, по его мнению, логичное решение. Главное не подавать виду, что я его узнал. «Из извините», — хрипло произнес Наруто не своим голосом. «Я тут вспомнил, и мой друг он он тоже хотел попросить сигарету, я его сейчас приведу». Сарада странно взглянула на седьмого, он будто призрака увидел, в чем причина столь странного поведения. «И разве папа курит? Никуда не уходите!» Наруто, понимая, что ляпнул совершеннейшую глупость, нервно рассмеялся и быстро, почти бегом, направился в сторону друга. Иточив недоумение, вскинул бровь и закурил вторую сигарету. «Меня уже с одной не берет!» Кинул он дейдарь и развернулся в прежнее положение. «Хи, а кто-то подсел!» Блондин сракостично усмехнулся в ответ. Узумаки шумно подбежал к другу, крепко схватил его за локоть, чуть ли не до синяка сжимая его и, почти задыхаясь, выдавал. «Пошли! Туда! Быстрее! Что случилось? Тебе надо увидеть!» По ошарашенным глазам Узумаки стало ясно, что сейчас лучше просто без паров проследовать за ним. Саски в сопровождении друга быстро приблизился к стоящим в тени ребятам. Наруто не выпускал его руку, продолжая с силой тянуть за собой. Учиха заметил озадаченную происходящим Сараду и хотел было сказать ей что-то, как Наруто его перебил. В этот раз он даже не коснулся широкой спины Итачи, будто боясь растеть мимолетный мираж. Это вот вновь услышав голос мужчины, Итачи развернулся, ненароком выдыхая густой клуб дыма чуть ли не в лицо брату. «Вот, держите! Только не больше двух берите! Нам самим нужно, хм!» Послышался откуда-то из-за спины длинноволосого громкий голос. Саски выпал. Буквально. Он будто падал куда-то в темноту, ноги подкосились. Запах ядовитого дыма смешался с запахом запекшейся крови. Учиха отказывался верить глазам, ком воздуха подступал к горлу и будто душил изнутри. Тело покрылось мурашками. Саски казалось, что он вот-вот задохнется. Перед глазами снова такое родное, некогда ненавистное и одновременно любимое лицо, чернеющие мешки под глазами, прикрытые в предсмертной огонь и глаза, тонкие скулы искренне, едва заметна улыбка. Вновь накрыло это состояние оцепенения, предсказывающее и подступающий приступ, когда в случайном прохожем Саски узнавал то самое лицо. Потом истерика, крик, друзья снова успокаивают и снова приходится пить антидепрессанты, чтобы гнетущее, всепоглощающее и сдавливающее горло чувство апатии наконец угасло. Он тихо проговорил, обращаясь к Наруто, у меня опять приступ. На глазах проступили слезы. Хотелось дотронуться до бледной кожи брата, но собственное тело наотрез отказалось слушаться, а сознание кричало, будто все вокруг лишь сон. Не в этот раз. Блондин подхватил друга за плечи и тихо добавил, я тоже это вижу. Сарада на секунду замешкалось. Итачи, заметив полуобморочное состояние странного темноволосого мужчины напротив, быстрым движением затушил сигарету и подхватил его за плечо, помогая Наруто, с вами все в порядке? Обеспокоенно поинтересовался Учхо. Убери руки. Огрызнулся Хакаги, понимая, что от такого жеста его другу станет еще хуже. Все еще находясь в полубреду, Саски внимательно заглянул в лицо брата, которое теперь находилось так близко. Такое живое, настоящее лицо. Слышен шум дыхания, в бесконечном взгляде мерцают искры жизни. Один глаз покрыт белесой пленкой. Точно, он же использовал ту технику. Перед смертью. Он же умер. Дважды. У меня на глазах. В голове Саски одновременно пронеслось несчетное количество мыслей, однако мужчина хрипло произнес единственную, попавшуюся на язык глупость, «У тебя же туберкулез, зачем ты куришь?» Дейдара подавился дымом, а ошарашенный брюнет произнес, что «Откуда в реакции блондина?» Казалось быстрее он молниеносно подхватил и точизал локоть, развернул к себе и крикнул, «Нас узнали. Сваливаем». Никто толком не успел сообразить, что произошло, когда оба преступника резко завернули за угол и на полной скорости начали удаляться в неизвестном направлении. «Что здесь происходит?» На выдохе произнесла ошарашенная Сарада. «Ты с ним знакома?» Саски пришел в себя и резко развернулся на дочь. Узумуки отмахнулся, потом разберетесь, за ними, бегом. Ребята нагнали убегающих на лестнице. Не сообразив, куда лучше смыться, Дейдара удалился на крышу, утянув учиху за собой. Когда беглецы выскочили на горизонтальную поверхность плоской крыши от Эли, Наруто почти сразу забежал в узкий проход за ними. Через несколько секунд его догнали Саски с Сарадой. «Нам некуда бежать», сосредоточенно проговорил Итачи, непроизвольно заслоняя блондина спиной. «Даже если мы убежим, они нас найдут. И что нам делать, хм? У меня нет глины, а у тебя чакры, ситуация охуенно располагает для боя». Итачи сглотнул и громко обратился к державшимся на расстоянии Шиноби, выше на Беконохе. Да протянул стоявший впереди Наруто. «Только теперь он до конца понял, бывшие члены Акацуки их оприденно не узнают. Значит, холодно продолжал Итачи не своим голосом. У вас есть веские основания не трогать нас. Если вы заключите нас под стражу, вся деревня, а затем и другие страны узнают всю грязную подноводную власть Беконохе». Учхо громко и безумно засмеялся, этот смех пробирал тело до мурашек. На его только что спокойном лице проступила ярость. Ярость, которая, как всегда умела, перекрывала страх. Парень решил, что лучший способ избавиться от Шиноби, Беконохи, использовать свой фирменный метод ложь и притворства. «О чем он говорит?» прошептала Сара до отцу, не решаясь даже сдвигаться с места. Этот человек пару минут назад казался таким добрым и искренним, а сейчас он убегает от седьмого и кричит какие-то абсолютно дикие вещи. Этот контраст не укладывался в голове. Он ведь помогал и беседовал с ней будто близкий родственник, а сейчас оказывается, что Брюнит совсем не тот, за кого себя выдавал. В ответ Саски лишь молчал и внимательно следил за происходящим. Тем временем взгляд его брата переполнился безумной злобой. «Вы ведь знаете, кто я? И вы знаете, что мне известно? Я расскажу всем правду о вымершем Клане и Учхо. Если не хотите, чтобы это произошло, забудьте об этой встрече. Иначе вам придется повторить их судьбу. Я собственными руками сломаю каждого свидетеля». Итачи яростно рассмеялся, обнажая полоску белых зубов. Даже стоявший рядом Дейдара, которому доводилось видеть парней в совершенно разных состояниях и ролях, поежился. «Правду о Клане и Учхо?» Шепотом повторила Сарада, совсем теряя понять реальности. Саски упорно молчал, затем медленно приблизился к другу и полушепотом проговорил, и он блефует. «Ты уверен?» Наруто покосился на одного Учхо, а затем на второго. «Абсолютно!» «Мне знаком этот взгляд!» Мужчина грустно усмехнулся. «Он точно так же орал, что вырвет мне глаза!» «Понял!» Сосредоточенно проговорил Узумаки, вставая в боевую готовность. Его глаза снова заблестели, предвкушая столь ностальгичный бой. «Значит берем их!» «Я поймаю подровняка, мне известна его слабость!» «А ты сверни тачи!» «Сарада, отойди подальше!» Быстро проговорил план Саски. Девушка послушалась его и неуверенно попятилась назад. Голос отца был слишком строг и серьезен. Саски резко выпустил из-за плаща длинный металлический канат, который в два оборота крепко окутал тело Дейдары, сковывая всевозможные движения. «Ха! Меня такой дрянью не возьмешь!» Только успел выкрикнуть подровняк, как через канат прошел высокий, слишком высокий для человеческого тела, разряд молнии. Блондин успел только вскрикнуть и согнулся, опускаясь с коленями на землю. В этот же момент Наруто, не посчитав нужным активировать режим хвостатого, проехался по тонкому лицу и тачи и в секунду, когда безоружный соперник потерял возможность контролировать ситуацию, ударил его по спине, заставляя прогнуться. Узумаки разумно опасался заглядывать в лицо и тачи, поэтому перекинул одну ногу через его спину, тем самым прижав противника всем весом собственного тела к земле. Итачи, которого давно покинули остатки сил, поднял голову, рассматривая плачевную обстановку боя. Запас чакры после миссии был практически нулевой, а физическая сила нападающего явно превышала его собственную. Нейсан! Не сдержавшись, выкрикнула Сарада, услышав звук хруста костей. Чего? Почти одновременно обернулись Саски и Наруто. Заметив краем глаза, как поднявший голову брат активирует свой единственный шаринган, мужчина выкрикнул дочери, не смотря ему в глаза. Однако техника Итачи целилась далеко не в девушку, а матерасу. Четко произнес парень, направляя взгляд на металлический канат, крепко обвивающий Дейдару. Оружие, вместе с телом Саски, охватил незатухающий черный огонь, который при этом не касался кожи пойманного блондина. Пламя распространялось каждую секунду все сильнее, давая Дейдаре возможность сбежать. Свой последний шанс использовать шаринган в этом бою Тачио дал, чтобы освободить блондина. Сосуды в глазах начали лопаться, и на лицо у Чихи прыснула теплая кровь, тонкими струйками стекая по щеке вниз. Голова стала невыносимо тяжелой и длинно упала на землю. Последнее, что он видел темноволосый мужчина, поймавший Дейдару, одним движением руки тушит черное пламя. Как? Пронеслось в голове, перед тем, как мир вокруг погас. Ребят, неуверенно крикнул Узумаки, как бы обращаясь ко всем, включая Дейдару. У нас тут это Итачи отключился. Наруто на всякий случай не ослаблял хватку. Однако почувствовав, что тело под ним резко обмякло и перестало сопротивляться, немного нагнулся к голове Учихи и приподнял безжизненно повисшую руку, как бы подтверждая свои слова. Саски вмиг забыл о контроле молнии, подпустил металлический канат, сдерживающий Дейдару, и рванул к телу брата. Блондин, сразу почувствовав, что ненавистная природа его больше не сковывает, за мгновение выпутался из ловушки. Все его мысли были сосредоточены на том, что Итачи истратил свои последние крупицы чакры, что неминуемо предвещает смерть для Шиноби. Не смей умирать раньше меня, ублюдок. Забыв о всех мерах предосторожности, он, почти в ногу с Саски, на максимальной скорости кинулся к телу парня, попутно осыпая проклятиями придавившего его Шиноби, канаху и шаринганы. Саски не стал останавливать подровняка, внезапная слабость гения клана заставила всех негласно договориться о временном перемирии, тем более Дейдар явно не собирался покидать крышу без своего учихи. Саски с шумом затормозил, приподнял голову брата, убеждаясь в плачевности ситуации, яростно зашипел на друга, слезая с него. Быстрее, придурок! Дейдар под недоверчивыми взглядами остальных Шиноби помог перевернуть Итачи на спину. Руки дрожали. Глаза болели от отчаяния и хотелось разнести все на месте. Страх и чувство безысходности пожирали подровняка в этой ситуации и он оказался бессилен. Только враги, окружающие его, заставляли оставаться на очеку. У него почти не было чакры. Процедил блондин, тщетно хлопая по щекам у чихи, тем самым оставляя на собственных пальцах пятно чужой крови. Он нащупал пульс на запястье. Пульс есть. Времени мало. В голосе звучали нотки ярости и ненависти. Кноха уже не первый раз отбирает у него Итачи. Подровник дал себе клятву, что если случится худший, то вся эта прогнившая деревня взлетит на воздух и непременно познает всю боль его искусства. Дейдаре было уже плевать, как оживить этого любителя самопожертвования, поэтому он вопросительно снизу вверх взглянул на Наруто и Саски, не отпуская голову Итачи. Узумаки почесал макушку и неуверенно предположил, разве он может умереть? Типа и Датинси, ведь это не Датинси, идиоты. Если он умрет, здесь все взорвется вместе со мной, поняли, хм. Голос Дейдару сорвался. Он, пожалуй, впервые за свою недолгую жизнь находился в столь сильном стрессе. Блондин собрал волосы за спиной и дрожащими руками попытался поднять тело парня с целью оттащить его к Сасаре, единственному более-менее медику в команде. Однако Саски одним движением достал катану из ножн, приподнял в воздухе и пустил через нее заметный разряд молнии, чем безмолвно предупредил Дейдару оставить тело. В эту минуту Сарада наконец решилась подойти к месту, где все столпились, внезапно прервав бой. Она приблизилась к мужчинам, самоуверенно растолкала их и, под возмущенное предупреждение отца, нагнулась над брюнетом в попытках услышать сердцебиение. Она не стала задавать лишних вопросов. Пускай они враги, но ей крайне не хотелось, чтобы этот человек так скоро умирал, его еще о многих вещах предстояло расспросить. К тому же, судя по всему, эти двое представляют немалую стратегическую важность. Она окинула взглядом тело у него кровь на лице, будто из глаза. Значит, это определенный улучшенный геном. Затем девушка, в попыхах прокручивая в голове все, чему пыталась научить когда-то мама, скрестила ладони на груди и пустила через них чакру. У него дыхание прерывается, надо срочно звать маму, я с таким не справлюсь. Проговорила младшая очха, локтем собирая проступившие капельки пота со лба. Я смогу восстановить потоки чакр в режиме мудреца. Добавил Наруто, готовясь перейти в новый режим. Однако в этот момент дверь со скрипом хлопнула. Сакура забежала на крышу, крепко придерживая за локоть красноволосого, запястья которого были намертво перевязаны жгутом, пропитан чакрой, который практически невозможно разорвать. Заметив товарищей, она, не отдышавшись, прокричала им издалека, «Ребята, я поймала мертвого члена Акацуки». Наруто нервно усмехнулся и отошел в сторону, открывая обзор на лежащего на земле Учиху, мы выиграли, Сакура Чан. У нас их целых два. Глаза Кунаичи расширились, они тоже из-за Кацуки. Дейдара повернулся в сторону девушки, рассматривая только что прибывших, и проговорил, «Сасари-сан, ну вы то как так облажались? Эта девушка убила меня когда-то». «Да и кто бы говорил вообще?» прыснул Сасари. Услышав эти слова, Сарада взглянула на маму и прошептала себе под нос «Убила?» Сакура это Итачи. Саски подбежал к Кунаичи и вцепился в ей плечи, крепко сжимая их. «Спаси его, пожалуйста. Срочно! Без лишних вопросов!» Учиха говорил серьезно и на первый взгляд спокойно, однако в его голосе дрожали нотки отчаяния. Девушка заглянула в темные глаза и улыбнулась краешками губ, как бы успокаивая Саски, «Следите за остальными!» «Понял!» Твердо ответил Саски, когда разволосая уже отбежала в сторону тела. Кунаичи опустилась на колени рядом с Итачи, проверила пульс, дыхание. В темноте было трудно распознать внешние телесные повреждения. Она аккуратно положила руки ему на грудь и создала светло-зеленое свечение. «Здесь нужно реанимация сердца и восстановление движений потока чакры, срочно я смогу восстановить движение чакры, дать тебе я. А у меня есть инструмент. В нашей комнате!» Добавил Сасари. Дейдар озлобно посмотрел на напарника, «Я не дам сделать из Итачи марионетку, хм! Мне не нужна такая бракованная марионетка!» Парень срокастично усмехнулся в ответ. «Далеко?» Саски подошел ближе, обращаясь к красноволосому. «Второй этаж!» «Значит в комнату, быстро!» констатировала Сакура. Учхан огнулся рядом с братом и уверенным движением потянулся, чтобы поднять его. Однако мужчины почти сразу с силой звонко хлопнули по руке. «Я понесу, хм!» Сквозь зубы процедил Дейдара, самостоятельно поднимая тело парня. Он аккуратно положил одну руку ему под голову, подбирая промокшие в крови липкие черные волосы. Другой рукой обхватил под коленями и аккуратно поднял Итачи. Светлые пряди, спадающие на лицо, закрывали обзор, а нести высокого и крупного парня Дейдаря было крайне тяжело, однако он старался не подавать виду и спускался по лестнице настолько быстро, насколько мог, направляясь к нужному номеру. Саски шел рядом, испепеляя блондина взглядом. На середине пути он начал незаметно придерживать ноги Итачи рукой, опасаясь, что Дейдара ненароком уронит его брата. Когда группа наконец приблизилась к заветной двери, Сасаря вышел вперед из силы и толкнул ее от себя. Кисами сладко дремал на теплой кровати, как вдруг услышал громкий резкий звук и чужие голоса прямо в комнате, будто целый цыганский табар ввалился в помещение. Мужчина нехотя открыл глаза, уже приготовившись выбивать нежеланных гостей из помещения. Перед ним открылась самая неожиданная картина, которая с просонья показалась глупым сном, одновременно с этим Сасарис шумом переворачивает все в комнате в поисках аптечки, а рядом с полумертвым напарником столпилась группа неизвестных кисами людей. Че происходит? Мужчина вскочил с кровати. Наруто широко раскрыл глаза, указывая на еще одного знакомого ему шиноби отступника, так сколько вас всего возродилось? Четверо. Пробубнил красноволосый, не отрываясь от своего занятия. Кисами, стой там и не задавай вопросов. Нас обнаружили. Сарада зашла в комнату последняя. Ей толком ничего не удавалось разглядеть через широкие спины отца и хакаги. Казалось даже, будто отец специально старается закрыть большую часть нелицеприятной картины. Однако от любопытного взгляда девушки не ускользнула и новый незнакомец с неестественным цветом кожи. Рослый мужчина с жабрами на точеном крупном лице, стоявший в противоположной стороне помещения, выглядело действительно устрашающе. Он тоже заметил Сараду и почему-то начал бесцеремонно разглядывать ее лицо своими маленькими глазками. Девушка поежилась и отвернулась, чтобы больше не пересекаться взглядом с человеком рыбой. Марионеточник тем временем протянул Сакуре небольшую, наспех собранную когда-то аптечку, в которой обнаружились нужные медицинские скальпели и некоторые травы, которые Сасари собрал неподалеку изначально планировал использовать для получения яда. Кунаичи скинула в любезно предоставленную жестяную кружку несколько листков нужных растений, столкала вручную. Работать в полевых условиях было, конечно, тяжело, однако бывало и хуже. Дейдара нехоти помог снять серую футболку с аточей, чтобы открыть доступ к грудной клетке. Сакура и путем нехитрых махинаций смогла максимально быстро восстановить ровное дыхание и нормализовать поступление кислорода в тело парня. Затем Наруто за несколько секунд восстановил движение потоков чакры, тем самым удачно завершив добрую половину работы. Узумаки чуть не обжегся очернеющую, переполненную болью и ужасами, чакру Итачи. Однако теперь он был уверен тело живое, и перед ним определенно братья. Дейдара не мог найти себе место, постоянно подгоняя Сасаря, за что несколько раз получил по затылку со словами «не мешайся». В любое другое время блондин, конечно, не стерпел бы столь пренебрежительного отношения к своей персоне. Однако сейчас он просто молча отошел ближе к кисаме, не переставая внимательно следить за процессом. Затем, не без помощи кукловода, действительно имеющего немалые знаний в области медицины, Сакура очистила тело от остатков засохшей крови и провела массаж сердца, приводя сердцебиение в норму и доводя уровень чакры в организме до минимально нужного для нормального функционирования. Все. Спустя 25 минут уставшая кунаича вытерла пот салба и встряхнула руками. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Он просто крепко спит. И как нам его будить, дать тебе как Дейдара шумно выдохнул, приходя в привычное состояние. За четверть часа он успел пережить несколько кругов ада, но теперь, когда жизни Итачи ничего не угрожает, руки наконец перестали трястись. Блондин усмехнулся и вскинул бровь, уверенно приближаясь к парню, «Я знаю, как его легко разбудить, хм». Он сел на пол, неспешно наклонился над лицом Итачи, отодвигая собственные волосы с лица и заправляя их за ухо. Дейдара с облегчением прислушался к ровному дыханию. Саски сделал шаг вперед в попытке остановить подровняка, которому определенно не доверял. Однако Сакура жестом остановила мужа она не видела в действиях блондина чего-либо опасного. И, припоминая, как он только что в панике метался по комнате, мешая им работать, решила, что это определенно не чужой человек для спящего. выглядывая из-за спины отца. Однако, неожиданно для нее, Дейдара всего лишь приложил ладонь к щеке у чихи. И, на удивление, это действительно сработало на лице брюнета проскочила едва заметная улыбка. Он начал медленно открывать глаза и, как по привычке, нежно потянулся рукой к собственной щеке. Но, нащупав чужую кисть, он шумно вдохнул, раскрыл глаза и резко поднялся, силой «Убери! Отойди!» Его лицо исказило отвращение. В ответ на этот жест Дейдара лишь хитро улыбнулся и проговорил «Все у чихи такие брезгливые! При чем тут у чихи?» Сарада тихо дернула отца за рукав. Саски лишь молчал и смотрел куда-то перед собой, игнорируя вопрос. Однако, несмотря на его отстраненность, дочь уже почти сложила в голове пазл секретов, который скрывает ее отец. Недоставала лишь кроме того, только теперь она смогла наконец увидеть эту странную особенность блондина, когда темноволосый парень оттолкнул его, Сарада наконец сумела разглядеть ладонь, на которой заметно прорезался широкий человеческий рот, пугающе щелкнувши зубами, скрывая длинный склизкий язык. Это выглядело действительно крайне отвратительно. Ночью тебе не очень даже нравится. Дейдара не унимался. Он был искренне счастлив, что опасность на глазах Итачи. К тому же упустить возможности отстебать учху он никак не мог. Иди нахуй. И пойду, мяу. Дейдара засмеялся. В ответ Брюнет злобно посмотрел на парня, незаметно для большинства присутствующих, с явной угрозой активировал шарингом. Терпеть его глупости он не намерен. Так, уймитесь. В очередной раз разнял их Сасари. Нам только бытовой поножовщины сейчас не хватало. Итачи наконец вспомнил все происходящее, окинул взглядом переполненную людьми комнату, и быстро поднялся на ноги, попутно натягивая собственную футболку, которую обнаружил на полу. Для такого количества человек в помещении было слишком тихо, что еще больше угнетало обстановку. Его лицо вновь стало серьезным и отстраненным. Слишком много информации сейчас предстояло обсудить. Я думаю, для начала нам стоит разобраться, что здесь происходит. Усмехнулся кисами, приглашающим жестом указывая на тонкий скрипучий диван. Наруто, как и Сакура, с удовольствием приземлились, чтобы немного перевести дух. Беседа обещает быть длинной и крайне утомительной. Я вроде уже обозначил свою позицию. Начал Итачи. Арестовывайте нас и вся грязная информация деревни всплывет на свет. Можешь оставить вранье. Твердо произнес Саски в упор посмотрел на брата. Его лицо было абсолютно таким же, как и в день их последней встречи. Таким же, как и в последних воспоминаниях. Лишь мутная пленка, покрывающая левый глаз, напоминала о страшных событиях войны. Мы знаем, что ты этого не сделаешь. Итачи сан, это непростые ребята. Подтвердил кисами. Вот это только что с помощью какого-то режима восстановил вашу чакру. Итачи с подозрением перевел взгляд на Наруто. Сарада, Хакаги обратился к девушке, чтобы сменить тему. Позови, пожалуйста, сюда Баруто и Митсуки. Их надо ввести в курс дела. Ну уж, нет. Я совсем не понимаю, что происходит и требую объяснений. Вы что, все знаете друг друга? Кто вы вообще такие? Нейсан связан с Учхами? Сарада запротестовала и разгоряченно указала пальцем в сторону Итачи. Саски нахмурился и серьезно проговорил, откуда ты их знаешь? Он сделал акцент на слове «ты». Ну это те ребята, про которых я тебе говорила. Вот он Итачи, кажется, твое настоящее имя. Он рассказал мне про Ген Джутсу. Девушке не хотелось верить, что этот парень, почти ставший ей другом, причастен к чему-то криминальному, однако сдержанно проговорил Саски, не решаясь вновь поднять взгляд на Итачи. Наруто дотянулся до стола и без стеснения взял полупустую пачку сигарет, по-видимому, забытую здесь дейдарой. Узумаки закурил прямо в комнате. Сделав пару затяжек, он достал еще одну сигарету из пачки и молча протянул ее другу. В данный момент лишь они вдвоем осознавали плачевность пережили. Он сделал пару затяжек и глухо прокашлялся. И зачем Итачи это курит? Узумаки продолжил эти шины бевоставшие из мертвых членов Акацуки. Слышала про такую организацию. Он обратился к Сарадейскасов взглянул на старшего Учиху. Когда он собирался сказать им все. Судя по всему, Саски с этим не пишил, а Наруто не решался лезть в его семейные перепятия. Младшая Учиха в ответ лишь неуверенно кивнула. Она однажды мельком читала заметку о преступниках, охотившихся на хвостатых, однако не углублялась в подробности истории. Мы были свидетелями ваших смертей. Так кто и с какой целью на этот раз достал вас с того света? Продолжил Узумаки. Кисами, не перестававши разглядывать Сараду, неожиданно подал голос, игнорируя вопрос, девочка, а как твое имя? Сарада. А фамилия? Я вам этого не скажу, я на миссии. Итачи повернулся к напарнику и поинтересовался, понимая, что просто так он не стал бы интересоваться незнакомкой, кисами, к чему ты клонишь? Да так, хитро усмехнулся мечник, обнажая острые зубы. Просто чем-то она мне вашего брата напоминает. Наруто глухо засмеялся, количество учих на квадратный метр явно превысило норму, и это чувствовал не он один. Однако Дейдару тут же подал голос, девочка милая и совсем не похожа на этого мелкого ушлепка, из-за которого мы все померли. За себя говори! Прыснул Сасаре. Сарада взглянула на Дейдару, Дей, ты что, умер из-за младшего брата Итачи? Она тут же осеклась, понимая, что ляпнула лишнее, ведь имя блондина было подслушано из разговора, которую девушка слышать не должна была. Во-первых, никогда не называй меня этим ушлепским сокращением. Мое имя Дейдара. Во-вторых, я жил искусством и умер только ради искусства. Однако подрывник не упомянул, что под словом искусства в последние несколько лет он подразумевает не только собственные шедевры искры взрыва, уносящие с яркой вспышкой жизни людей, угасая затем в отьме навсегда. Был еще человек, которого он называл искусством. Единственный человек, который что-то значил. Человек, который совсем не похож на взрыв, но который перевернул жизнь, без церемон, заняв в ней главную роль и став вторым искусством, за что Дейдара его ненавидел. Блондин с укором в глазах повернулся к Итачия, передразнивая его когда-то брошенные слова, протянул не своим голосом, «Сяски мы сяски должен жить, потому что мой мелкий ушлепок для меня важнее а Итачия отвернулся, я совсем не так говорил, придурок». Он вновь обратился к Шинобелеста. «Если вы нас все равно не отпустите, у меня есть несколько просьб к Хака слушай, мужик, а ты как узнал, что я с молнией не справляюсь, хм? У нас разве был бой? От меня не уходят живыми». Дейдара перебил Учиху, заметив, как странный мужчина потупил взгляд. Он явно заметил что-то, что до сих пор ускользало от взгляда Итачи. «Был». Учиха не горел желанием вдаваться в детали. Подрывник еще внимательней стал изучать лицо незнакомца, нарочито не тактично разглядывая его. Затем он повернулся на рядом сидящего Итачи. Затем вновь на незнакомца. «А как ты потушила мать Ирису?» Вопрос ударил прямо в лоб, и Саски на секунду растерялся. Тем временем Дейдар указал на него рукой. «Итачи, тебе не кажется, что рожа знакомая? Будто тебя сделали уродливее и состарели лет так на десять». Итачи всмотрелся в лицо мужчины. Оно действительно казалось даже у тебя знакомым, но одновременно будто какими-то новым и чужим. Парень не мог справиться с мыслью, на долю секунды промелькнувшей в его голове он не хотел признавать ее. Сарада вышла из-за спины отца и внезапно выдвинула свою теорию. «Итачи, ты ведь у Чиха, я правильно поняла? В этот момент Саски понял, что все-таки этого знакомства в данной ситуации не избежать. Все-таки его дочь не глупая и всегда желает докопаться до истины. Но я не понимаю, как ты смог выжить, ведь наш клан был устреблен в ходе геноцида и остался только у Чиха Саски. И как твой брат смог выжить? У моего отца, например, не было братьев. Итачи с недоверим посмотрел на девушку, ты сказала наш клан? Наруто потушил сигарету, которую докуривал за Саски, и с укором обратился к нему, понимая, что больше отмалчиваться нет смысла, ты что, не рассказывал? Нет. Вместо друга ему ответила Сакура. Все эти двенадцать лет дочь воспитывала именно она. И даже после возвращения в семью около года назад, Саски никогда не распространялся о своих родственниках при Сараде. Лишь однажды упомянул о геноциде и о том, что выжил один. Девятого июня он молча ушел куда-то к старым границам деревни, не заговорив при этом ни с кем до самой ночи. На следующий день глава клана мельком упомянул, что когда-нибудь он покажет Сараде одно дорогое ему место, куда ходил поздравить кого-то с днем рождения. Саски наконец взял себя в руки, присел рядом с дочерью, мягко приобнимая ее и проговорил, Сарада, у меня был старший брат. Учиха Итачи. Итачи поднялся с кровати на подкосившихся ногах, Саски. Его лицо охватило удивление, однако затем он мягко улыбнулся и медленно потянулся двумя пальцами к лицу брата. Саски, почему ты не сказал сразу? Ты так вырос. Мягкий хлопок по лбу отрезвил. Тонкая соленая струйка стекла по щеке Саски, скрытой за длинной темной челкой, и незаметно упала с подбородка, Итачи, я скучал. Я не смог. Немая сцена продлилась минуту. В голове каждого одновременно крутилось множество мыслей и никто не знал, как реагировать, поэтому и не решался высказаться первым. Воздух в комнате казался слишком тяжелым, а грязно-желтые обои будто еще больше сдавливали пространство. Ситуация сложилась специфичная, и каждый шиноби обдумывал ей по-своему. Итачи приподнял уголки губы успокаивающим жестом мягко коснулся ладонью подбородка брата, стирая едва заметные соленые капельки. Он крайне не хотел, чтобы их встреча однажды вновь состоялась, хотя внутренне мечтал узнать, где находится его младший брат, как он выглядит, и куда его привела судьба. Теперь, наконец, спустя столько лет, Итачи смог взглянуть на одного из самых важных людей своей жизни свежим взглядом перерождения подарило ему полностью восстановленное зрение, которое позволило посмотреть на брата так же, как и много лет назад, когда в его глазах еще не было ненависти. Лицо мужчины напротив казалось таким новым и непривычным. Однако если присмотреться, расфокусировать взгляд это определенно он. Это тот Саски с большими и наивными глазами, который мечтал стать гением, который всегда искал внимания старшего брата, и который пережил столько боли по его живине. Боль, которую, намеренно следуя собственным, искаженным войной убеждениям, Итачи подарил самому родному человеку. Эта детская, ломящая изнутри боль все еще искажала взгляд уже давно повзрослевшего мужчины. Эта боль в его глазах не давала Итачи простить себя и освободиться от груза ответственности, который камнем утягивал куда-то вниз, не позволяя спокойно продолжить собственную жизнь. Саски аккуратно дотронулся кончиками пальцев до тыльной стороны его руки, будто еще раз убеждая себя, что он не сошел с ума окончательно, очернеющий взгляд напротив неочередная иллюзия больного сознания. Мужчина поднял взгляд и взволнованно, даже наивно и радостно, прямо как в детстве, когда старший брат возвращался с невыносимо долгой тренировки, проговорил, Итачи, мне нужно столько всего тебе рассказать. Широкая улыбка не сползла с лица Наруто, который, как и все, с неподдельным любопытством наблюдал невероятно важный для друга момент. Узумаки давно изучил привычки и характер Саски, поэтому прекрасно понял, что в его голове сейчас гудело слишком много мыслей одновременно, и осторожно подсказал Саски, я думаю, Сараде тоже будет очень интересно познакомиться с твоим братом. Мужчина будто вмиг опомнился и осторожно отдернул руку. Затем обернулся на дочь, стоявшую совсем рядом, и, поймав на себе ее требовательный и крайне заинтригованный взгляд, начал спутанно объяснять, никогда бы не подумал, что жизнь предоставит невозможность сказать это, но Сарада, это и есть Итачи, мой старший брат, он вновь повернулся лицом к брату. Уж не знаю, когда вы успели познакомиться, но, думаю, ты уже сам догадался, что Сарада очень моя дочь. Их взгляды встретились. Теперь многое встало на свои места, однако происходящее все еще до конца не укладывалось в голове. Сарада вновь взглянула на него по-новому и заметила, что глаза всегда спокойного парня по-детски радостно блестели. У Саски родилась дочь. Такая умная и талантливая. Пожалуй, Итачи давно не испытывал столь искреннего счастья. В последний раз с этим детским блеском в глазах он смотрел на своего любимого младшего брата. Этот блеск чувства безграничной любви и ответственности за жизнь и счастье близкого человека, которого Итачи поклялся защищать до последнего. Столь неожиданные новости заставили парня забыть о толпе людей в комнате. Саски встала на верный путь и отказался от ненависти, и самое прекрасное он подарил племянницу. Он нагнулся к девушке, чтобы их глаза оказались на одном уровне, протянул руку и проговорил «Будем знакомы». Снова. Вновь это щемящее грудь чувство вины. Вины за то, что у девочки нет возможности узнать свою семью, свой клан. За то, что он не мог быть рядом с ней с детства. Сожалений не оставляли Итачи. Никогда не оставляли. Даже в те моменты, когда Дейдара в сотый раз объяснял Учихи, что пора простить себя и наконец отпустить эту трагедию. Самое обидное это, что это же так очевидно содеянного не вернуть, пора простить и перестать мучить и себя, идея, который, несмотря на свой независимый характер, добровольно разделял груз прошлого с любимым человеком. Но не получается. Каждый раз Итачи вновь уходит в себя, представляя, что трагедию можно было избежать. Очень приятно, дядя Итачи. Нам предстоит многое обсудить, девушка уверенно сдвинула очки на переносицу и накрыла его ладонь своей, усердно пытаясь скрыть наивную искреннюю радость и любопытство, не присущие гордому клану Учиха. Однако в отличие от нее, гений клана даже не пытался спрятать свое восхищение ребенком. Он пытливо разглядывал лицо собеседницы, восхищенно рассматривая каждую его деталь. Сегодня жизнь приобрела В этот раз темный проницательный взгляд не пугал, а даже, пожалуй, забавлял девушку. Единственное, что не давало покоя казалось, будто какие-то сомнения все еще не отпускают его. Внутреннее метание Итачи всегда без труда прятал от брата, напарников, даже от любимого человека. Однако от младшей Учихи эта чернеющая нить не смогла ускользнуть. Точно. Он же кричал что-то про грязную поддноводную конохи и про наш клан. Ему определенно много известно. Как только острые мысли пронеслась в голове Кунаичи, дядя вновь приподнялся и, обращаясь к Саске, произнес «У меня самая красивая племянница». Теплая улыбка не покидала его лица. Узумаки тем временем поерзала на тонком скрипучем диванчике, весело улыбнулся и протер глаза. Даже увидавшего многое седьмого проступили едва заметные слезы умиления, которые он отчаянно пытался скрыть. Зная, что пережил лучший друг, Наруто невольно ставил себя на его место, тем самым испытывая то самое греющее изнутри чувство встречи после долгой разлуки. Встреча с тем, по кому так скучал. Кроме того, даже Кисами, знавший Итачи много лет, мысленно нашел эту сцену весьма трогательной. Он, пожалуй, впервые в жизни наблюдал на лице напарника искреннее счастье, которое тот не прятал за вечной маской отстраненности. Можно даже сказать, что Мечник впервые застал редкий момент, когда Учиха показывает свои настоящие эмоции и старается говорить то, что действительно думает. В это время Саски, решив сразу гордо раскрыть все карты, подошел ближе к диванчику в середине комнаты, как бы негласно приглашая брата, Хим, Итачи. Это моя жена, Сакура. Мужчина немного замялся и аккуратно коснулся плеча Кунаичи. Сакура еле заметно покраснела и кивнула, не находясь, что сказать. Зная трагичное прошлое мужа, она все еще не до конца доверяла его брату и боялась представить, что от него ожидать. Они с Саски никогда не обсуждали Итачи, поэтому Кунаичи имела довольно призрачное представление о его характере. Не считая, конечно, широко известного печального инцидента. В ответ Итачи вежливо поклонился и поцеловал руку девушки, приятно познакомиться лично, Сакура, он немного грустно улыбнулся. Извини, что доставил столько проблем в прошлом. Наверное, с моим братом нелегко было житься. Это точно, девушка вежливо рассмеялась. Они перекинулись парой слов о Саске, и, в ходе короткой беседы, развиволосая даже прониклась пугающим, на первый взгляд, мужчиной. Как оказалось, у них достаточно совместимые характеры. Итачи даже подумалось, что встретившись при других обстоятельствах, они бы определенно нашли общий язык. Он, как и большинство учих, обладал каким-то едва заметным, но мощным обаянием. К тому же, когда скупой на эмоции парень открывает свой настоящий характер, этот характер не может не располагать к себе. В особенности, конечно, его учтивая и вежливая манера всегда неосознанно привлекала противоположный пол. На удивление, Сакура быстро успокоила свои внутренние опасения по поводу Итачи, хоть изначально отнеслась к нему с немалым подозрением. В любом случае, наблюдая реакцию Саски, нетрудно было догадаться, что на данный момент этот человек не представляет опасности. Сасаря, сидевший на деревянном подлокотнике дивана, находившегося на стороне Наруто, недовольно сдвинул внутренние уголки бровей к носу и насупился, на секунду задумавшись о своем. Казалось, будто на его лице на секунду промелькнуло какое-то разочарование. Внезапно громкий грубый голос Кисами в адрес марионеточника перебил его мысль, «Сасари-сан, теперь вы должны мне бутылку Саки». «С чего это?» Красноволосый вновь оживился и недоверчиво покосился на товарища. «Смотрите, Саски тоже над. А значит, я выиграл». Кисами будто объяснил очевидную истину и едко усмехнулся. «Однако, судя по всему эту самую истину никто кроме них двоих не понял». «А, точно, за мной должок». Сасари примирительно поднял руки. Дейдар наконец выстроил в голове логическую связь и осознав происходящее, резко обернулся к напарнику. «Вы что, опять спорили, придурки? На что в этот раз?» Итачи устало вздохнул и закатил глаза. За долгие годы работы вместе, он хорошо изучил любимые развлечения товарищей. К его большому сожалению, Кис и Мисасари при первой же возможности быстро сдружились, объединенные одной общей проблемой и слишком тесным общением их напарников, что зачастую мешало оперативному выполнению миссий. Но на удивление остальных членов Акацуки, они не возмущались этим неудобным моментом, а скорее превратили его в тему для шуток или хороший повод выпить. Например, когда Дейдара Итачи, после бесконечной череды постоянных ссор и отрицаний, впервые поцеловались, их напарники отпраздновали это событие как профессиональный праздник. В любом случае, лицезреть как они собачицы при каждой встрече, настойчиво отрицая нетрадиционную взаимную симпатию, было не очень приятно. Кроме того, когда, спустя несколько дней, Итачи наконец ненавязчиво попросил Хоши Гаке на ночь покинуть комнату, которую они делили в убежище, Кисами без сомнений согласился и сразу направился к своему красноволосому другу, который, по совершенно неожиданному совпадению, в тот день тоже ночевал без напарника. Прихватив с собой бутылочку недорого Саки, от которого, впрочем, пьянел только Кисами, а Сасаря пил за компанию и лишь для вида, мужчины отпраздновали долгожданные события. Для них специфичные отношения напарников были скорее как интересный сериал. Можно даже сказать, комедия. Мечник глухо рассмеялся и потрепал собственные грубые волосы на затылке, но как бы сформулировать, Итачи-сан еще до того, как Сасаря-сан умер, мы поспорили на бутылку хорошего Саки, я поставил на то, что так сказать, ваш младший обычный пацан будет, когда вырастет. А Сасаря-сан поспорил, что он пойдет в вас. Судя по всему, только восставшие поняли, что Дейдаро громко рассмеялся, а Итачи разочарованно выдохнул, прикрыв лицо рукой и проговорил, придурки Саски вскинул бровь, о чем вы говорите. Не обращая внимания, наши напарники постоянно делали ставки на всякие глупости, когда мы работали вместе. Заняться больше нечем, начал оправдываться Учхо. Кисме не унимался, тем временем громко и гордо рассказывая Дейдаре, в прошлый раз тоже я победил, я поставил на то, что-то он очень тиха, одними губами что-то прошипел и изобразил довольно неоднозначный жест. Дейдаро еще громче рассмеялся, чуть не падая с кровати, а Итачи едва заметно покраснел и отвел взгляд, Дей, я же просил не болтать. Я о таком молчать не мог, я сказал только Дайне, хм. Блондин нарочито состроил сожалеющий взгляд. А я не мог не поделиться с кисами. Не выдержав, усмехнулся марионеточник. Пока внимание Итачи сфокусировалось на напарнике, Дейдаро резко вновь стал серьезнее, будто вспомнил о чем-то крайне неприятном. Он легким движением поправил волосы, убирая выбившиеся длинные пряди за спину и проговорил, пристально и со злобным укором поднимая прозрачные глаза на ненавистного учиху. Кстати, Саски, могу я спросить, а как тебе живется с мыслью о том, что ты сделал, хм. Зрачки блондина сузились и пытливо устремились прямо в лицо мужчины. Тот на секунду замялся. Осозав, что парень опять не может удержать язык за зубами, Итачи обернулся к нему и с осуждением грозно посмотрел прямо в лицо, как бы одним взглядом отчитывая за внезапно выброшенные на воздух слова. Однако, предвидя неприятные разборки, Сарада влезла в разговор, как бы ненароком вставая между отцом и Дейдарой, что сделал? Понимая по растерянному лицу мужа, что ситуация определенно выходит из-под контроля, Сакура с шумом поднялась с дивана, переключая всеобщее внимание на себя. Если подрывник продолжит третировать Саски колкими вопросами о прошлом, нового приступа паники им определенно не избежать. Особенно учитывая то, что нервы мужчины за сегодняшний день не так изрядно потрепались. Девушка протянула Наруто драгоценное сообщение из Канохи, которое до этого не выпускало из рук, и добровольно отправилась в комнату к Баруто и Мицуки. Было единогласно принято решение, что с ситуацией нужно разбираться в присутствии своего состава отряда, отправленного на миссию. Когда Кунаичи отлучилась, в душной маленькой комнате вновь повисло тяжелое неловкое молчание, нарушенное внезапным вопросом Итачи. Я правильно понял, нас возродили спустя более чем десять лет после смерти. Саски кивнул. То есть, война все еще не закончилась? С опаской протянул Чхо. Если прошло настолько много лет, что у его брата уже появилась взрослая дочь, значит сейчас его худший кошмар беспрерывный и война может подтвердиться. Наруто усмехнулся, вообще-то, четвертая мировая война Шиноби закончилась более десяти лет назад. Сейчас Канаха, как и другие деревни Альянса, процветает. В этом плане тебе не о чем беспокоиться, Итачи. И зачем нас тогда возродили? Задумчиво озвучил мысль всех отступников кисами. Я биджу больше ловить не собираюсь. Я тоже, хм. Подрывник откинулся на спину, скрещивая руки за головой, и непринужденно упал на аккуратно заправленную кровать в сасаре. Мне в прошлый раз девятихвосты обе руки оттяпал. Надеюсь, того мелкого засранца все-таки поймали на войне. Что ты сказал, дать тебе я? На подобную речь Узумукин игранно обиделся и с угрозой потер руки. Наруто, успокойся. Итачи вопросительно поднял глаза на брата, ты сказал Наруто? Он вновь сверху вниз обвел взглядом свободно сидевшего на диване Шиноби, не находя в нем ярких внешних признаков старого знакомого. Единственное, что могло выдать в этом человеке того Наруто хрипловатый голос и пылкий вспыльчивый характер. Заметив вопрос на лице Учихи, Хакаги широко улыбнулся одними зубами, предвкушая собственное внезапное появление. Это он снял ненавистную бандану с головы, одолжив в тумбочке сасырь влажную салфетку, смысл слиться неприятный крем телесного цвета, Это я Узумуки Наруто, дать тебе просто под перекрытием. Наруто заговорчески подмигнул. Я тебя даже не узнал, Девятихвостый. Дейдар Найграно ударил себя по лбу и с азартом привстал с насиженного места. Сразимся на равных в этот раз? Успокойся, у тебя даже глины нет. Протянул иточи и вежливо обратился к Наруто. Спасибо. Я не зря доверился тебе. В ответ блондин лишь солнечно улыбнулся. Не думал, что мы с тобой снова встретимся, но, надеюсь, Хакаги хитро покосился на Саске. Надеюсь, в этот раз обойдемся без инцидентов. Младший Узумуки, которому Сакура по дороге до комнаты вкратце разъяснил обстановку ситуации, взволнованно влетел в комнату, прервав ностальгичную дружескую беседу Наруто и Тачи. Здесь правда живые жмуреки отступники, дать тебе за. Парень шумно проскочил в номер, на который указала Кунаичи, окидывая взглядом всех присутствующих. Охерить! Это действительно очень интересно! Митсуки спокойно прошел в помещение вслед за другом, внимательно рассматривая незнакомых ему людей. Светловолосый скромно прикрыл рот широким рукавом и мысленно начал перебирать всю имеющуюся в голове информацию об организации Акацуки, о которой мельком однажды упомянул его родитель. Сакура проследовала за мальчиками, тихо прикрыв за собой входную дверь. Тем временем Барута уже подлетел к обескураженному Итачи, требовательной и с неподдельным интересом заглядывая в его лицо, а вы правда родной брат Саски Сенси? У вас тоже есть Шарингон? Барута! Вступилась Сарада, неосознанно загораживая дядю рукой от настойчивого блондина. Ей стало немного стыдно перед новым родственником за нетактичное что у Зумаки всегда такой. Однако, конечно же, для Итачи это не стало открытием. Все-таки дети неосознанно стали маленькой копией своих родителей. Конечно, со своими личными и новыми чертами характера и привычками. Но, в любом случае, узнав друга Сарады, вывод напрашивался очевидный, на любого чеху найдется свой лучик света, который всегда будет рядом. В ответ на расспрос Сабарута, Сакура разочарованно вздохнула, ну прям как отец Кунаичи еще по пути к номеру настоятельно указала ему, что сучхами стоит быть аккуратнее и не лезть к восставшим. Все-таки эти шиноби преступники с ранга. Но, как это всегда бывает, Узумаки пропустил мимо ушей все разумные наставления, как ураган, собственным появлением вывел ситуацию в новое русло. Барута кинул взглядом остальных незнакомых шиноби, хрупкая блондинка, и подросток с необычным цветом волосы огромный пугающий мужчина, необычная физиономия, крайне напоминающая акулу. Парень с вопросом в глазах вскинул бровь и неуверенно проговорил, вы не похожи на головорезов, датьте боса. Особенно девушка, как ты вообще с ними связалась? Итачи умоляюще посмотрел на Сасаря, понимая, что еще секунду они все взлетят на воздух. В ответ кукловод лишь безнадежно помотал головой. Слышь, мелкий, ты кого девушкой назвал, Хэм. Я тебя сейчас, Дейдаро, спокойно обернулся к нему Итачи, стараясь переключить внимание подровняка, чтобы любым способом избежать незапланированной стычки. Он бросил многозначительный взгляд на блондина. Помнишь, что я обещал? Дейдаро широко улыбнулся и кивнул, сегодня? Договорились. Итачи незаметно приподнял уголки губ. Саски, искоса наблюдавший эту странную сцену, где его брат с полуслова переговаривается с подровняком, озвучил очевидный вопрос, Итачи, вы что, товарищи с ним? В ответ Кисоми хрипло рассмеялся, заметив секундное замешательство на лице напарника, есть такое. Товарищи они... Саски невольно вскинул бровь достаточно внезапное заявление, учитывая то, что отчаянный любитель искусства когда-то чуть не убил его, пожертвовав ради этого даже собственной жизнью. Наруто, твой сын? Итачи быстро сменил тему, кивая в сторону младшего Узумуки. Последнее, что Брюнету сейчас хотелось это обсуждать свою неоднозначную личную жизнь с младшим братом. В отличие от Дейдары, которому абсолютно наплевать на мнение Саски, да и вообще на мнение любого человека, Учхо действительно переживал насчет того, как в теории может отреагировать брат, узнав о его нетрадиционных отношениях. Поэтому, парень для себя решил, что в этом вопросе для Саски будет более чем актуально выражение «меньше знаешь, крепче спишь». Ага. Наруто гордо потрепал по голове сына. Баруто Узумуки. Итачи улыбнулся. Тем временем вопрос о возрождении преступников все еще настойчиво нависал в воздухе, поэтому Саски озвучил свою первую теорию. Обратившись к молчавшему до этого Митцуки, Арачимару замешан в этом. Вряд ли. По крайней мере, про воскрешение разговоров никогда не ходило. Сасари поднял темные глаза и скептично поинтересовался, откуда ребенок может знать о всех делах Арачимару. Я уверен, что эта змея причастна к воскрешению. У него всегда руки чесались заполучить наше тело. Но ведь у тебя, Сасари, тело абсолютно не то, что было при жизни. Вставила Сакура. Митцуки поднял на марионеточника светло-желтые глаза, в которых без сомнений можно было узнать холодные искры, так знакомые большинству членов Акацуки. Думаю, я достаточно хорошо осведомлен о делах своего родителя, чтобы с уверенностью сказать, что он тут ни при чем. Мать твою, у Арача даже ребенок есть, хм. Засмеялся Дейдара и едко съязвил. Мальчик, «А кто твоя мама?» «Отчаянная должна быть женщина!» «Арачумару!» Спокойно ответил парень, игнорируя колкость в словах блондина. Дейдара поперхнулся воздухом и еще громче засмеялся. Факт того, что когда-то столь пугающий и независимый Шиноби остепенился, не мог не забавлять. Было решено, что в данной ситуации первостепенная задача и разобраться, кто и зачем поднял преступников из могил. «Самым пугающим фактом оказалось то, что никто из-за Кацуки не имел ни малейшего понятия о происходящем. Нас могут начать контролировать в любой момент, и тогда, в худшем случае, миру Шиноби грозит новая война». Задумчиво проговорил Тачи, покручивая вокруг пальца собственные черные пряди. «Вот именно!» Кивнул Саске. «Вами до этого пытались управлять?» «Нет, мы возродились около семи дней назад и были полностью предоставлены сами себе». Сакура серьезно проговорила, «Для начала расскажите нам все, что произошло. Желательно в мельчайших деталях». Девушка понизила голос в конце фразы, осознавая, что подобные просьбы в адрес преступников звучат не к месту. Как минимум, никто не знает, что у них на уме. И если с братом Саске все более непонятно, уверенность в искренности Итачи не оставляли ни Саске, ни Наруто, то насчет остальных все еще оставались грызущие сомнения. Кукловод, создающий коллекцию марионеток из убитых им людей, сумасшедший подрывник, повернутый на искусстве и один из сильнейших мечников тумана, прикончивший когда-то целый отряд шиноби из своей деревни. У всех руки по локоть в крови. И собираются ли они оставить свои прежние аморальные убеждения? Существует ли вообще для них путь назад? Мы проснулись в каком-то заброшенном убежище. С расстановкой начал свой рассказ Итачи. Недели ранее вздох. Еще раз, глубокий хриплый вздох. Учхо резко открыл глаза и сел на холодном металлическом столе. Вздох. Итачи хватал ртом воздух, будто еще немного, и он закончится. Кислород во рту ощущался как вода, а в горле все пересохло. Итачи протер глаза, в панике пытаясь осознать происходящее. Мир вокруг четкий. Так непривычное странно это видеть. Один глаз все еще не зрячий, это чувствуется. Учхо сфокусировал взгляд и внимательно осмотрел собственные руки. Дыхание. Он быстро приложил пальцы к запястью в поисках пульса. Мелкий стук. Сердце бьется. Так, сейчас дела определенно стали еще хуже. Я не могу быть жив, мне нельзя в голове за долю секунды пронеслись все последние события, происходившие до того, как сознание навсегда погрузилось в черней еще неизвестность. И вот опять кто-то вырвался с того света. Перед глазами все еще лишь собственные дрожащие руки. Все очень плохо. Должно быть, кому-то удалось возродить шиноби новой техникой, и этот кто-то он явно не преследует благие намерения. В нос ударил едкий запах сырости и плесени. Повсюду полумрак. Откуда-то из-за спины лишь исходил тусклый поток холодного света, который позволял немного разглядеть помещение. Все, что попало на глаза голые каменные стены и какие-то осколки металлических плит на полу. Итачи начал поспешно слезать с неприятной телу железной стойки. На нем была совершенно привычная повседневная одежда, лишь немного перепачканная в пыли, как и все вокруг. Однако, оружие присебячиха не обнаружил. На руках какие-то синяки. А на внутренней части предплечья кольнула тонкая искорка боли, будто от свежих неглубоких царапин. Какой-то грохот резко раздался с правой стороны помещения, которая из-за слабого освещения почти полностью была покрыта мраком. Парень повернул голову в сторону, напарником, кисами. Что происходит? Мечник судорожно оглядывался по сторонам, приходя в сознание. Судя по всему, очнувшись, он снес рукой стойку с оборудованием, которое с грохотом разлетелось по каменному полу. Все тело знобило, а в голове звенело, будто с похмелья. Нас возродили. Печально ответил очиха, убирая за спину длинные волосы. Безумец, нагло воскресивший их, позаботился о почти идеальном зрении Итачи, но не удосужился завязать ему волосы, которые постоянно лезут в лицо, в привычный и удобный хвост. Даже резинки не оставил падла. Возродили? Глаза кисами округлились и он обеспокоенно начал рассматривать собственное тело. Итачи грустно усмехнулся, что, первый раз? Успокоив товарища, кратко разъяснив ему обстановку войны, Итачи поднялся на ноги и начал ощупывать стены в поисках заветного выхода. Ситуацию вырисовывалось не из приятных они оказались запретом в небольшой темной комнате, освещаемой лишь тусклым лучом бактерицидной лампы. Из обстановки здесь оказались лишь два металлических стола, разбросанные по полупроводой и обломки каких-то железных деталей, которые снес кисами. У стен обнаружились заплесневевшие скальпели, покрытые тонким слоем ржавчины странная полузасохшая жидкость, в которую ненароком вляпался Хашигаки, попутно осыпая броню удивительный мир Шиноби. Зато, к счастью, в каменной стене быстро обнаружилась черная тяжелая дверь, плотно запертая на замок, судя по всему, с другой стороны. Из-за запаха затхлости становилось невозможно дышать, поэтому оперативно было принято решение выбивать минуту с этим возникли небольшие трудности. Однако прогнившая металлическая дверь быстро прогнулась под точными и крепкими ударами двухметрового мечника, что позволило добить ее в области петель для выйти в узкий длинный коридор. Судя по всему, вымершее убежище находилось под плодородной почвой, так как с потолка с противным шумом капала вода, а в воздухе стоял душный запах сырой земли. Конечно же, в тоннеле освещения не оказалось. Только где-то вдалеке белела едва заметная точка света, по направлению к которой напарники решили направиться в поисках ублюдка, проделавшего с их телами столь странные махинации. Коридор бесконечно тянулся вперед в сторону света, а за спинами отступников обнаружился лишь тупик, плотно заваленный землей. Никаких рычагов или ловушек по стенам не наблюдалось, однако очень быстро приметил, что по левой стене, чуть дальше по коридору, располагается еще одна плотно закрытая металлическая дверь. Сделав шаг в нужную сторону, Итачи внезапно услышал признаки движения в соседнем помещении. Он остановился у запертой двери и осторожно прислушался. Какие-то едва различимые голоса. Разговор распознать оказалось крайне тяжело сквозь каменные стены звук проходил как через плотную толщу воды. Внезапно кто-то с силой ударил по черной металлической пластине, отделяющей его от заветного выхода. С каждой секундой удары становились громче и динамичнее, в этот раз, судя по всему, человек по ту сторону также пытался выбить и изнутри, как минуты ранее это сделал кисами. Причем удары, в отличие от уверенной хватки мечника, были хаотичные и на редкость резкие. С потолка посыпались мелкие камешки и липкие клубы пыли. Через секунду в закрытой комнате стали чуть лучше различаться голоса, так как разговор начал переходить на повышенные тона, «Я тут все нахер подорву», «Хм». Услышав знакомые истеричные крики, Итачи на секунду просиял. Тем временем Хашигаки быстро сообразил план действия с силой ударил кулаком по двери, «Успокойтесь, тут свои». Движения по ту сторону на минуту прекратились. Судя по всему, за несколько секунд обдумав что-то, Дейдара прокричал, «Кто свои?» «Хм!» «Это ты нас воскресил, ушлепак!» «Я сейчас выйду и устрою тебе бум-бум!» Итачи подошел ближе к разделяющей их преграде и громко произнес, «Дей, это мы!» «Отойди от двери!» По ту сторону все затихло. Уличив момент, пока подрывник вновь не начал активно прорывать себе путь, кисами навалился на преграду, с небольшим усилием сумев погнуть ей, что позволило оторвать прогнившую железку с петель. Когда стена пыли наконец осела, вид на помещение полностью открылся, оно оказалось абсолютно таким же, как-то, в котором очнулся Итачи. Только отсюда, помимо сырости, исходил знакомый Дейдара и Сасаря оказались намного более потрепаны. Очевидно, подрывник до этого активно пытался проломить их. В проеме без труда можно было разглядеть огненные волосы Сасаря и озадаченное лицо Дейдары. Блондин с недоверим приблизился к бывшим товарищам, внимательно рассмотрел лицо Итачи, как бы убеждаясь, что это действительно именно он. Дейдара коснулся спадающих на грудь парня пепельных волос и, наконец, до конца поверив своим глазам, неожиданно кинулся на шею Учихи Итачи. За долю секунды подрывник почувствовал такой знакомый и неописуемо сладкий запах тела Учихи. Внутри разлилось приятное тепло. Искусство снова рядом. Дейдар уже давно потерял надежду вновь прикоснуться к нему. Он мысленно попрощался навсегда еще тогда, в тот день, когда глядя в глаза ненавистной маленькой копии Итачи, громко произнес саморазрушение. Художник умер, но умер с надеждой на то, что искусство продолжит существовать. «Ты меня задушишь!» скривился Учиха, однако аккуратно приобнял Дейдару за плечи. Сейчас очень хотелось его отчитать за глупую смерть, за то, что он тогда безрассудно отправился на бой с Саски, за то, что заставил пережить новость о собственной «Что оставит все разговоры на потом?» «Если это потом вообще случится?» Подрывник резко отпрянул, будто опомнившись, и проговорил «Ну и что мы тут делаем? Хм! Мы сами только что очнулись, но судя по всему, нужно идти туда!» Итачи указал в сторону предполагаемого выхода. «Блядь!» Раздалось за спинами настолько неожиданно, что Брюнет вздрогнул. Обернувшись, он наблюдал довольно необычную картину, Сасари хватает ртом в воздух, параллельно ощупывая собственную шею и запястье. «Что случилось?» «Напрягся кисами!» «Моя лучшая марионетка!» «Всему крах!» Сасари разочарованно заскрипел зубами. «Я откручу голову этому гению, который воскресил нас!» «Что не так, Данна, хм!» Приблизился к напарнику Дейдара. Оказано явно был крайне недоволен происходящим, я в человеческом теле. «Фу, фу, как вы с этим живете!» Он продолжал брезгливо ощупывать собственные пальцы. Тело было настолько неудобное и неуклюже, что вызывало лишь глубокую досаду и отвращение. Дейдара злорадно засмеялся, «Это карма, хм!» «А все ведет к тому, что мое искусство все-таки превзошло ваш кукольный театр». В ответ марионеточник уже хотел прописать по лбу своему неадекватному напарнику, однако Итачи жестом остановил его, предлагая для начала найти выход, а потом и с остальным разберемся. Мое зрение тоже непонятным образом восстановилось. Следуя за спиной у Чихи прямо по коридору, Дейдара с неподдельным наслаждением рассматривал его длинные чернеющие волосы цветов раново крыла. Блондин мечтал, чтобы парень однажды наконец перестал неаккуратно завязывать волосы внебрежно низкий хвост и чаще предоставлял возможность с упоением разглядывать шлейф тонких волос, спадающих на широкие плечи. Дейдара нагнал и Чиху и легонько дотронулся до его руки кончиками пальцев. Тот в ответ лишь незаметно коснулся тыльной стороны руки блондина. Мое тело разорвало при смерти. Протянул кисами, пока отряд в полном составе направлялся к белеющей точке. А сейчас это... Будьте аккуратны нас в любой момент могут взять под контроль. Однако, судя по всему, возродивший не торопился выходить на контакт. Отступники вышли к неизвестному им густому лесу. Спустя какое-то время Учиха смог узнать в этой глуши дальние окрестности страны огня. Шиноби поблизости также не наблюдалось, как признаков цивилизации в целом. Еще раз внимательнее исследовав убежище, бывшие члены Акацуки будто их тела кто-то просто оставил там и забыл. Настоящие мы решили, что наша первостепенная задача найти Арачимару. Он определенно либо замешан в этом, либо знает, как остановить технику, продолжал Итачи невольно жестом указывая на Мицуки. Мы начали исследовать известные нам убежища, но пока что из пяти штук все оказались давно покинуты и необитаемы. Абсолютно никакой информации. Собственно, мы ненадолго остановились здесь, чтобы восстановить силы и проверить убежище неподалеку. Я наивно понадеялся, что раз гостиница находится за пределами деревни, мы останемся незамеченными. Сейчас эти места входят в территорию Канохи. Напомнил Саски. За десяток лет границы деревни значительно расширились. Дейдар ехидно прыснул, вновь пародируя грубый голос парня, главное не наткнуться на кого-то с кем мы были связаны при жизни. Главное, чтоб Саски не узнал об этом. Не смешно. Огрызнулся Итачи. У меня есть теория, начал старший Зумуки. И я очень надеюсь, что она окажется верной. Суть вот в чем, мы здесь тоже оказались не просто так. Наруто усмехнулся, решив немного разрядить обстановку, видимо, это судьба. Или неопознанные вспышки чакры в этой местности. Скептично отрезал Саски. Или так. В любом случае, предлагаю для начала глянуть, что там настрочил Шакамару, не зря же мы так долго ждали это письмо, блондин демонстративно приподнял свиток, демонстрируя его присутствующим. Но, в любом случае, как я понимаю, нам придется срочно прервать миссию и выдвигаться к Арчамару там и разберемся, кто, как и зачем опять копается в могилах. После этих слов младшая и седьмая команда заметно оживилась. Митсуки давно хотел лишний раз повидаться с родителем, хоть и старательно пытался скрыть этот факт от друзей, которые, конечно же, все давно заметили. Асарада и Барута, в свою очередь, почему-то всегда крайне интересовались деятельностью загадочного Санина и любили посещать его окутанные мраком убежища, несмотря на строгие предостережения старшего Учихи. Да невольно манило молодое поколение, которому было мало известно о его деятельности в прошлом. Однако старшая часть присутствующих, а именно бывшие члены Кацуки, коллективно напряглись. Хоть они добровольно искали возможности связаться с бывшимся командником, встреча с ним у каждого ассоциировалась надвигающейся волной неприятностей. Жгучее чувство тяжести и какого-то, даже, волнения перед прибытием в самую лапу Карачимару накрыло преступников. Помрачнее ли все, кроме, пожалуй, кисами, которому в целом было безразлично, куда отправляться все равно он уже мертв, зачем переживать? Да, у меня много вопросов к этому ублюдку. Прошипел сасаря, который был готов обрушить всю непередаваемую силу собственного негодования на идиота, который посмел отобрать у кукловода самых ценных марионеток, да еще и отправить назад к полной боли и ненависти земной жизни. Думаю, обстоятельства позволяют нам приостановить выполнение изначальной цели миссии. Заключила Сакура. Саски, отправишь завтра утром в Канаху краткий отчет ястребом. Текст я сама ночью напишу, думаю, ты сейчас ничего им трезво объяснить не сможешь. Учиха немного обиделся на сомнение по поводу своего нестабильного эмоционального состояния, однако в ответ лишь кратко кивнул. Тем временем Хакаги резким отрывистым движением развернул свиток с письмом и, отодвигаясь от сидевшего неподалеку Сасари, негромко прочитал Наруто, последний выброс зафиксировали только что. Думаю, сообщение придет с задержкой. Будьте осторожнее там. Сначала была замечена одна слабая вспышка около шести часов, потом, минут через пять, два сильных потока, но тоже прервались быстро. Один из них мне крайне не нравится и не сказала, что энергия была очень схожа с чикрой Саски, только слабее. Проверьте территорию на наличие подобных аномалий возможно, кто-то украл и использует шарингом. Сейчас мы наводим сводки, откуда и кто мог это сделать. Ищем глаз Шисуэ. По прослушке ничего не обнаружили. Единственное какой-то мужик в районе двух часов сегодня Орочимару. Известили Емата, отправили двух джоунинов для усиления наблюдения над действующим убежищем. Будет очень нехорошо, если окажется, что Орочимару в этом замешан. Как можно скорее отправь штаб отчет обстановки на месте? Нароша. Закончив чтение, Узумаки, нервно прокашлявшись, подытожил, да в штабе даже не представляют, какая цветочка их ждет, дать тебе. Мы выдвигаемся прямо сейчас? С долей надежды поинтересовался Мицуки, широко распахивая стеклянные змеиные глаза. От этого крайне знакомого и крайне неприятного взгляда Дейдара поморщился, невольно прокручивая в голове все противные воспоминания о земной жизни и нападках Орочимару. Хитрый змей никогда не оставлял их в покое и, судя по всему, не оставит. Даже после смерти. Узумаки уже хотел было ответить, но вместо него это сделал Сакура, не думая, что это хорошая идея. Уже почти глубокая ночь, а день у нас всех был невыносимо тяжелый. Ребята еще гнины, да и у Саскина сегодня достаточно потрясений и я предлагаю сделать перерыв на сон и передышку, а завтра рано утром выходим. До рыча часов двенадцать пешком отсюда, так что я полностью поддерживаю. Но жмуриков без присмотра оставлять определенно нельзя, дать тебе. Итачи, как вы делите комнаты? Кисами сасали здесь, мы с Дейдарой дальше по коридору. Сухая как бы нехотя отчеканила чиха, после чего незаметно метнула взгляд в сторону брата, с некоторым успокоением для себя отмечая, что тот лишь внимательно следит за каждым действием своего друга. Саски действительно сильно вырос и все-таки смог найти свой путь. На лице невольно проскользнула странную челку. Однако вслух нынешние вкуса брата у чиха обговаривать не решился. В воздухе до сих пор застыло неприятное напряжение, и эту неприятность разговора ощущал на себе, пожалуй, каждый. Мир вокруг снова встает вверх ногами, нарушая привычный размеренный ход жизни. К тому же, Итачи понятия не имел, что теперь говорить Саски. Прости, что сломал тебе жизнь. Прости, что наставил на путь в бездну. Прости, что опять появился из ниоткуда. Брюнис прикрыл глаза. Когда-то он искренне верил, что все делает правильно. Но сейчас вновь запутался. Куда идти? Оставить Саски? Оставить Дейдару? В искалеченном сознании Итачи оставаться рядом с близкими непременно означает причинять им боль. Поэтому проще причинить боль себе. Но ведь эти двое ни за что так просто не отпустят. Теплое прикосновение к плечу выдернуло Итачи из собственных мыслей. Заметив, как Учиха опять начинает погружаться в рефлексии, Дейдара тихонько дотронулся до него кончиками пальцев, как бы возвращая в реальности безмолвно напоминая, что, если что-то тревожит, он здесь, он рядом. Понял. Значит делаем вот как, сейчас все по комнатам, дети спать. Строго проговорил Наруто, игнорируя возмущенное пиши краткий отчет в деревню. Мы с Саски проследим за Акацуки. Я останусь здесь, Саски, ты катачи. Изложил план блондины, не удержалась, театрально наигранно добавил, не обидишься, что мы сегодня ночуем не рядышком, дать тебе я. Саски скривился, переживу как-нибудь. А вот я обижусь, хм. Взбунтовался подрывник, сильно подаваясь вперед. Какого хера этот засранец с нами? Вы где спать-то собрались? На коврике у входа? На кровать больше учих не пущу. За последнюю фразу блондин тут же получил локтем вбок от Итачи, что еще больше разыграло его азарт, подогреваемый ненавистью к Шарингну и почти всему клану учиха в целом. На диване, на котором я сейчас сажу. Без наблюдений мы вас оставить не можем, но, Саски, Узумаки вновь обратился к другу. Постарайся хотя бы немного отдохнуть. Я уверен, что Итачи уже не убежит. Наруто, в подтверждение надежности собственных слов, крепко сжал правую руку в кулак. Дейдара тем временем не унимался, в этот раз обращаясь к сидевшим рядом непоколебимому брюнету, «Ты что, тоже не против?» Итачи, ты же обещал сегодня Итачи вмиг разумно сообразил, что происходит, и действительно едва заметно побледнел. Он тоже был далеко не рад перспективе ночевать в одной комнате с отбитым парнем по взрослевшим братам, которые готовы перекрызть друг другу глотки в любой удобный момент. Однако профессиональный лжец обеспокоенного вида не подавал, у нас вариантов нет. Значит, в другой раз. Когда в другой раз? Когда мы снова в ящик сыграем? запротестовал Дейдара и еще ближе нагнулся к учихе, проницательно и обиженно вглядываясь в чернеющие глаза напротив, за что почти сразу получил пальцами по лбу. «Блядь, да ты достал так делать!» Саски нервно прокашлялся, невольно выдавая нотки ревности. Брат только вернулся, а его долгожданное внимание уже приходится делить каким-то придурком. Какая-то детская обида заиграла глубоко в душе. Несмотря ни на что старший очих копать ей поглубже, успокаивая себя тем, что во-первых, он уже сам давно не ребенок, а во-вторых, почему он вообще ревнует родного брата к какому-то отбитому подровнику из преступной организации. Итачи не мог ни с кем близко сойтись из этих головорезов. Хотя, все равно, что-то в его поведении и манере общения с блондином не дает покоя и царапает где-то в глубине души, пробуждая недоверие и сомнение. Почему он не общается так же с кисами? Я хочу поговорить с дядей Итачи. Вновь запротестовала Сарада. Саске закатил глаза, еще одна поговорите завтра. После этих слов он предупреждающе взглянул на брата, мол, не напугай мою дочь. И добавил, сейчас все идем отдыхать. Собираемся на крыльце завтра в 7. 208 номер. Когда толпа наконец покинула помещение, красноволосый с некоторым облегчением выдохнул и устало плюхнулся на пол, пододвигая к себе откуда-то из-за угла кровати огромную коробку с инструментами, рядом с которой марионеточник выглядел даже немного комично, но своими внушительными размерами еще больше подчеркивала хрупкое и худощавое настоящего тела кукловода. Узумаки тем временем с шумом плюхнулся на диван, устанавливая в голове четкую цель не заснуть раньше всех в комнате и внимательно следить за отступниками. Никогда не знаешь, что эти двое могут выкинуть. Нарут устроился поудобнее на скрипучем диване и с подлобья пассивно наблюдал за обстановкой в номере. Глаза, правда, закрывались сами по себе. Однако блондин стойко сопротивлялся обволакивающему желанию. Он развлекал себя наблюдениями за тем, как Сасарис с сосредоточенным видом аккуратно вкручивает маленький винтик в гладкую поверхность педантично выпиленного длинного бруска. Мечник тем временем успел стянуть широкую футболку и с шумом плюхнулся на расправленную кровать. Перед тем, как окончательно отрубиться, он перекинулся по рыслу в Сузумаки, а после Сасаря ненароком протянул мда, девятихвостый, добровольно подписался слушать со мной всю ночь храпки и самиокаса наложиться ни в коем случае не собирался. Марионетку определенно нужно закончить сегодня. Вылазку Карачимар без любимого оружия проводить никак нельзя. Поэтому ненарировал усталость, которая сковывала его ненавистное человеческое тело, и упорно продолжал работать. Надеюсь, у Саски там все хорошо вслух подумал Наруто. Не отрываясь от своего занятия, кукловод пробубнил, Итачи совершенно точно его не тронет, а вот насчет Дейдара я сомневаюсь. Если он успел где-то достать глину, мы в любой момент можем взлететь на воздух. Сасари говорил так спокойно, будто это была будничная обыденность. Чернеющая ночь уже давно сгустилась за окном, комнату освещал лишь теплый тусклый свет лампочки под самым потолком. Чтобы собрать мелкие детали, марионеточнику приходилось щурить глаза, отчего они начинали слезиться и болеть. Почему взрывающийся так ненавидит Саски, дать тебе я? Осторожно поинтересовался блондин, приподнимая голову на подлокотник жесткого дивана. Кисами заботливо кинул в него свою лишнюю подушку, метким движением попав прямо в лицо ничего не подозревавшему Хакаги. Выслушав эмоциональное возмущение, Мечник все же не оставил вопрос собеседника без внимания, потому что Саски заставляет Утачи страдать, вот и все. Наруто помолчал. Ему слабо удалось связать эти два факта в логическую цепочку, но переспрашивать Шиноби не решился, голос кисами звучал слишком уверенно и серьезно. Кроме того, спустя десять минут на всю комнату уже зазвучал громкий и разливистый храп Мечника, который действительно больше напоминал гудок парохода. Несколько часов спустя Сасаря, оставшись единственным бодрствующим человеком в помещении, отчаянно пытался скрепить последние детали практически завершенного шедевра. Его крайне раздражало это положение собирать куклу буквально из того, что было под рукой, еще и украденными из местной кладовки инструментами. Что за стыд? Но художник в любой ситуации должен оставаться художником. Отставалось лишь добавить парочку выдвижных лезвий, только вот руки кукловода уже совсем не слушались, а перед глазами все плыло. Мда, работать в таком состоянии абсолютно невозможно. Еще и не давала покоя ноющая боль в запястье, которая ранее отчаянно пыталась выкрутить Сакура. Возможно, она сломала там что-то добавив парочку последних штрихов доделанной на скорую руку произведения искусства, которые точно завтра обсмеет Дейдара, а Касана сладко зевнул и, заползая на свою кровать, механически ударил ногой по выключателю, окончательно погружая комнату в сладость долгожданного отдыха. 114 номер. Баруто резво запрыгнул на жесткий скрипучий матрас попутно дожевывая Нигири, которое он оставил еще когда в их номер спустилась Сакура. Ты видел дядю Сарады? Наверное, он даже круче, чем ее батя, Дактибаса. Узумаки встряхнул солнечными волосами, открывая начало активному обсуждению новых знакомых. Спать абсолютно не хотелось последние события буквально встряхнули Генинов, диаметрально перевернув их обыденность. Не думаю. Протянул в ответ Митсуки. Если то, что нам рассказали правда, очевидно, что он умер совсем молодым. Он преступник. Паник Узумаки, откидываясь на спинку кровати. Они ведь все преступники. Было бы интересно узнать, что происходило между этими ребятами и нашими родителями. Да, согласен, хотелось бы узнать побольше. До этого Митсуки слышал от родителей лишь несколько случайно брошенных фраз об организации Акацуки, и фразы эти были далеко не из приятных. После недолгого молчания Барута добавил, «Мне кажется, этот учиха что-то страшное пережил. Потому что у всех учих по канону есть детская травма». Усмехнулся юный змей, этой усмешкой невольно создавая едва заметные ямочки на щеках. «Нет, не совсем ты видел его взгляд? Мне кажется, даже у Саски Сенси не такие тяжелые глаза. Лицо вроде спокойное, обычное, а все равно очевидно он ужасно страдал. Об этом только глаза и говорят». Митсуки посерьезнел и в ответ лишь задумчиво кивнул. Он не ожидал от друга таких умозаключений. Когда Барута наконец доживал последний кусок уже остывшего нигири, он направился в душе, сложив руки за головой и как бы невзначай бросил, «Надеюсь, у Сарады все будет хорошо». Ей сейчас, наверное, тяжело. 201 номер. Сакура неспешно записывала основные события прошедшего дня и нынешние положения отряда в небольшой свиток, аккуратно придерживая его на коленях. После прибытия в номер она не обсуждала с дочерью произошедшее. Да и, в принципе, они особо не разговаривали, когда остались наедине. В комнате сосредоточилось неловкое молчание, которое Сакура упорно старалась игнорировать. Расправляя кровать отрывистыми движениями, младшая очиха наконец раздраженно подала голос, почему папа никогда не рассказывал о чем. Голос девушки вырвал Сакуру из собственных размышлений. После совершенно неожиданной встречи с Сасарой ей не оставляло странное и новое чувство, природу которого всегда проницательная Кунаича определить не могла. Облегчение? Не может быть такого. Девушка пыталась распутать клубок собственных мыслей, почему изнутри будто грызет вина? Вина перед кем? Перед Саске? Нет, и пора отбросить эти глупые мысли и продолжать игнорировать навязчивые призраки прошлого. Здесь и сейчас есть собственная жизнь, есть любимая семья, и абсолютно внезапное появление старых знакомых ни в коем случае не должно нарушать привычное течение жизни. Почему этот хладнокровный и жестокий Шиноби даже спустя столько лет не покидает голову, а теперь еще и объявляется живой? О том, что у него был брат. Пускай он был преступником, я имею право знать о своей семье. Намеренно демонстрирую собственное недовольство, продолжала Сарада. Мама, почему ты тоже всегда молчала? Сакура виновата потупила взгляд, все намного сложнее, чем кажется я завтра же сама поговорю с дядей и обо всем узнаю. Перебила ей дочь, мягко усаживаясь на скрипучую кровать. Сарада, не думаю, что стоит сейчас лезть к Итачи. Это непростой человек. Вопреки словам Кунаичи, младшей Учихи все равно казалось, что, несмотря на столь недолгое знакомство, она уже хорошо знает, какой он человек. Возможно, в чем-то она и была права. Сарада видела настоящее лицо Итачи. Прямо перед собой в тот момент он совершенно точно снял свою маску, поэтому ему хотелось доверять, его не хотелось бояться. Этот образ совершенно не стыковался с тем, который Учиха показал во время боя на крыше. Точно. На крыше был не он. Будто это тоже была насильно натянутая маска. Она видела, как Итачи с непередаваемой теплотой смотрят на ее отца, на нее, на Ди. Этот человек умеет любить, возможно ему просто надо подсказать, как эту любовь лучше проявлять. Желание и четкая цель не упустить и узнать родного дядю, причину его слов и действий, которые противоречат сами себе, теперь уже точно определились в сознании Сарады. Он говорил про генджутсу, значит, и о загадочных техниках клану Учиху удастся узнать побольше. Откуда-то звонко постучали. Обе кунаичи напряглись и резко сконцентрировались на поисках источника неожиданного и странного звука. Дважды постучали вновь. Сакура оставила свое занятие и осторожно подошла к окну. Сарады с изучающим взглядом привстала с кровати, уже приготовившись к бою. Резким движением одернув плотную штору, развелось и от неожиданности на мгновение отскочила. На подоконнике, по ту сторону, на девушек внимательно и будто даже осмысленно смотрела огромная уголь на черная ворона. Рассмотрев птицу, Сакура облегченно улыбнулась уголками губ и аккуратно приоткрыла окно, давая гостя просунуть взъерошенную голову в комнату. Младшая очиха с недоверим наблюдала за действиями матери, что ты делаешь? Сакура проигнорировала вопрос, вместо ответа она терпеливо дождалась, пока ворона окинет взглядом комнату, на пару секунд заострив внимание на сараде. Птица будто что-то выискивала или проверяла. От столь пристального и странного взгляда маленьких чернейших глаз очиха поежилась. Затем ворона вновь посмотрела на Сакуру, широко и внимательно распахивая глаза, будто с застывшим вопросом, который она не может произнести. Кунаича все с той же дружелюбной хорошо. Пускай не беспокоится. Будто получив то, что она искала, птица лишь моргнула в ответ и развернулась по направлению к улице. Широкий взмах огромных крыльев, и через несколько секунд ее уже не было, а Сакура аккуратно прикрыла окно за необычной ночной гостьей. Сарада, молча наблюдавшая специфическую картину, вновь плюхнулась на кровать, что это было? Ничего. Сакура мягко улыбнулась. Просто твои папа и дядя решили проверить, все ли у нас в порядке. Младшая очиха лишь недоверчиво вскинула бровь. Что еще можно ожидать от ее загадочной семейки? Она вздохнула, но вопрос о том, как это связано с разумной вороной, решила оставить на потом. Наконец укладываясь под мягкое белоснежное одеяло, девушка зевнула из какой-то детской надежды и поинтересовалась, а дядя Итачи будет жить с нами в Канохе. Сарада, он восстал из мертвых и мы не знаем даже, что это за техника. Но ведь сейчас он жив. Для начала нам нужно разобраться, что происходит, а потом уже будем заниматься этими глупостями. Глупостями очеканилась в голове. Учиха обиделась. Это ведь совсем не глупости, дальнейшая судьба собственной семьи должна оставаться на первом месте. Она надула щеки и недовольно пробурчала, «Мне кажется, папа не считает, что это глупости». Сакура, вновь отрываясь от отчета, подняла на дочь вопросительный взгляд, однако та уже снимала очки и уютно укладывалась на тонкую подушку. Спать не особо хотелось, но сон хотя бы поможет отогнать неприятные мысли и поскорее дождаться следующего дня, который обещает быть невероятно интересным. 202 номер. Руки в одной комнате с Саски Дейдарой. Целая ночь. Учиха мысленно молился, чтобы Дейдар ничего не выкинул или не взболтнул того, о чем упоминать не стоит. Однако успокоить себя не получалось, ведь Итачи прекрасно знал, подрывник совсем не контролирует себя, он может взболтнуть что угодно. По пути к комнате Брюнет пару раз сурово, но одновременно с безмолвной просьбой кинул иностей, а скорее открыто выражал собственное негодование по поводу нового нежелательного соседа. Пока Итачи вынимал из кармана ключи от номера, в голове внезапной молнией пронеслась обжигающая мысль. Саски стоял чуть позади, поэтому, не решаясь открыть дверь, Брюнет тихо обратился к парню, не желая, чтобы его брат услышал возникший вопрос, слушай, а мы там на тумбочке ничего не оставили? Да вроде нет, хм. Дейдар и с усмешкой оглянулся на стоявшего позади Шиноби и тихо добавил, в любом случае, Саски уже взрослый мальчик, поймет. Итачи лишь осуждающе сдвинул брови к носу и толкнул дверь на себя, приглашая брата пройти в помещение. Тот неспешно проследовал в комнату, изучающий и оглядывая обстановку. С шумом захлопнув за собой дверь, Итачи прошел за ним и уже успел было выдохнуть, что удалось обойтись без происшествий по дороге, как вопрос младшего брата заставил его похолодеть, зачем у вас кровати сдвинуты. Дейдар еле сдержав смешок, саркастично проговорил, потому что Итачи шлюх водит да шучуя, не смотри на меня так. Подрывник быстро нашелся, что придумать, хоть ему и не нравилась вся эта игра в прятки. Мы тут вчетвером в карты играли, поэтому сдвинули. Он мельком взглянул на парня, поймав его благодарный взгляд. Однако все равно ужасно бесило то, что Итачи никак не может адекватно принять свою ориентацию, из-за чего постоянно приходится придумывать какие-то глупые отговорки. Хорошо хоть, что от кисомей с ласыри он согласился не прятаться по углам, что значительно облегчало жизнь. Но что за человек быть убийцей он не стесняется, а быть геем в глазах брата страшнее смерти. Тем временем Брюнет уже успел переставить компрометирующие кровати в их изначальное положение. Дейдар из разбегу запрыгнул на одну из них и с азартом приготовился наблюдать за долгожданным разговором, устремив на Саске сверкающий взгляд, которым будто хотел испепелить мужчину. Приземлившись на ужасный неудобный диван рядом с братом Итачи, проигнорировав внимательный взгляд блондину, с нежным упреком проговорил, да я тебя хоть обниму, странный ты. Учиха мягко улыбнулся. Саске, до этого упорно старавшийся скрыть волну нахлынувших эмоций, искренне по-доброму усмехнулся в ответ. Его лицо преобразила светлая и какая-то детская, наивная радость. Он придвинулся ближе к брату, но все не решался. Итачи проявил инициативу и поднял руки, тепло обнимая мужчину, прямо как много лет назад, как тогда, когда всех проблем вокруг еще не было, когда они были детьми. Саске прикрыл глаза. В нос ударил этот знакомый родной сладковатый запах длинных черных волос. Мужчина ужасно покраснел, губы задрожали, а глаза его загорелись. Спустя несколько секунд он аккуратно отпрянул, немного задыхаясь и отводя взгляд, и проговорил, Итачи, останься с нами, пожалуйста. Арачимару придумает, что делать с техникой. Сарада нуждается в тебе. Запнувшись, тихо добавил. Я нуждаюсь в тебе. Брюнет, не находясь, что сказать, лишь заботливо кивнул, как бы оставляя этот вопрос открытым. Возвращаться в родную деревню спустя столько лет, это казалось практически невозможным. Итачи все еще был твердо убежден, что не место мертвым в мире живых, в чем был совершенно прав. Как можно вновь врываться в жизнь самого родного человека, после того, как бесчеловечно сломал ее? Учиха еще раз окинул взглядом младшего брата, прищурившись, спросил, можешь, пожалуйста, снять этот плащ? Саски сразу понял, к чему тот клонит, однако сопротивляться смысла уже не было. Он медленно стянул длинный черный плащ и положил его на узкий подлокотник рядом с собой. Мужчина сразу поймал на себе ужасно обеспокоенный и ошеломленный взгляд брата, Саски а где? Руку я потерял во время боя. Спокойно ответил он и отпрянул, когда Итачи аккуратно дотронулся до плеча. Только не включай режим заботы. Я как-то без нее десять лет прожил, все хорошо. Это я так тебя, Учиха? С надеждой вклинился в разговор Дейдара. Нет, это произошло во время войны. Какая жалость, хм. На мгновение задумавшись, Саски неожиданно переспросил, зачем ты пытался убить меня, если так дружишь с Итачи? Тонкой рукой блондин поправил длинные пшеничные волосы и бросил на озадаченного мужчину пренебрежительный взгляд, будто истинная причина его поступка настолько простая и очевидная, что прозвучавший вопрос звучит абсолютно глупо. Вспомни, куда ты направлялся в тот день, хм. Дейдар из-под а затем по его телу пробежал неприятный холодок. Он медленно повернул голову на брата, который лишь виноват и потупил взгляд. Его жизнь мне намного дороже, чем твоя. Твердый с расстановкой продолжал Дейдар, будто желая добить мужчину. Конечно, если бы ты умер там, Итачи бы меня навсегда возненавидел, но зато он сам бы остался жив. Но ты, мелкий идиот, ты не знаешь и не понимаешь, что он есть мое искусство и в чем заключается вся его ценность, хм. Как говорится, не ради людей, а ради искусства. Дей, мы уже обсуждали эту тему. Серьезно оборвал его парень, начиная опасаться за состояние брата. Я понял. Внезапно тихо проговорил Чхо, поднимая взгляд на подровняка. Спасибо, что был рядом с Итачей. Дейдара совершенно не ожидал от Саски такой реакции, поэтому в ответ лишь вопросительно широко раскрыл глаза. Однако на его счастье Итачи сменил тему, думаешь, Сарада сможет спокойно воспринять всю эту ситуацию? Задумчиво протянул он. Саски улыбнулся уголками губ, вся она сможет. Она такая же, как и мы с тобой, так что ни за что не отступиться жди завтра миллион вопросов в свой адрес. Надеюсь, Итачи, ты понимаешь, что о нашем прошлом и грязном прошлом семьи моей дочери знать не следует. Внимательно слушая предупреждающую речь брата, Итачи вновь поднялся и подошел к окну, нараспашку открывая створки. Когда младший закончил, он вытянул вперед тонкое запястье, на которое уже через мгновение приземлилось огромное растрепанное ворона, оперение которое сливалось с чернотой безлунной прохладной ночи. Парень что-то негромко проговорил, а затем аккуратно встряхнул рукой, отправляя птицу в полет. В ответ на вопросительный взгляд Саски, он успокаивающе взмахнул пальцами и вновь выглянул в окно в ожидании своей посланницы. «Сарада очень похожа на нашу маму. Она самая красивая девушка, которую я видел». Итачи с улыбкой прикрыл глаза. «В этом я абсолютно с тобой согласен», проговорил в ответ Саски. Уже через несколько минут послышался глухой звук размаха открытый подоконник, царапая его длинными черными когтями. Брюнет нагнулся к птице, та лишь несколько раз громко каркнула. Он облегченно вздохнул и проговорил «У девочек все спокойно, Сарада уже почти спит. За мной ты так же следил». Саски усмехнулся. Итачи, большим пальцем аккуратно поглаживая перья птицы, наигранно виновата ответил «Иногда». Дейдара тем временем решил, что не желает выслушивать учеховские сопливые разговоры и гордо удалился в душ, звонко захлопнув за собой дверь. Воцарилась спокойная и безмятежная тишина, подкрепляющая таинственную атмосферу маленькой плохо освещаемой комнаты, периодически продуваемой свежим ночным воздухом из распахнутого настиж окна. Итачи успел найти для брата единственную мягкую подушку, а от заботливо предложенного пледу Саски гордо отказался, вместо этого накрывшись собственным широким плащом. Спустя какое-то время и пары тихих разговоров о светлом прошлом, свет в номере погасили. Глава клана пытался хоть немного подремать и усталость накрывала все его тело с головой. Но каждый раз какой-то царапающий душу беспокойство не давало забыться и погрузиться наконец в долгожданный сон. Старший брат безмятежно засопел уже спустя десять минут после того, как в комнате совокупности научили Итачи вырубаться абсолютно при любых обстоятельствах. Силы восстанавливать ему приходится почти после каждого боя, а заливистый храп кисами непростое испытание для любого засыпающего человека. Однако сон лучший способ подзарядиться, поэтому Учиха научился профессионально абстрагироваться от всех мыслей и посторонних звуков. Сила и бодрость для любого шиноби всегда являются важной частью существования. Знакомые и такое родное погрузило Саски в самые теплые и далекие воспоминания, которые были закопаны так глубоко в его сердце. Редкие, но невероятно счастливые вечеры с братом, сон рядом с ним под открытым небом, история о приключениях на миссиях на ночь. На душе вновь стало как-то хорошо и спокойно. Однако мысли о том, что этот человек может скоро вновь покинуть мир живых, уже в третий раз. Не давали покоя и каждый раз опять выдергивали в суровую реальность. Кроме того, идиллию нарушал громкий и порывистый шорох со стороны подровняка, который, судя по всему, тоже долго не мог уснуть. Он постоянно ворочился с одной стороны на другую, будто ему чего-то не хватало. Но, на счастье Саски, примерно спустя час, тот тоже наконец ровно засопел, погружаясь в долгожданный сон. Мужчину даже позабавило, когда он сквозь темноту разглядел, что блондин заснул, крепко обнимая собственную подушку, на которой так долго не мог найти удобное положение. Однако счастье длилось недолго. Оказалось, Дейдара разговаривает во сне. Поэтому послушать спокойно и горячо любимые звуки ночи у Чихи так и не удалось. Он то и дело слышал откуда-то со правой стороны комнаты нечлено раздельное бормотание, а пару раз даже удалось разобрать слово. Правда, фразы из уст спящего подровняка вызывали больше вопросов, нежели ответов, Итачи, выключи шаринган, я взорвал марионетку, нет, Итачи, мне 18, я тебя так придушу нахрен. Невольно вслушиваясь в сомнительную болтовню людей-дары, мысли Саски начали понемногу путаться, постепенно погружая сознание в крепко опутывающую дремоту. Спустя еще час Учиха наконец смог успокоиться, провалившись в глубокий и безмятежный сон. Он пролежал так всю ночь, облокотившись головой на подлокотник в скрипучего дивана и не меняя позы. Саске снилась странная мечта, будто Сарада знакомится с его матерью, отцом. Потом мутным образом появился Шисой Учиха, расплывчато отпечатавшийся в памяти. Будто Шисой говорит с его дочерью и наказывает сохранять силу Катамоцуками, защищать деревню и клан, а затем вновь уходит куда-то в небытие, оставляя ее в одиночестве. Саске наблюдал все это действенно будто со стороны, не заговаривая с внезапно посетившими его образами прошлого. Однако слова Шисой тягучее дремотное состояние, когда в голове плывет простой поток абсолютно несвязанных мыслей, пока все тело отдыхает, неспешно прогоняет дневную усталость. Мужчину резко разбудил какой-то громкий шепот и бьющий в лицо яркие солнечные лучи. Сначала этот шепот был похож на обрывки незаконченного сна, однако уже спустя несколько секунд в нем стали едва различаться знакомые голоса. Учиха не стал открывать глаза, а лишь внимательно прислушался. Звуки постепенно начали складываться в едва различимое слово, но говорили будто вполголосы, по-видимому, специально, чтобы не разбудить Саски, однако голоса эти были явно настроены агрессивно по отношению к друг друга. Иди сюда. Отвали, я сказал. Ты сейчас Саски разбудишь. Если ты сейчас же не подойдешь, я его точно разбужу, хм. Но не сейчас же это делать. Нет, мужчина аккуратно приоткрыл глаз, чтобы проверить обстановку. Он приподнял голову, внимательно рассматривая происходящее в номере. То, что Саски наконец разглядел перед собой было, пожалуй, последнее, чего он ожидал увидеть. Спиной к спящему в угрожающей позе стоял подрывник, в одной руке крепко сжимающий большую расческу с частыми закругленными щетинками. Он, с готовностью атаковать, наступал на Итачи, стоявшего напротив, на расстоянии нескольких шагов. Парень, судя по всему, был не вот в бою, поэтому просто медленно пятился назад, угрожающе выставив руки перед собой. Саски с недоумением оторвал голову от неудобной подушки. Диван заскрипел, поэтому оба участника сомнительной сцены обернулись на мужчину. Что здесь происходит? Поинтересовался тот. Итачи воспользовался моментом и еще дальше отпрянул от подрывника в сторону брата. Он невинно замахал руками и проговорил «Ничего, Саски! Пойдем ко всем, нам через час выдвигаться к Арчимару!» Дейдара строго скрестил руки на груди «Пока ты не приведешь свои волосы в порядок, мы никуда не пойдем, хм! Посмотри на себя, как можно так не следить за волосами!» Действительно, Итачи никогда особо не заморачивался по поводу собственной прически, поэтому его небрежный хвост по сравнению с гладко вычтенными и уложенными светлыми волосами подрывника смотрелся достаточно контрастно. Да, я сам тогда! Учиха выдернул из рук блондина ненавистную расческу! «Саски, собирайся пока! Ты сам нихера не умеешь, хм!» запротестовал Дейдара. Саски тем временем про себя заметил странную тенденцию все это время, пока он наблюдал за Итачи и его долбанутым товарищам, они постоянно вступали друг с другом в странные разговоры, нередко кричали и спорили, даже в совершенно бытовых вопросах, в которых вроде как и причины для споров то нет. Однако, по-видимому, обоим это доставляло странное удовольствие, потому что споры их прекращались так же быстро, как и начинались, и оба вновь вполне дружелюбно обыденно начинали переговариваться, как-то с полуслова понимая друг друга. Невольно вспомнился Наруто. Итачи посмотрел на блондина и многозначительно указал взглядом на своего брата, который уже поднимался с тонкого дивана, потирая затекшую за ночь шею, «Справляюсь как-нибудь лобно выдохнул» присутствие Саски все больше начинало раздражать. Ему казалось, что из-за него Итачи стал все больше отдаляться в пользу младшего брата. Где-то в глубине души закрался маленький жгучий огонек, который постоянно нашептывал, что еще немного, и Учиху уйдет. Уйдет к семье, ведь семья важнее. Ведь брат всегда для него был на первом месте. Даже сегодняшним вполне обыденным и бытовым ритуалом Дейдара внутри не хотел как-то вновь ненадолго приблизиться к нему. Но Итачи опять надел свою любимую, неизменную маску холода и неприступности. Самое страшное для блондина было то, что парень больше не снимет эту маску, как это было когда-то все вернется к изначальной точке. Он вновь предпочтет Саски. Старый страх вернулся к блондину, а что, если Итачи вообще не воспринимает его всерьез? Что, если Учиха все это время просто удовлетворял свои естественные потребности, и не более? страх стал искрой, которая все больше разгоралась в жгучий огонь ненависти. Грибан и Саски. Он опять появился и все разрушил. После сдачи ключей Наруто наконец закурил. Втянув долгожданный отравляющий дым, Узумаки поморщился собственным мыслям он еще раз прокрутил в голове все нынешние обстоятельства и прикинул, что делать дальше. В любом случае, ситуация предвещает кучу бумажной волокиты, переговоров с другими деревнями и усиление защиты. Если Шиноби вновь начали подниматься с могил, ни к чему хорошему это не приведет. Тем временем в компании друзей и отступников понемногу нарастало негодование, все ждали только комнату, за которую ночью отвечал Саски. Шиноби расположились у главного входа в гостиницу, кто-то сидел на ступенях, кто-то стоял рядом, а кто-то, к примеру, Сарада, в нетерпении наворачивал замкнутые круги вокруг невидимой точки. Баруто тем временем отошел от отца, избегая противный табачный запах и сладко зевнул, подъем в 6 утра одна из самых тяжелых вещей в жизни ненадзи. По ветру разносился едкий аромат дыма, а утренние спокойствия нарушали лишь редкие перешептывания и сасыли кисами, судя по всему, они вновь на что-то спорили. Сейчас все было как-то по-другому, не как при всеобщем вечернем разговоре. Ночная тягучая атмосфера все же как-то по-особенному сказывается на людях, погружая душу во мрак и заставляя все больше уходить в себя. Поэтому вчерашняя беседа складывалась с трудом и навишей над каждым тяжестью. А сейчас ранее бодрое спокойствие будто наконец проветрило голову, и личные переживания как-то даже подступили. С интересом оглядывая территорию близ гостиницы, Узумаки встретился с распыленным взглядом Митсуки. Тот, как обычно это бывает ранним утром, запрокинул голову и наслаждался свежим запахом расы, будто абстрагируясь от окружающего мира. Было ясно, что происходящая суматоха занимала юного змея, но ничуть не волновала. Наконец Сакура прервала всеобщее молчание, давайте пока спланируем маршрут и построение. Если через пять минут они не появятся, пойдем проверять ситуацию. Митсуки, сможешь указать самый быстрый путь? Хакаги жадно сделала последнюю затяжку и затушил дешевую сигарету, которую ранее удалось стрельнуть у продавца данного. Парень встрепенулся и с оживленным интересом ответил, да, да, конечно. Через большое озеро. Понял. Но идти придется пешком. Если наткнемся на случайных прохожих, нельзя подавать виду, что мы шиноби. Он покосился на отступников. Тем более, учитывая вашу репутацию. Когда блондин договорил, за спиной раздался тяжелый стук входной двери и громкие шаги нескольких человек. Ну наконец-то пришли. Простите, мы задержались. Констатировал Итачи, аккуратно прикрывая за собой дверь. Он бегло осмотрел обстановку, попутно поймав на себе восхищенный взгляд Сарады, на что лишь одарил ее легкой улыбкой в ответ. Чего так долго, дать тебе я? Этого придурка унимали. Кивнул Саски в сторону подровняка. Сасари лишь понимающий усмехнулся, жизненные ситуации. Данно, вы закончили марионетку, хм. Внимание Дейдара голоса и жестом указалась в сторону стоящего у его ног крупного свертка. Без сомнений, эта марионетка сильно уступала тем, что раньше входили в его нескромную коллекцию. Однако, учитывая тот факт, что кукловод был крайне ограничен во времени и средствах, он все же был вполне горд своей работой. Дейдара приблизился и брезгливо рассмотрел оружие, как посредственно хм. Вам еще так далеко до осознания истинной красоты искусства. Всем, включая самого подровняка, было изначально очевидно, что о новой марионетке товарища он оставит далеко не самый восхищенный отзыв. Однако, этот ритуал, который любители искусства не могли пропустить, когда один из них создавал новый шедевр, был для них немаловажной обыденностью. Ритуал критики шедевров друг друга. А самое интересное в этом ритуале это, что внутренне смирившись с диаметрально противоположными представлениями об искусстве, оба художника давно признали друг друга. И оба это прекрасно понимали. Под этой подкалывающей критикой скрывалось именно неозвученное признание и уважение к чужому искусству. И Сасаря, и Дейдара слишком горды, чтобы выразить это словами, поэтому восхищение проявлялось в абсолютно странных, на первый взгляд, действиях, смысл которых чувствовали только сами художники. Не нарывался бы, тем более учитывая то, что у тебя даже глины нет. Угрожающе протянула Касуна. Сакура легонько коснулась красной макушки, как бы предупреждая закончить зарождающийся спор еще на корню, и проговорила, не об этом сейчас. Саске, отправь этот отчет. А нам уже давно надо выдвигаться, иначе прибудем к ночи. Она на полминуты задумалась, а затем громко продолжила, пока Учхо успел призвать крупную птицу и отдать ей небольшой аккуратно сложенный свиток. По строению такое, Митсуки и Баруто впереди. Митсуки, показываешь путь. Дальше идем по парам за каждым отступником закреплен Шеноби для подстраховки. Наруто, кисами за ребятами. Наруто, ты сможешь их страховать, если впереди встретим врага. Итачи, Саске за ними мама. Перебила Сарадо с некоторым требованием взглянула на Сакуру. А я тогда где? Кунаичи обреченно вздохнула, но продолжила, ладно. Сарадо с Итачи. Твое счастье, что мы можем быть уверены в том, что он тебя не тронет, но все равно будь аккуратна. За ними подрывник, прости, забыла твое имя и Саске. Саске заметно скривился, но протестовать вслух не стал. Дейдар тоже лишь негодующе выругался себе под нос. Помимо неприятного соседа по строю, старшего у чиху крайне беспокоил факт того, что все двенадцать руку с братом это равно хождению по лезвию ножа. Есть множество вещей, о которых говорить вслух нельзя. Если Сарадо вдруг узнает правду, она ужасно разочаруется. Она может, как и отец когда-то, утратить надежду, цели, утратить свою безграничную сильную волю огня, унаследованную от дяди. Саске, хоть и считал мечту дочери о посте Хакаги странной, но все же оставил за собой долг оберегать веру и цели. Положение облегчал тот факт, что у брата есть огромный и внушительный опыт в сокрытии информации. Однако, зная настойчивость в своей дочери, Учхо разумно предполагал, что она, при особом желании, расколет любого партизана. Предстояло весьма интригующее зрелище, что победит упорство и любопытство Сарады, или замкнутость и осторожность Итачи, а стойкости характера им обоим не занимать. Прогулочка обещает быть долгой, и крайне изматывающий. Я и Сасари замыкаем отряд. Продолжала Сакура. Кукловод едва заметно улыбнулся, поняли. Пошлите уже. Он постарался скрыть собственное торжество замазкой раздражения и резво спрыгнул со ступеней. Дорога лежала по широкой тропинке сквозь густой лес, мимо большого озера, которое среди жителей Канухи так и именуется Большое озеро. У водоема изначально было какое-то сложное название, придуманное еще при четвертом, которое, конечно же, никто в повседневной яче не использовал. А большим это озеро называют, так как оно славится кристально чистой прозрачной водой, огромными размерами водной поверхности и бесчисленным количеством редких трав, растений и плодородных почв у берега. Часто именно здесь шиноби проводили тренировки с хождением по воде или добывали нужные им ископаемые. Первые несколько минут пути все молчали. Затем, после того, как Баруто, крайне не любивший долгое и тяжелое молчание, завел разговор с другом на какую-то совершенно отвлеченную тему, остальные тоже как-то оживились и потихоньку весь отряд наполнился приглушенными переговорами. Каждая пара общалась на собственную тему и лишь иногда подключаясь к диалогу впереди или сзади стоящих. Ниссан, почему ты говорил про секреты деревни, там, на крыше? Наконец начало Сарада. Именно этот вопрос больше всего мучил ей и не давал уснуть, поэтому девушка решила не откладывать и сразу расставить все точки на дай. Учитывая это, что я думал, что передо мной рядовые шиноби, которые о моей персоне знают ни более, чем из гуляющих по деревне слухов, я решил, что таким образом удастся их напугать. Спокойно ответил Итачи, игнорируя вновь использованное, вопреки словам Саски, обращение со стороны племянницы. Если бы они не знали меня лично, могли подумать, что я действительно обладаю какой-то информацией. Гуляющих по деревне слухах. В голосе Кунаичи легко различалось возмущение. Лично я никаких слухов не слышала. И вообще ни слова о тебе не слышала. Никогда. Она недовольно обернулась в сторону отца. Думаю, папа просто хотел оградить тебя от тяга своего прошлого. Конечно. Наверное, поэтому я не видела его 12 лет. Саркастично пробубнила девушка. Глаза Итачи округлились, он осторожно, но с явной угрозой обернулся на плетущегося сзади Саски, будто отчитывая ребенка за проступок, переспросил «12 лет? Где ты был 12 лет? А ты где был 10 лет?» Огрызнулся в ответ мужчина. Итачи, пожалуй, был последним человеком, у которого Саски спрашивал бы совета по присмотру за детьми. Дейдара, ставший невольным свидетелем короткой семейной перепалки, заметно усмехнулся. Действительно комичная картина, парень отчитывает взрослого мужчину как ребенка, а тот в ответ обижается, будто он и есть ребенок. Отодвинув с олба постоянно спадающие длинные пряди, Итачи вновь обратился к племяннице, как бы переводя разговор в более позитивное русло, твой отец просто схитрил. Ему не пришлось полжизни сидеть с маленьким ребенком на руках. Хотя мне приходилось возиться с ним довольно часто. Лицо парня пронзило хитрой улыбкой, он чуть пригнулся к собеседнице, будто рассказывая ей страшный секрет, и продолжил. Бывало, прихожу с серьезной миссией, с важными документами на руках, а он, маленький еще совсем, вот такой. Итачи указал ладонью высоту где-то по пояс девушки. И лезет ко мне, мол, давай, братья, учи бросать кунаи. Делать мне ничего не оставалось, приходилось полвечером мастерить кунаи из картона, повежаться же настоящими, а потом еще по макушке этими картонками получать. Сарада весело рассмеялась. Наконец хоть кто-то ей расскажет о отце, о его прошлом, пусть даже о самом детстве. Зато теперь представился шанс узнать его с той настоящей стороны, о которой не знает никто из живущих людей. Итачи вспоминал забавные истории с детства, как бы с усмешкой и каким-то немного несвойственным ему весельем пересказывая каждую. Видно было, что хоть он и завел этот разговор, чтобы разрядить обстановку и шутливо пристыдить брата, Брюнец с искренней теплотой вспоминал каждый случай с детства, будто бережно хранил эти воспоминания для удобного случая, как старые фотографии в семейном альбоме, которые когда-то поддерживали в нем надежду и желание продолжать жить. И вот, когда нужда в вечной маске безразличия отступила, он наконец открывает этот запылившийся альбом и аккуратно распаковывает каждую фотографию, каждое воспоминание, протирает от пыли и передает Саради. Саради еще одному новому, едва знакомому, но уже такому родному и близкому человеку, которому эту реликвию, эти малочисленные счастливые воспоминания хочется подарить. Настра и мужчина был омрачен, конечно же, не рассказами Итачи о его детских косяках, тут он наоборот был благодарен, что брат вовремя сменил тему в верном направлении, отвлекая тем самым Сараду от вопросов о грызущем прошлом. Кроме того, у Чихи было даже радостно и спокойно наблюдать за этим диалогом где-то глубоко в душе, в самых безумных и невозможных своих мечтах он всегда размышлял о что было бы, если бы судьба свела его старшего брата и дочь. Хоть они и не очень похожи внешне, Саски хорошо знает обоих и эти двое невероятно схожи внутренне. Ведь воля огня Итачи продолжилась в Сараде, а теперь они идут рука об руку и с веселым задором, так редко украшающим лица у Чих, вспоминают забавные случаи собственных жизней. Неудивительно, что родственники познакомились и легко сошлись еще до того, как узнали, кем друг для друга являются, даже учитывая сложный характер обоих. Но мужчину мучило совершенно другой странный сон, так похожий на реальность. Почему Шисуэ пришел? И пришел к дочери. Холодок пробежал по спине. Если страшная и невероятно опасная сила Катомацуками перешла к Сараде, ей ждут большие неприятности и крайне сложный путь, с которым не смог справиться даже Чиха Шисуэ. Но это лишь предрассудки. Сон это ведь лишь сон, простая игра фантазии пораженного подсознания. Однако на всякий случай Саски решил, что как только представится удобный момент, он поинтересуется у Итачи о возможности дочери иметь эту мощную технику. Старший брат лучше разбирался в этом вопросе и, в крайнем случае, сможет проверить у девушки наличие предрасположенности к Катомацуками. Как все-таки хорошо, что он вернулся. Саски выстрелил в того кабана и промазал, а потом ты подобрал стрелу и вы вместе его уложили, хм. Со скучающим видом продолжил Дейдара. Господи, в третий раз это слушаю. Мужчина поднял вопросительный взгляд на блондина, он тебе тоже рассказывал? Да, раза два, наверное. Я тебе такое знаю, Учха, чего ты, наверное, сам не знаешь. Странно. Итачи так редко открывается людям. Можно даже сказать, что никогда. А этот подрывник заявляет, что брат настолько ему доверяет, что даже не побоялся делиться этими драгоценными воспоминаниями. Заметив озадаченное лицо мужчины, Дейдара будто понял непонимание в глазах Саски с издевкой. Продолжил, повышая голос так, чтобы Итачи наверняка услышал его слова. Я об Итачи много чего интересного знаю. Хочешь, расскажу? Например, то, что он эгоист, хм. Почему это? С интересом обернулся виновник разговора, не сразу распознав готовящуюся грязную шутку парня. Потому что он всегда вверху заткнись. Мгновенно оборвал его Итачи и строго взглянул в хорошо знакомые голубые глаза. Дейдар с азартом усмехнулся в ответ. В его взгляде без труда читались искры увлечений. Очевидно, подрывник пытается вывести парня на эмоции, привлечь внимание несобственными выходками и глупыми шутками, как он это всегда и делает. Показывать свои настоящие, искренние отношения не в стиле отступников. Но как можно соединить такое истинное, прекрасное чувство с такой явной и злобной насмешкой? Вверху чего? Переспросил Саски. Подрывник Лешкину многозначительный взгляд и злобно прошипел что-то в сторону идущего впереди парня. Весь пройденный путь Итачи болтает только о своем брате и даже словом не обмолвился с блондином. Будто Дейдара для него совсем уходит на второй план. Подрывник обиженно усмехнулся. Конечно, деревня и брат для него всегда были важнее и неожиданно вспомнив свою первую беседу с дядей, Сара до вновь приблизилась и полушепотом, так, чтобы слышал только он один, с хитрой улыбкой поинтересовалась, а папа знает про Итачи состроил загадочную ухмылку в ответ, будто готовясь раскрыть еще один интересный секрет, пригнулся, но вместо ответа легонько стукнул пальцами племянницу по лбу. Прямо как папа. Нет. И не надо ему. Я потом как-нибудь расскажу. Дейдара, прислушивавшийся к каждому слову брюнета, еще больше замкнулся. Потом как-нибудь. Видимо, для него это совсем не важно. Подрывник увел взгляд куда-то в сторону, стараясь сделать вид, что однообразный зеленейший вид вокруг очень занимает его. Однако обида все равно не отступала. Итачи не хочет рассказывать. Возможно, утренне промелькнувшая на миг мысль все-таки не такая уж и бредовая. Значит, если им предстоит продолжить существовать в мире живых, Итачи просто вернется в родную деревню. Ведь теперь там есть семья, есть люди, которые ждут. Дейдара пытался убедить себя, что ему это безразлично. Он всегда жил искусством, продолжить жить ему вновь представился шанс сотворить величайший шедевр, остаться в истории, дать волю своему гению, так почему бы этим шансом не воспользоваться? Но противное обжигающее чувство обиды все равно не оставляет. Сасари и Сакура, замыкающий отряд на несколько шагов неосознанно оторвались впереди идущих товарищей. Это невольное действие произошло лишь потому, что эксцентричная болтовня Дейдар мешала их собственному разговору, особенно учитывая негромкие голоса обоих. Мы сражались, когда ты была почти ровесницей своей дочери. Страшно подумать, сколько лет прошло. Марионеточник сменил тему разговора до этого они обсуждали противоядие, которое когда-то использовало Сакура в бою с Акасуной. Его долго мучил вопрос о том, как Кунаичи смогла найти что-то, что дезактивирует действия его смертоносного химического раствора. Да, очень многое изменилось. Но, я бы сказала, это был один из самых страшных моих боев. Вырвалось у девушки, из-за чего она тут же осеклась. Самых страшных. Мучха попыталась оправдаться. Я убила одного из сильнейших Шиноби. Даже не так, я поспособствовала смерти человека. Будучи медиком, я не должна была этого допустить довольно странные ощущения пересказывать собственный ночной кошмар главному его герою. Но ей на каком-то подсознательном уровне хотелось говорить. Говорить с Шиноби, который вызвал много лет назад столько вопросов и перед смертью так и не раскрыл большинство из них. Сасари с шумом вздохнул и поднял на девушку полупрозрачные карие глаза, будто с невесомой усмешкой проговорив, а что ты должна была допустить? Чтобы вы меня взяли и допрашивали? Я бы все равно ничего не сказал. Он приблизился к девушке так, что их плечи соприкасались и с проницательной жестокостью в голосе констатировал очевидное. Да и к тому же, я бы просто убил тебя. Холодок пробежал по спине. Сакура отстранилась и нахмурила брови. Ну и что следует отвечать на прямые угрозы жизни? Но в любом случае, красноволосый заметил ей неозвученное негодование и почти сразу понизил голос. Что было, то было. В любом случае, по ту сторону оказался я. Можешь не угнетать себя. Я ушел, зная, что мое искусство вечное прекрасно и останется таковым так, сколько тебе лет, говоришь. Если цифра меня не подводит, сейчас мы почти ровесники. Вновь оживил с диалогом Кунаичи. Впереди послышался злорадный смех Дейдара и недовольные шипения Саски. Терпеть друг друга всю дорогу им явно удавалось с огромным трудом. И, если Сакура плохо понимала, что служит причиной такой очевидной ненависти, ведь все остальные шины без команды разумно терпят отступников, несмотря на неприятные воспоминания, то Кукловод, очевидно, быстро проанализировал ситуацию и прекрасно осознавал причину эксцентричного и на редкость злорадного поведения Дейдары. Ревность Такая противная, режущая все изнутри ревность, причиной которой становится Учиха Саски. Да, Сасари прекрасно это понимал. Надеюсь, у них все хорошо. Сакура с явным сомнением в голосе тихо озвучила свою мысль. Сомневаюсь. Дейдара особенно ненавидит Учиху, и у него есть на то причины. Какие, например? Причин ненавидеть этого эгоиста бесчисленное множество. Кунаича крепко до такой степени, что можно было легко услышать характерный скрип кожаной перчатки, не забывай, что говоришь о моем муже. Мне плевать. Голос звучал спокойно отстраненно. А то, что он твой муж, так это только твоя проблема. Марионеточник ловко уклонился от метков удара в голову и усмехнулся. Заметив необычную суету в конце отряда, Наруто остановился, тем самым притормаживая всех остальных, и крикнул, Сакурочан, у вас все нормально? Все прекрасно. Поправляя перчатку, хмуро ответила девушка. В ответ Наруто лишь устало выдохнул и продолжил путь, что-то оживленным полушепотом обсуждая с кисами. Узумуки в целом быстро нашел общий язык с мечником, ведь блондин относится к той счастливой категории людей, которые умеют без труда понимать и прощать. Поэтому никаких обидных Хошигаки он не держал ведь прошлое уже давно осталось где-то позади. Более того, Наруто даже высказал пару слов уважения и мечник умер достойно, как и подобает Шинобе, чем Хакаги не мог не восхититься. Добрую половину пути они с кисами обсуждали техники ветра и воды и нагренно спорили, какая сильнее. В итоге, за неимением средств и времени для честного боя, Наруто пришла идея решить вопрос более мирным путем в камень ножницы бумага. В итоге, дальнейшую часть дороги, два величайших ниндзя своего времени играли в незамысловатую игру на удачу. Боруто, ожидавший Татса более авторитетного поведения, поморщился и спросил у Мицуки, скоро придем. Мне эта клоунада сзади уже порядком надоела, дать Тибаса. Еще часов в шесть пешком. Отозвался Змей. А по-моему, даже забавно. Никогда не видел, как Хакаги проигрывает в камень ножницы бумагу восставшему из мертвых отступнику. Младший Узумаки уже хотел было что-то ответить, однако его слова опередил глухой грубый звук откуда-то сзади. Урчал живот Наруто. Ребята, обед будет? Виноват пролепетал тот. Саски закатил глаза, началось. Наруто, мы еще даже полпути не прошли. Через час остановимся. Хакаги лишь обиженно закатил глаза. Отряд продолжил неспешно двигаться, а дело уже близилось к полудню. Солнце припекало, идти в плащах становилось все тяжелее спасали лишь тени от раскидистых крон деревьев. Наруто про себя выдохнул и поблагодарил все существующие высшие силы за то, что пока все идет без происшествия и никто ни с кем серьезно не сцепился. Итачи, уличив момент, негромко будто неуверенно проговорил Саски. Его все еще грызли сомнение по поводу странного сна. Мужчина, конечно, продолжал твердо уверять себя в том, что все эти сны видения не более, чем суеверия и предрассудки, но перепроверить все-таки стоило. Какова вероятность того, что у моей дочери может оказаться сила глаз шисуя? Брюнета задача обернулся на брата и с недоверием протянул, очень низкая, тебе не о чем переживать. Ты можешь как-нибудь проверить наличие предрасположенности к владению котомацуками? Странные вопросы брата вызвали еще больше сомнений. Почему он вдруг вспомнил шисуя? До этого момента Итачи всегда считал, что Саски мог и вовсе забыть, как выглядел лучший друг старшего брата и кем он был. Все-таки шисуя погиб много лет назад, а после его самоубийства Саски пережил очень много травмирующих потрясений. Учитывая все эти события, парень искренне верил, что память о шисуя бесследно стерлась из головы младшего. В теории да, могу. Я предполагаю, как это можно сделать. А почему ты вдруг заговорил об этом? Просто провери все, ладно? С ноткой раздражения выкинул лучха. Желания пытаться объяснять семье собственные навязчивые мысли не было никакого. Сарада, внимательно слушавшая каждое слово, переспросила, что такое котомацуками? Ответ отца прозвучал холодно и отстраненно, как это ему и свойственно. Очень сильно гинджутсу. Очень сильно гинджутсу. Глаза девушки с азартом загорелись, однако мужчина быстро перебил ей восторг, судя по опыту прошлого, ничего хорошего эта сила обладателя не приносит. Саске явно был крайне неприятен этот разговор, который он, по собственной неосторожности, начал в присутствии Сарады. Ужасно бесил и тот факт, что страшная сила гинджутсу возрождается, как назло, в его дочери. Мрачную беседу перебила навязчивая нытье Наруто. Ребята, давайте остановимся на перекус и перекур дать тебе и одей дара до этого судорожно вспоминающий, где можно поблизости добыть любимую глину. Заметно оживился на перекур, это я согласен. Все, кроме Саске, все же поддержали идею, озвученную у Зумаки столь долгая дорога прогулочным шагом действительно быстро выматывает, тем более некоторые даже не успели позавтракать перед выходом. О мнении большинства в отряде важнее мнение меньшинства, поэтому в конечном счете мужчина все-таки сдался. Ему, в свою очередь, очень хотелось побыстрее добраться до бывшего учителя и узнать, что все-таки происходит со старшим братом. Более всего волновал вопрос о возможности для Итачи продолжить жизнь, начав все с чистого листа. Пока большая часть команды раскладывала импровизированный привал, Саске даже успел заукнуться о деревне и о доме, на что получил лишь неопределенный и незаинтересованный ответ, который будто лезвие отрезал неугасающую до этого надежду. Итачи не хочет возвращаться к семье? Очевидно, хочет. Однако, как это освойственно брюнету, он боится причинить им врет, поэтому выбирает пострадать сам. Пока все были заняты распаковываем снаряжение, а подрывник при первой же возможности удалился к ближайшему водоему в поисках долгожданной глины, Саски наконец решил поговорить с братом на чистоту. Удобнее момента уже не будет всегда им кто-то мешает. Ниссан, скажи, если этот идиотский эксперимент с вашим возрождением окажется удачным, что ты планируешь делать дальше? Ты же понимаешь, что мы не будем своими руками убивать вас, чтобы отправить назад? Саски, об этом не стоит беспокоиться. Парень старался успокоить скорее себя, чем брата. Технику определенно можно как-нибудь развеять. А если нет, то уходишь от ответа. Мужчине этот разговор давался непросто. Да и выглядел он со стороны скорее как ребенок, который уговаривает старшего брата не уходить по делам, а остаться и поиграть с ним. Итачи почти никогда не оставался, так может хоть сейчас он наконец перестанет отвергать свою семью из-за собственных искаженных войной предубеждений? Я не могу просто так вернуться в Канаху после всего, что произошло. Сейчас в деревне никто тебя не знает и не помнит, слухи про Клан давно стали легендами. Для тебя это новая жизнь, Итачи, почему ты не хочешь ее принять? Речь Саски оборвалась на полусловие, когда он заметил быстро приближающуюся к ним Сараду. По выражению ее лица можно было без труда догадаться, что девушка по отрывку услышанного предложения уже сообразила, что происходит. Кунаичи, конечно, была на стороне отца в обсуждаемом вопросе, тем более она не понимала мотивы дяди и причины его сомнений. Однако в любом случае отпускать его не хотелось, поэтому Сарада, хоть и прекрасно догадывалась, что в целом мало может помочь делу, но все же решила поддержать отца, дяди, знаешь, что я легко поняла про тебя, хоть вы двое и пытаетесь скрыть правду. Учхо выдержала минутную паузу, насладившись ошарашенным взглядом обоих мужчин и намеренно не дожидаясь ответа, продолжила. Хоть ты и пытаешься вести себя вполне приветливо, есть что-то тяжелое, что беспокоит не только тебя, но даже и папу. Какой-то мрак. Не знаю уж, связано ли это с тем котомацуками, которые вы обсуждали, или еще какими-то тайнами из вашего прошлого, но этот мрак не отпускает ни тебя, а папу, ни, с этого момента, меня. Вечные таинственные недомолвки вот, что вас двоих тянет куда-то вниз и не дает спокойно поговорить. Теперь уже будто отчитывали и Тачи, и Саски. Невероятная схожесть Сарады со внешностью и манера их матери заставила обоих братьев провернуть в голове внезапно всплывшие забавные воспоминания из детства. Однако они не произнесли ни слова, давая девушке возможность закончить мысль, и вот что я вижу, когда заглядываю в твою душу, дядя Итачи, что тут один только неопределенный мрак, полная неверия в обновлении жизни, которая могла бы воскреснуть в семье и любви и принять таким образом новую цель. Тут гибель способностей, может быть, блестящих, добровольное любование своей тоской и даже романтизм, недостойно твоего, очевидно, гениального ума. После завершения собственной вдохновенной речи девушка заинтригованно кинула взглядом родственников. Итачи пребывал в, можно сказать, оцепенении, как и его младший брат. Геник клана только что переспорили и без труда обличили. И кто собственная племянница? Он повернулся на Саске и восхищенно улыбнулся. Тот в ответ лишь кивнул, безмолвно демонстрирует гордость дочерью. Сарада, даже не имея понятия об истинном положении дел, подобрала нужные слова, которые не удавалось подобрать почти никому. Подобное когда-то говорил в сторону Итачи разве что один человек, который сейчас роется в глине где-то у озера. Что ж, мои дорогие, начал бывший отступник. Давайте для начала доберемся до Рачимару, а уже потом будем решать нашу дальнейшую судьбу, хорошо? Заметив, как брат изменился в лицее, кажется, действительно наконец задумался о своем будущем в мире живых, Саске немного облегченно проговорил, хорошо, теперь пойдем, поможем остальным. Вернувшись ближе к месту привала, учихи обнаружили там остальных шиноби, которые уже давно определились с планами на отдых, Узумаки вызвался отправиться на рыбалку к реке, которая находилась в 15 минутах к северу от привала. Кисме оживленно поддержал эту идею, предложив свою помощь. Однако есть эту рыбу он отказался, к тому же Сакура согласилась быстро приготовить питательные пилюли, ведь неподалеку можно без труда найти нужные травы. Барута, также обожающий рыбалку, с энтузиазмом отправился вслед за отцом и мечником. Когда они ушли, старший очхо устало расположился близ костра, куда подрывник делся. Кто вообще его одного отпустил к озеру? Я схожу. Вызвался Итачи. Вряд ли он убежал, но все же проверю. Саски с недоверим взглянул на брата, но все же, не имея ни малейшего желания идти искать блондина самостоятельно, согласился отпустить на его поиски Итачи. Озеро располагалось совсем недалеко, в нескольких шагах на юг от импровизированного привала. Пробираясь сквозь колючие заросли в поисках Дейдары, Учхо прокручивал в голове разговор с родственниками, который теперь занимал все его мысли. Они действительно искренне верят в возможность его возвращения и не желают отпускать. С одной стороны, возвращение к семье, которое прошло им, с теми кошмарами, память о которых навсегда сохранилась в родной деревне. Итачи постарался абстрагироваться, успокаивая себя тем, что пока тайна их воскрешения не разгадана, поэтому задумываться о столь долгосрочных перспективах и лишний раз обнадеживать себя не стоит. Он наконец вышел к раскидистому водоему, здесь открывалась невероятная картина волшебной природы стран огня. Шум листьев, бесконечная водная гладь, отражающая лучи опаляющего солнца, свежий запах ветра, смешанный с запахом травы в такие моменты на короткий миг создаются впечатление, будто ты все еще жив, будто можешь без тягости дышать и наслаждаться жизнью, верить в будущее. Это внезапно нахлынувшее непривычное чувство веры заставило Итачи одернуть себя и вспомнить, что рано предаваться светлым мечтам для него этот после чего резко вспомнил, зачем он здесь. Дейдара подровняка нигде поблизости не наблюдалось. На секунду даже промелькнула мысль о том, что, может быть, он действительно решил сбежать? Как Итачи мог пропустить этот момент? Однако, внимательно приглядевшись, Учиха наконец заметил светлую точку на противоположном берегу. Блондин, что было крайне для него не характерно, просто сидел близ воды и бессознательно рассматривал что-то перед собой. Итачи наконец приблизился к нему, неспешно шагая прямо по водной глади, и выжидающе остановился совсем рядом. Он не сходил с линии озера, внимательно и строго заглядывая в светлые глаза напротив. Создавалось ощущение, будто Дейдара смотрит куда-то сквозь него он ни капли не отреагировал на появление парня. Ты собрал свою глину? Да, хм. Дейдара не пешил подниматься. Ну так могу я посидеть тут пять минут, не наблюдая твою физиономию? Немного раздраженно и будто обиженно потупил взгляд блондин. Его слова звучали так непривычно обычно, при первой же возможности остаться наедине он воборот был невероятно рад компании Учихи, хоть и старался этого открыто не демонстрировать. Однако эти слова звучали так, будто Дейдара обращается к совершенно чужому человеку. Он выглядел каким-то слишком расслабленным и тоскующим. Все в порядке? В порядке. В сторону Итачи полетел плоский камень, отскочивший несколько раз от водной глади. Ты ведь действительно хочешь вернуться домой, хоть и боишься это признать, я прав, хм. Итачи промолчал. Я прав. Я слишком хорошо тебя знаю. Продолжил Дейдара, явно что-то недоговаривая. Если ты вернешься к ним, ты наконец станешь счастлив. Тебе всегда не хватало этого, а теперь наконец все стало гораздо проще. Тебя ждут в канухе, хм. К чему ты клонишь? Ни к чему. Я просто хочу продолжать творить свое искусство, и, если ты наконец обретешь покой дома, рядом с семьей, все встанет на свои места. Ведь, чтобы шедевр стал шедевром, проявил свой момент истинной красоты, его нужно отпустить. Дейдара показательно отщепнул маленький кусочек лежавшей рядом глины, одним легким отработанным движением сделал из нее тонкую птицу и запустил воздух. Спустя несколько секунд она расплылась в искре яркого взрыва, став тем самым истинным искусством. Итачи проницательно следил за каждым действием блондина. Спутан объясняя свои истинные чувства, тот всегда проводил параллели со своим искусством, которое Учиха научился без труда разгадывать. Он подошел ближе к Дейдаре, сделав шаг на твердую почву, и аккуратно наклонился к его лицу. Дей, ты всерьез думаешь, что если отпустишь меня, я буду истинно счастлив? Он проговорил это серьезно, но с едва заметной улыбкой, вызванной наивностью парня. Да, Хэн. Думаешь, я не замечаю, как ты меняешься в компании этого мелкого засранца? Дейдар хотел сказать Саске, но язык не повернулся. Я пытался отшучиваться и быть рядом, но только сейчас понял, что будет намного легче, если я смогу отпустить. Блондин внимательно взглянул прямо в лицо парня как бы в ожидании ответа. На миг его захватило неотразимо желание подойти сейчас к Учихе, к этому гордому, неприступному человеку, обнять его, сказать все и закончить разом. То есть ты, идиотина, решил, что понятие счастья для меня заключается только лишь в Саске. Иточи сел рядом, не побрезговав запачкаться в намокшей прибрежной почве. А разве нет, хм? Очевидно, что нет. Если ты покинешь меня, это будет равнозначно тому, что если бы я потерял Саске. Даже нет, не так. Это же совсем другое. Дейдара, нужно понимать, что семья и отношения совершенно разные вещи, но равносильно значимые. Блондин вздрогнул на слове отношений и нервно поправил волосы. Заметив эту обеспокоенность, Учхо пальцами коснулся плеча парня, как бы подтверждая собственные слова, и немного шутливо продолжил, из каких пор ты взял на себя обязанность решать, в чем для меня заключается счастье. Как минимум тот факт, что я сижу сейчас рядом с тобой на этой противной грязной земле, уже говорит о том, что важность той фигуры в моей душе он улыбнулся и добавил «Рядом с Саски я бы постоял». Дейдар наконец не удержался и засмеялся «Правда? Ну, конечно». Парень еще крепче сжал его тонкой плечо и приблизился, другой рукой коснувшись мягких светлых волос. Дейдар на мгновение замешкался, но потянулся в ответ, разумно оставляя запачканные в глине руки у собственных коленей, чтобы не испортить момент. Прикрыв глаза, Учхо осторожно поцеловал его, будто боясь испугать, будто они делают это в первый раз. Внутренний свет озарил его душу. Кроме того, блондин быстро перенял инициативу на себя и с еще большим напаром поддержал поцелуй. Наконец Тачи вновь оказался живым, точнее, вновь на короткое мгновение почувствовал себя живым, смог забыться и уйти от грызущих сомнений и неприятных воспоминаний, вдохнув любимый запах мягких пшеничных волос. Дядя Тачи резко послышалось откуда-то с противоположного берега. По звонкому голосу без труда можно было узнать Сараду. И Тачи от неожиданности резко выдохнул и отстранился. Девушка была уже на полпути к озадачинам Шинобе и, быстро приблизившись, с виноватой улыбкой проговорила, простите, что помешало. Но папа отправил проверить, где вы ходите. Он сказал, если не появимся через три минуты, придет сам. Саски как обычно мне все обломал. С досады и прошептал Дейдара, поднимаясь с насиженного места. Ладно, идемте, пока он действительно сам сюда не пришел. Твое счастье, что он сначала Сараду отправил на разведку, иначе ситуация вышла бы действительно неловкая. Блондин быстро встал на ноги на автомате и протянул руку, чтобы помочь парню подняться. Итачи жестовым вежливо отказался и его все еще пугал улучшенный геном подровняка. С дядей и кисами действительно веселее рыбачить, дать тибаса. Весело присвистнул Борута, когда они уже подходили к привалу, где небольшую компанию ждали Саски и Митсуки, за время этого непродолжительного ожидания успевшие развести костер и подготовить все, что требуется для приготовления питательного обеда. Ты еще в ответ Мечник. Кисами на удивление быстро смог найти общий язык с сыном своего бывшего противника. Очевидно, что после смерти, когда все гнетущие должностные обязанности и устрашающие репутации уже не сковывают, мужчина стал вести себя чуть более открыто и не жестоко, будто все его прежние трудности теперь отступили или вовсе сошли на нет. Кисами спокойнее всех восставших принял тот факт, что его вновь вернули к жизни. Возможно, причиной стало то, что у Мечника Воскрешение происходило впервые, и он не знал по себе, насколько неприятно быть лишь мертвой марионеткой в руках владельца техники. Однако, с другой стороны, Хошигаки в целом не рассматривал и не задумывался о своей перспективе в мире живых, какая разница, мы ведь все равно все уже почили. Наше прошлое осталось в прошлой жизни. Он наконец стал жить одним днем, отбрасывая при этом все беспокойства туманного прошлого. Наруто прошел ближе к костру, по другую сторону которого с напряженным видом расположился Учхо, и усаживаясь поудобнее, чтобы начать приготовление своего фирменного блюда из свежей рыбы, невзначай поинтересовался Саски, а где все остальные? Понятия не имею, отрезал тот, Сараду отправил за этими придорками, а Сакура с песочником ушли за растениями для пилюль. Голос Саски звучал на редкость обрывисто и раздраженно. На несколько шагов поодаль от костра, вокруг которого расположились мужчины, Баруто, в свою очередь, поудобнее устроился под раскидистой кроной дерева, переводя дыхание в ожидание сытного обеда. Не желая слушать унылые разговоры взрослых, Мицуки подошел к другу и осторожно приземлился рядом. Змей прикрыл глаза его мысли на протяжении всего дня занимала долгожданные встречи с родителем, которая случалась невероятно редко. Стыдно признавать, но Мицуки порой действительно скучал. Однако теперь, несмотря на столь удивительный и внезапный повод, змей наконец сможет ненадолго вернуться домой, что не могло его не радовать. Что это с Саски саном? Почему он такой раздраженный вдруг стал? Лениво поинтересовался блондин, прикрывая глаза. Мицуки в ответ ехидно усмехнулся, все дамы его семьи гуляют где-то в лесу с восставшими из мертвых ниндзя отступниками, думая, даже столь безэмоциональный Шиноби, как Саски сан, будет не особенно рад этому факту. Разговор шел как-то лениво и размеренно, несмотря на столь волнующую тему обсуждения. Баруто тоже усмехнулся себе под нос, а затем, подождав с минуту, как бы невзначай добавил, если Сарада освоит гинджутсу, она станет круче, чем ебать и знаешь, что, Мицуки. Он приподнялся на локтях, озаряя товарищей оптимистичной широкой улыбкой. Нам тоже нельзя отставать, поэтому, во что бы то ни стало, как только вернемся в деревню, будем еще больше тренироваться, дать Тебаса. Змей лишь поддерживающий кивнул. Солнце светило необычайно жарко по полуденному, некоторые яркие лучики падали и на привал, игриво освещая лица сидевших у разгоревшегося костра мужчин. Некоторое время все молчали, переводили дыхание, каждому надо было недолго побыть в себе, чтобы привести в прежнее состояние собственное эмоциональное равновесие, взбудораженное последними сумасшедшими событиями. На природе не бывает тишины, шиноби с некоторым особенным наслаждением вслушивались в шум листьев, скрип ветви и стрекот искр в костре. Сакура Чан долго нет бестактно нарушил всеобщий негласный покой Наруто, переворачивая нанизаную на тонкие сухие ветки рыбу. Разумно с ним? С долей сарказмов в голосе тихо проговорил Саски, который прекрасно знал пылкий нрав и тяжелый удар своей жены, поэтому ни на долю секунды в ней не усомнился. Как вкусно пахнет! Из густых колючих зарослей наконец раздался знакомый тонкий голос, после чего Саски наконец облегченно выдохнул, Сарада вернулась. За ней с гущей листьев вышли временно пропавшие отступники. Что вы там так долго делали? Строго поинтересовался темноволосый, который за эти пять минут, пока дочь отсутствовала, действительно начал переживать и мысленно прокручивал в голове свою вторую месть на случай, если по вине Итачи Сарады что-либо случилось. Он, несомненно, доверял старшему брату, однако его странное излишне скрытное поведение в эти два дня, прошедшие с момента их встречи, начинало действительно настораживать. Более всего пугали закрадывающиеся в голове догадки о том, что Итачи вновь скрывает какие-то страшные тайны, которые, в силу своего сложного и замкнутого характера, планируют унести с собой обратно в могилу. Заболтались. Невинно махнула головой Сарады и легким движением поправила спадающая на кончик нос очки. Девушка села по правую руку от дяди, а по левую руку от него расположился внезапно изменившийся в лице блондин. После теплых слов Итачи во время их разговора у озера, крайне негативное мнение подровняка по поводу Саски отошло на второй план, однако, вновь встретившись с ним лицом к лицу, Дейдара заново вскипел, чего старательно пытался не демонстрировать. «Где мама?» задала ранее звучавший вопрос Сарада, обеспокоенно оглядываясь по сторонам. «Ладно, уговорили. Я пойду, позову Сакуру». Саски аккуратно начал приподниматься с насиженного места, их действительно уже долго нет. Итачи хотел подать ему руку, чтобы брат, за ней имеем собственной второй руки, смог облокотиться на какую-нибудь опору. Однако от излишней заботы Саски отмахнулся моментами казалось, словно старший брат ведет себя как заботливая мать, и словно всего, что произошло десять лет назад, попросту не было. Наруто, сидевший напротив очах, и, сквозь едкие языки пламени наблюдавший этот немного неловкий момент, успел заметить внимательный жест со стороны Итачи и невольно усмехнулся, он действительно как будто забыл, какой Саски гордый. Пробираясь в поисках нужных растений сквозь тонкие листья, свисающие прямо на уровне глаз, Кунаичи старалась внимательно сфокусировать ростков. Молчавший всю дорогу невысокий шин обисследовал чуть позади, тоже стараясь создавать вид занятости поиском заветных ростков, однако пронзающий взгляд его не спадал с тонких плеч разволосой девушки, которая когда-то, во время бесконечно долгого боя, смогла переломить его на редкость жестокий и холодный характер. Мысли учихи тоже крутились вокруг какого-то тягостно навешива и неозвученного разговора, даже простого вопроса, который найти и сформулировать не удавалось. Мысль будто все время ускользала прямо из-под носа. Одна простая, очевидная мысль, с которой крайне не хотелось мириться и признавать. А, нашла. Сакура аккуратно перешагнула крупную засохшую ветку, наполовину покрытую свежим колючим мхом, и нагнулась, что-то выискивая под ней. Акасуна с интересом приблизился, дабы внимательнее рассмотреть находку кукол Найча. Из-под толстой коры торчил вьющийся тонкий стебель, слегка помятый ветром, от которого прорастали яркие лиловые лепестки. Когда девушка уже потянулась, чтобы аккуратно срезать растение кунаем, кукловод с явным сомнением в лице вскинул бровь и насмешливо проговорил, «Ты уверена, что именно этот цветок тебе нужен? Ну да, я прекрасно знаю местное растение. И ты планируешь использовать его для съедобных пилюль? Есть какая-то проблема?» Насмешливые ядовитые нотки в голосе собеседника уже начали порядком раздражать девушку. «Просто если ты сделаешь из этого пилюли, первый же, кто их съест, умрет в судорогах примерно за три минуты». Голос звучал чрезмерно уверенно. «Я лучший медик в Канохе прекрасно знаю здешнее растение. Этот цветок совершенно безвреден, и, напротив, даже полезен». Твердо проговорила девушка, однако все же не спешила наклониться ближе к дикому растению. Акасуна аккуратно, но при этом слегка неуклюже, перешагнул через массивное бревноловко маневрировать неказистым человеческим телом все еще удавалось с большим трудом. Парень усталым селся на ветхую кору, внимательнее присматриваясь к загадочному вьющемуся растению, нет, сомнений быть не может. Эта канит его даже касаться голыми руками опасно. «Впервые слышу». С недовием протянул Акуна Ичи. В ей голове уже закралось подозрение о том, что отступник зачем-то пытался ее обхитрить. Конечно, оправданных мотивов у него нет, однако разумно рассуждать о точке зрения жестокого убийцы как минимум нецелесообразно трудно представить, что на самом деле творится у него в голове. Я догадываюсь, с каким растением ты его спутала. Действительно, есть лечебная трава, очень на него похожая. Однако канит больше распространен в краях страны ветра, и его легко отличить по пупырчатой обратной стороне листьев. Если честно, я тоже весьма удивлен, что он смог прорасти в этих климатических условиях. Сакура с недовием не касаясь, оглядела листья цветка, и правда, весьма странная поверхность. Можешь коснуться его и проверить, если не веришь мне. С насмешкой начал кукловод, умрешь минут через пять, если очень повезет. В ответ на грубый подкол Сакура вновь недовольно вскинула бровь, однако, все же немного разочаровавшись в собственном профессионализме, устало села на сухую древесину рядом с парнем, а ты только и рад будешь. Считай, закончишь начатое. Сасари стало будто некомфортно сидеть на месте, он непроизвольно повел плечами и потупил взгляд, я не хотел тебя убивать тогда. Неужели? Сакура нагромно усмехнулась, однако, лицо Шиноби напротив совершенно не изменилось. Казалось, будто с него стерли все эмоции, будто он на несколько мгновений вновь стал марионеткой. Поэтому отравил меня? Сасари все это время рассеян смотрел куда-то перед собой, будто не решаясь поднять взгляд. Краем глаза заметив излишне оживленные движения слева от себя, он все же повернулся и сразу поймал на себе вопросительный взгляд широко раскрытых ярко-зеленых глаз. Все же не дождавшись пояснения столь неожиданного заявления, Сакура резко поднялась с твердой древесной поверхности, отряхнулась и неспешно направилась вперед. Когда Кунаичи наконец услышала, что парень сзади тоже начал вставать, она неловко обернулась и тихо произнесла «Я тоже запуталась». В темных стеклянных глазах будто на мгновение сверкнула искра. Сасари устремил внимательно изучающий взгляд прямо на девушку. Так, что в этом взгляде без труда можно было различить отражения лучей солнца, пробивающихся сквозь тенистой кроны. Сакура вновь развернулась спиной к своему собеседнику и неспешно прошла чуть вперед, успев по пути срезать несколько молодых ростков колючего целебного растения, когда марионеточник вновь нагнал «Я». Он подошел совсем близко и наконец озвучил вопрос, который несколько минут назад не решился задать сразу, что значит запуталась? Ничего. Сакура очевидно не хотела отвечать и уже мысленно ругала себя за то, что ненароком поддалась эмоциям и сказала лишнего. Знаешь, что такое искусство, Сакура? Прозвучало совершенно не к месту, однако лицо кукловода стало совершенно серьезным, будто этот странный вопрос был сейчас невероятно важен. Кунаичи усмехнулась, вечность, правильно? Вечная красота, вечное чувство. То, что живет и никогда не умирает, несмотря на обстоятельства. Знаешь, что я вижу сейчас перед собой? Искусство. Оно выражается в одной совершенно небольшой и незначительной, на первый взгляд, детали, марионеточник будто понимал, что уже перешел черту дозволенного, поэтому на одном дыхании говорил все, что до этого не решался озвучить, эта деталь заключается в твоих глазах. Сначала я думал, что мне мерещится, что это все игра глупого человеческого воображения, однако сейчас я понял я все же обязан спросить и удостовериться, что все твое существо есть действительно искусство. Спросить. Вопрос простый, Сакура, но изволь ответить честно. С того дня, когда ты убила меня, как скоро ты забыла меня, мое искусство? Как скоро ты перестала думать о нем, переключила внимание на другого на другое? Девушка не до конца поняла, чего от нее хочет отступник, однако отвечать не торопилась. Она будто сама боялась собственных мыслей. Ответь, я ненавижу ждать. Я не забывала. Никогда. Сорвалось языка. Сакура невероятно хотела соврать, однако теперь, когда главный герой ночных кошмаров стоял напротив и требовательно сверлил взглядом, сказать ложь просто не удалось. Ответ прозвучал сам, прежде, чем она успела подумать. Сасари подошел ближе и едва заметно улыбнулся. Искусство это вечная красота, вечное чувство, которое соединяется в тебе. Мой глупый напарник уже очень давно нашел свое искусство, теперь я наконец-то тоже нашел свое. Он едва ощутимо коснулся плеча девушки, не сокращая при этом расстояние между ними. Сакура невольно подалась вперед. Почему, что происходит? Она в одно мгновение забыла все свои прежние переживания и угрызения совести. Забыла об обещании, данном себе ни за что, ни при каких обстоятельствах не поддаваться глупым детским чувствам. В один яркий, секундный миг сознание захватило это одно лишь чистое безумие, которому она впервые в жизни отказалась сопротивляться. Сасари был совсем близко, слишком близко. Но отступать и убегать больше не хотелось, хотелось лишь раствориться только в этом моменте. Он прикоснулся к ее мягким волосам, наслаждаясь одним этим прикосновением, и аккуратно, словно бы обращаясь с хрупкой марионеткой, которая от любого касания может разбиться, притянул ближе и поцеловал я. Этот абсолютно внезапный поцелуй продлился совсем недолго. Несколько мгновений. Однако в минуту этого мимолетного безумия какое-то долгожданное тепло разлилось по всему телу девушки, она не хотела отрываться, не хотела вспоминать о жизни за пределами этого мгновения, однако внутренняя ответственность все же заставила ее сделать это. Руки покрыли мурашки и по телу все еще бежала мелкая дрожь. Она в последний раз с некоторой грустью взглянула в холодные глаза напротив, окаймленные густыми рыжими ресницами, и тихо проговорила, это я да, я знаю, этого не было. Твердый с понимающей улыбкой на лице проговорил кукловод, однако, несмотря на легкость, с которой были произнесены эти слова, в его глазах девушка видела ту же самую невыразимую печаль, что и в ее собственных. Они прошли дальше в лес. Первые несколько минут из головы не выходил этот разговор, этот глупый момент, из-за которого в воздухе нависла мучительная неловкость. Все чувства смешались, было одновременно радостно, обидно, стыдно. Сакура аккуратно и с особой внимательностью собирала нужные растения, а Акасана лишь иногда подсказывал ей, находясь чуть поодаль, на расстоянии нескольких метров, несмотря на то, что в этих подсказках Кунаичи не нуждалась. Теперь в их разговоре не было никаких двусмысленных намеков или едких шуток, вместо этого они общались как-то по особенному теплу, больше не переходя при этом границы разумного. Это действительно странное чувство спустя от силы минут 10 вся неловкость прошла, будто шинаги боялись озвучить факт того, что жизнь уже все переиграла по-своему, и теперь им приходится мириться с реальными обстоятельствами, в которых этого поцелуя быть не должно было, как и их особо теплых взаимоотношений в целом. Казалось, что для всех будет проще, если они оба закопают чувства куда-нибудь глубоко в душу, а ставят в мимолетных туманных воспоминаниях о прошлом. Девушка бегло прокручивала в голове весь разговор, которую ненароком упомянул Сасари. Недолго подумав, она все же решилась поинтересоваться, ты сказал, что твой напарник уже нашел настоящее искусство у подоровника, что, действительно есть девушка? Она старалась произнести это максимально легко и невзначай, чтобы кукловод не подумал, что Сакура хочет поднять вопросы об их собственных взаимоотношениях. Хуже судя по всему, Сасари в ей словах не нашел ничего двусмысленного, а лишь переключился на забавный разговор их товарищах. Акасана не меньше Сакура хотел сейчас перевести русло разговора на более непринужденную тему. Спустя мгновение он все же не удержался и с ядовитой улыбкой добавил. Парень. Правда? Кунаичи, обожающий сплетни и милые истории о чьих-то отношениях, заметно оживилась и всем своим видом изъявила желание узнать все подробности весьма интересных отношений. Кто этот счастливчик? Итачи. Произнеса имя приятеля, Сасаре резко выдохнул, осозяв, что это было лишнее. Итачи стоп, что? Итачи учиха? Девушка широко раскрыла заблестевшие ярким огоньком глаза и взбудораженно отложила сумку с собранными растениями в сторону, устремляя любопытный взгляд на собеседника. Да. Нехотя проговорил он. А Саски знает. Невероятно. Я даже не заметила, что между ними что-то есть. Судя по всему, Итачи не хочет говорить Саски, не знаю, стесняется как будто чего-то. Сасаре усмехнулся собственным мыслям и будто невзначай пробубнил. Хотя в убежище по ночам орать они никогда не стеснялись. Господи, я даже рад, что умер, хотя бы эту садомию слушать постоянно перестал. Сакура звонко рассмеялась, а затем ладонью виноват и прикрыл рот, а ведь Саски ночевал с ними сегодня, не думаю, что они трахались при нем, шутливо отозвался кукловод, кстати, на всякий случай не рассказывай своему оленю обо всем этом, а то неправильно как-то получается, что я вам все разболтал. Все-таки Дейдар мне не чужой человек, хоть я его и презираю. Последняя фраза далась парню с явным трудом. Сакура с готовностью кивнула, сдержав в себе инстинктивный порыв настучать собеседнику по голове за очередное оскорбление мужа. Во всяком случае у нее теперь тоже есть, что скрывать от Саски, за что девушку изнутри настойчиво пожирала гнетущая совесть. Спустя несколько минут она уже вновь исследовала кору упавшего широкого дерева в поисках лечебного аналога Аканита, параллельно с неподдельным интересом слушая истории Сасаря о том, как им несколько лет приходилось терпеть двух эмоционально нестабильных геев в одном помещении. Первый год после того, как этот отбитый вступил в Акацуки, они просто ненавидели друг друга и тяпались постоянно, как кошка с собакой. Был один случай, когда в шесть утра он подорвал половину убежища, потому что этот шарингонистый ублюдок меня выбесил. Невероятно, после таких историй начинаешь сочувствовать преступникам рассмеялась Сакура, не отрываясь от своего занятия. Мда, потом нам с Кисами этот цирк надоел, поэтому мы просто ушли на миссию и оставили их одних в убежище на два дня с тремя бутылками Саки наедине. Конечно, ни один из этих двух придурков не удосужился нам ничего рассказать, однако все стало совершенно очевидно, когда Кисами пришел ко мне поздно вечером со словами, Итачи попросил освободить комнату на одну ночь и идти переночевать к тебе. Сказал, что тут точно будет одно свободное место, а не такие милые на самом деле, хихикнула Сакура. В ходе оживленного разговора Шиноби не заметили подошедшего к ним со спинную чиху, тот лишь ненароком наступил на треснувшую сухую ветку, после чего остановился и проговорил, кто милые. Сакура вздрогнула и резко обернулась. В голове в один момент прокрутилось множество мыслей, а она не могла найти, за какую уцепиться. Однако Сасарь вовремя успел выкрутиться, ты и твой голубоглазый дружок. Мы все видим, как вы подмигиваете друг другу. Ядовитый съязвил Акасана. Лицо Саски исказил гримас отвращения, очень смешно. Вас там уже потеряли, Сакура, ты все собрала? Да почти. Растерянно кивнула девушка. Значит, пойдем к остальным. Пока Акасана поднимался с насиженного места, а Саски развернулся и начал медленно удаляться в сторону лагеря, девушка с очевидной печалью в лице смотрела ему вслед. От ее взгляда не ускользнуло искривившееся лицо мужа в тот момент, когда марионеточник ненароком пошутил про нетрадиционные отношения. Теперь Кунаичи действительно всерьез задумалась о судьбе своей семьи. Она, конечно, не доверяла Итачи, но просто по-человечески стала его очень хорошо понимать. Нельзя же ему всегда скрывать от Саски свои отношения подумала Сакура про себя, а затем задумчиво усмехнулась этой глупой промелькнувшей мысли. Хотя, я ведь тоже застряла в этом замкнутом кругу лжи. Теперь она действительно запуталась. Саски отсутствовал довольно продолжительное время, добраться пешком до Чащи, в которую в поисках растений изобрела Сакура, был задачкой не из простых. Однако в то время, пока он отлучился на поиски жены, долгожданный обед был уже готов, а разговор среди бывших рядом не было старшего у Чихи, практически все чувствовали себя как-то более расслабленно и раскованно. Не ври, Дейдара, я помню, как ты на спор выпил залпом бутылку Саки. Кричал Кисами, в то время как Наруто, сидевший рядом, подавился рыбой от смеха. Кисами теперь оставался единственным голодным человеком в этой порядком повеселевшую компанию есть рыбу Мечник принципиально натрез отказался, несмотря на то, что ей аппетитный аромат распространился уже на километр в округе и вызывал еще большее чувство голода. Боже, не напоминаю, это было ужасно протянул Итачей, который, подхватывая всеобщие задорные настроения, невольно стал активным участником ностальгической беседы, в которой Шин обеделились самыми веселыми и несуразными историями со времен службы. Вам вот всем было смешно, а я потом это тело до комнаты на себе тащил. Ага, только до своей хм. Награна обиженно вступился Дейдар, откусывая сочный кусочек горячего мяса. Сарада тоже звонко рассмеялась. Баруто, внимательно тем временем изучающий отступников, подошел ближе к Дейдаре и решился озвучить вопрос, который с самой первой их встречи с восставшими не покидал его, слушай, а вот эти рты да, вот эти, которые ты прячешь. Они функциональные. Зачем это вообще? Я вот сейчас смотрю ты имениешь. Итачи брезгливо скривился, в то время как подрывник еще громче рассмеялся, однако детское любопытство все же удовлетворил, это всего лишь мой улучшенный геном. Смотри, он говорил с каким-то особым энтузиазмом, ведь нечасто кто-то абсолютно на полном серьезе пытался узнать, как работает его искусство, моя слюна содержит особый компонент, генерируемый стихией Земли. И когда через этот компонент пропускается глина, получается подрывник выдержал театральную паузу. Получается бум. Барут от неожиданности вздрогнул и отскочил на несколько шагов, Наруто лишь добавил, мда однажды от этого чуть вся деревня песка с лицезем или не стерлась, дать тебе я. А в жизни, то есть вне боя, ты ими когда-нибудь пользуешься, Дейдара Синпэй. Наивно поинтересовалась Сарада, широко распахивая большие черные глаза. Дейдару передернуло от неприятных воспоминаний, едва он услышал приставку Синпэй к собственному имени. Однако он проигнорировал это неприятно грызущее чувство ностальгии и лишь отшутился, для меня вся жизнь есть искусство. А про бытовые функции моего генома ты у своего дядюшки спроси, Хэн. Дейдара, прекрати. Учиха закашлялся. Наблюдая постоянные взаимные подколы Тачи и Дейдары, младшая Учиха не могла не заметить их очевидную взаимную привязанность. Несмотря на постоянные стычки, эти двое по-настоящему светились только тогда, когда были рядом друг с другом. Девушка мысленно восхитилась этой невидимой связью, которая намертво связывала обоих, искренне широко улыбнулась, а затем произнесла, дядя Тачи, можно вопрос? Только приличный, Сарада, не слушай этого идиота. А как вы с Дейдарой начали встречаться? Не заметив поначалу ничего необычного в по-детски наивном интересе племянницы, Учиха уже мысленно приготовился рассказать одно из немногих совершенно глупых, но любимых его воспоминаний. Однако его отвлек резкий кашель по другую сторону от дотлевавшего костра. Кисами глухо и не в полную силу бил по спине подавившегося от неожиданности Хакаги. Наруто задыхался одновременно от удивления, смеха застрявшие в горле рыбьи косточки. Взглянув на Узумаки, Итачи сразу понял, что в отсутствии младшего брата он совсем забыл даже о минимальной конспирации, как, впрочем, и его племянница. Подобная неосторожность была крайне необычной для Учих, однако ее можно было понять они настолько зациклились на том, чтобы шифроваться перед Саски, что совсем забыли об остальных участниках команды. Впрочем, реакция младшего брата для Итачи была страшнее он вполне спокойно мог рассказать о своих предпочтениях, если, конечно, поступит прямой вопрос. Когда Узумаки наконец откашлялся, он смог лишь выговорить, Чтопс то? Ой, то он есть Итачи ты. Наруто все еще задыхался, но теперь, когда он мысленно обработал ситуацию до конца и пришел к логичному выводу, отдышаться не получалось именно из-за смеха. Быть не может, еще-еще и с подровняком, Господи Кисами, который уже порядком устал успокаивать бурную реакцию Узумаки, иронично усмехнулся, хвостатый, успокойся уже, мы тут все в шоке. А вы тоже не знали, дайте бы я. Наконец пришел в себя Наруто. Мы знали, мы по факту в шоке. Митсуки тихо присвистнул, история приобретает все новые весьма интересные обороты. Наруто успокойся, пожалуйста. И могу я тебя попросить не рассказывать об этом в моменте Саски. Осторожно, протянул Итачи. А Саски не в курсе. Ну конечно же нет, хм. Возмутился Дейдара. Гений клана боится рассказывать младшему брату, что он любит мальчиков, попробуй придумать ситуацию еще абсурднее. Наруто широко улыбнулся, однако в этот раз без усмешки проговорил, не скажу. Но, Итачи, ты же понимаешь, что однажды все равно его придется посвятить в эту тему? Понимаю. И чем раньше ты это сделаешь, тем легче тебе будет. Учхареш отрывисто кивнул. Наблюдая за реакцией блондина, он еще раз для себя убедился, что его предпочтения могут вызвать действительно неоднозначную реакцию. И все же, продолжал мужчина, расскажешь, как так вышло? Не знаю, начал Итачи, понимая, что более скрывать уже нечего, просто мой придурочный был, пожалуй, единственным человеком, помимо младшего брата, ради которого я продолжал жить. Честно скажу, порой его глупые приколы просто ужасно и невыносимые, но без этого человека я не чувствую себя собой. На лице сидевшего рядом Дейдара проскочила едва заметная удовлетворенная ухмылка, в общем, после того, как последний участник вступил в Акацуки. Нас известили о расположении общего убежища, где мы все имели возможность иногда отдыхать или заниматься своими делами вне работы, ведь постоянного дома ни у кого из нас не было. Первое время, из-за постоянных криков и гулянок некоторых участников организации, находиться там было просто невозможно. Знаешь, как сильно ты меня раздражал временами? Учхо повернулся к подровняку. Взаимно, хм. Да, так вот, мы часто ссорились, иногда доходило до того, что я ненароком прибегал к использованию глаз или, бывало, физической силой. Он будто всегда специально пытался вывести меня на нервы, иногда даже переходя все возможные границы. Спустя где-то три года после того, как Дейдара присоединился к нам три года, округ грел глаза Наруто. Три года вы просто собачились? Да, это был какой-то кошмар, поэтому мы с Итачи Саном часто избегали лишний раз посещать общее убежище. Вздохнул мечник. В общем, в один день кисами отправили на одиночную миссию, что бывало крайне редко. Я тогда был ужасно вымотан после тяжелого и продолжительного боя, поэтому выбора, кроме как переждать несколько дней в убежище, просто не оставалось. Вечером я вышел на кухню, у нас там была такая небольшая, плохо освещаемая кухня, куда была направлена подача чистой питьевой воды. Я вышел из комнаты за водой, потому что чувствовал себя просто отвратительно. Так сложилось, что Дейдара тоже в эту кухню завалился после тренировки с ужасным сушняком. Где, кстати, был Сосари? У них с Кокозой тогда шла холодная война за тело какого-то неимоверно сильного шиноби. Один хотел продать, другой присвоить в коллекцию. Вот Данна и ушел, чтобы этого мужика перехватить, хм. Ясно, я даже не помню уже. И в тот вечер мы на удивление долго засиделись на кухне, разговорились даже, хоть в конечном счете во мнениях не сошлись. Потом, утром только, поняли, что мы вообще одни в убежище находимся. Пару раз поругались, нехоти помирились, Дейдар спросил меня, почему я всегда обижаюсь, когда он про Саски шутит. Оказалось, этот придурок думал, что я наоборот такие шутки поддерживаю в свете известных всем обстоятельств. Я сказал, что это не так. В итоге, ненароком и о личном заговорили. Знаете, так бывает. Вроде всегда думал, что вот конкретно с этим человеком у вас точно никогда отношения не наладятся, а потом происходит какая-нибудь глупая случайность, ненароком столкнетесь, поговорите и понимаете, что человек-то этот на самом деле вам действительно невероятно интересен. Просто до этого ситуации никогда не складывалось так, чтобы вы могли друг друга лучше узнать, поэтому всегда судили лишь по поверхностным впечатлениям. Мы тогда еще выпили. Усмехнулся подрывник. Да, я в целом не пью, но в тот день этот временный отпуск и спокойная атмосфера в убежище в целом как-то располагали. И, когда сидели на кухне, так разговор зашел, он мне рассказал, что женщин вообще не любят в романтическом плане, вот от слова совсем. Так спокойно и без стеснений рассказал, что меня это тогда очень поразило. Я до этого и не задумывался никогда обо всем этом, но я-то ведь и к дамам прекрасно отношусь, поэтому мне и в голову не пришло Боже, Итачи, как ты долго тянешь. Не выдержал Дейдара и, закрыв уши сидящие рядом с Эрадой, тихо, так, чтобы только старшая часть коллектива могла услышать, проговорил. В тот же вечер мы уже перешли на новый уровень, а именно уровень столешницы на кухне-убежище. Кисоми скривился, вы не рассказывали и про кухню. Ужас, мы же там еще два года жили, румянец залил щеки Наруто, однако он с нескрываемым удовольствием наблюдал, с какой особенной теплотой, одновременно, смущением, вспоминает Итачи эту историю. Жестокий отступник впервые открывался с этой стороны, и за этим было невероятно и интересно наблюдать. Потом я уже смог признать для себя, что не представляю собственную жизнь без этого человека. Он постоянно вытаскивал меня из тьмы, которая непременно пожирает душу. Всех в Акацуке пожирала тьма, но другой вопрос в том, как каждому из нас с ней удавалось справляться. За два года я прослушал тысячу и одну историю про Саски, хм. Недовольно пожаловался блондин. Я около миллиона речей про искусство. Добавил Итачи с едва заметной улыбкой. Наконец минутная бледность, вызванная резким раскрытием секретов, сошла с его лица, и Учиха вновь почувствовал себя спокойно. Так спокойно и гармонично, будто в кругу семьи. Рассказ, конечно, давался ему с трудом, однако по окончанию его Итачи почему-то ужасно захотелось обнять сидящего рядом парня. Будто он вновь пропустил через себя все эти эмоции, поддержку и свет, который привносил в его однообразное существование энергичный подрывник. Свет, который всегда был рядом. Итачи посидел с минуту, однако все же не выдержал. Он бегло огляделся по сторонам, а затем аккуратно положил руку на тонкие плечи Дейдары, осторожно, но настойчиво притягивая его к себе. Тот, на удивление, не огрызнулся, а лишь незаметно для остальных поддался. Наруто, который до этого слабо мог представить, как холодный и всегда собранный Итачи, всегда наводивший ужас на шинобе, скромно обнимает эксцентричного блондина, невольно расплылся в улыбке и умилении. Ни для кого не было секретом, что Хакаги один из самых понимающих и сочувствующих людей. Поэтому, очевидно, что он лишь с восхищением наблюдал эту картину, понимая теперь, как выглядит Итачи в те редкие моменты, когда он по-настоящему счастлив. «Знаешь, что я заметил, Баруто?» шепнул Мицуки другу. «Что же?» Младший Узумаки отлегся от весьма интересной сцены, за которой безотрывно наблюдал все это время. У каждого Учихи есть свой сумасшедший блондинчик, которого они ненавидят. Но на деле всегда оказывается, что между ними есть особая связь, которая, конечно, может проявляться по-разному, но она, без сомнений, невероятно крепкая. Змей взглядом указал на Сараду, который тоже с легкой улыбкой и неподдельным интересом слушал рассказ дяди. «Ой, прекрати, Мицуки!» отмахнулся Баруто. Однако он, конечно, не сказал, что минуты ранее пришел к абсолютно такому же выводу у себя в голове. Не прошло пяти минут, как в нескольких шагах от лагеря показались Сакура, Саски и Сасари. На протяжении практически всего пути они не произнесли ни слова, что невероятно действовало на нервы девушки, поэтому она с облегчением выдохнула, когда где-то впереди наконец начали различаться звуки оживленной беседы. Когда Кунаичи закончила приготовление своих фирменных пилюль Шиноби, что заняло у нее не больше четверти часа, Кисми наконец смог насладиться долгожданным перекусом. Время пролетело совсем незаметно, члены отряда в основном общались на более отстраненные темы, хотя иногда Итачи все же неловко ловил на себе многозначительные ободряющие взгляды Наруто. Предлагаю заканчивать с отдыхом, наконец проговорил Саски, когда все Шиноби закончили свой обед, иначе Дару Чимару только к позднему вечеру доберемся, а я не горю желанием там ночевать. Спустя некоторое время наконец начались всеобщие сборы, до убежища, оставалось пройти чуть вне половины пути и все мысленно готовились к последнему рывку этого бесконечного путешествия. Предлагаю изменить построение, начал Дейдара, когда Шиноби уже поднимались со своих мест у костра и укладывали по немногочисленным сумкам разложенные всюду снаряжение, сколько нам еще идти, хм. Часов пять-шесть. Отозвался Мицуки. Тем более. Шесть часов пешком рядом с Саски, почему я один должен страдать? Учиха в ответ огрызнулся, я тоже не в восторге, но это не повод срывать изначальный план. Мы, первую очередь, Шиноби. Однако Сарада, едва услышав просьбу подоровника, быстро подбежала к Хакаге, не желая больше слушать, как отец ссорится с Дейдарой, проговорила, могу я поменяться местами с папой. Девушка одна из немногих замечала, как всегда холодное лицо скупованной эмоцией Тачи меняется не в лучшую сторону, когда он в очередной раз становится свидетелем этих перепалок. Нынешняя обстановка и без того действует всем на нервы, а для дяди, который явно не планировал знакомить двух самых главных в его жизни людей, наблюдать то, как они открыто не переносят компанию друг друга, было, очевидно, крайне обидно, хоть и вполне ожидаемо. Сарада уже достаточно пообщалась с новым родственником, Дая, к тому же, ей тоже хотелось немного сменить обстановку в отряде. Если никто не против, то можешь меняться, дать тебе пыя. С энтузиазмом кивнул Наруто, одним взглядом поощряя младшую очхозата, что она вовремя разрешила готовящийся конфликт. Итачи тоже едва заметно улыбнулся и подружески погладил племянницу по макушке, когда все уже занимали место для формирования и построения. Дальнейший путь проходил довольно спокойно и с большей легкостью, теперь, когда опаляющее солнце отступило за облака, а все шиноби восстановили собственные силы, идти стало заметно легче. К вечеру даже дышалось свободнее, с каждым часом пребывания в многолюдной и довольно разношерстной компании обстановка все менее нагнетала, особенно после некоторых излишних откровений, прозвучавших во время привала. «Знаешь, брат, а ведь теперь ты в действительности можешь понять меня!» улыбнулся Итачи. «О чем ты?» поднял взгляд мужчина, удивляясь тому, что старший брат вновь добровольно поднимает спорную тему прошлого. «У тебя есть человек, ради которого ты бы отдал жизнь, я прав?» «Даже если весь мир будет против, ты ведь будешь защищать свою дочь». «Наблюдая за этим я все яснее осознаю свою ошибку ты, как и все учихи, никогда не нуждался в объекте ненависти». «Чтобы стать сильнее, мы нуждаемся в любви, только это может раскрыть истинный потенциал силы клана и увести эту силу в правильное русло». Саски немного неловко потупил взгляд, «Ты прав». «Я тоже понял это еще после войны, рядом с Наруто». Понимая, что сейчас стоит наконец расставить все точки на Дай, Итачи коснулся его плеча, мысленно умиляясь тому, что младший брат теперь на пол головы выше, чем он сам и продолжил, «И я хочу быть со своей семьей», он в какой-то степени иронично усмехнулся собственным словам, «Если эта техника не окажется паразитирующей, я постараюсь сделать все, чтобы остаться рядом». «Конечно, надо будет уладить пару вопросов, но, надеюсь, мы с этим справимся». Я понял, о чем сегодня говорила племянница. Хоть это трудно признавать, но пора наконец перестать бежать. Еще один дорогой человек много лет назад сказал, что мне стоит чуть больше думать о себе. Что ж, сейчас как раз идеальный момент, чтобы прислушаться к собственным желаниям. Война отступила, возможно, нам найдется место в этом мире. Разве стоило отдавать себя этому миру ради его спасения? Итачи, как жаль, что ты не понял этого раньше». Упрекнул его Саске, хотя, несмотря на то, что голос мужчины был переполнен детской обидой, на его лице засияла облегченная улыбка. Эта смущенная улыбка так прекрасна, когда она искренним светом озаряет лица очах, пусть это и случается крайне редко. Стоило. Зато теперь посмотри, он мельком обернулся на идущих позади, у тебя прекрасная семья. У тебя есть люди, которые заменили все, что мне пришлось забрать. И это сейчас главный огонь вновь загорелся в детях, которые не повторят наших ошибок. А мы лишь можем попробовать продолжать жить и поддерживать их. Саски, мне еще много чего предстоит тебе рассказать, если судьба разрешит нам остаться глаза Саски заинтригован и засветились он слишком долго ждал настоящего откровенного разговора со старшим братом, без секретов и увиливаний. Хотя Итачи «Пожалуй, о самом интересном поговорим попозже. А сейчас лучше расскажи, как там дело в деревне?» Тем временем за спинами у Чих тоже развивалась активная беседа, тогда на тебе все разболтал, хм. Шиноби общались громким полушепотом, дабы не привлечь внимания идущих впереди мужчин к весьма интересной теме их разговора. «Да», кивнула Сакура так вышло. «Но я думаю, что вы прекрасно просмотритесь вместе» Она ожидала более буйной реакции от блондина, когда случайно проговорилась о том, что хочет попробовать заранее поговорить с мужем, чтобы морально подготовить его к интересной новости, которую все равно рано или поздно придется рассказать. Однако Дейдар лишь усмехнулся, не делая такое виноватое лицо. «Мне плевать, кто, что знает. Я молчу только потому, что Итачи боится рассказывать. Но все равно, если я устану прятаться по углам, он меня не остановит, хм. Не обманывай, Дейдар и Семпай. Ты ведь все равно сделаешь так, как он просит», примирительно проговорила Сарада, «Ну не подумай, я имею в виду, что вы настолько дрожите друг другом, что хоть и ссоритесь, а все равно делаете так, как надо. Все мы уже давно это заметили. Хотя, я все равно не до конца понимаю, почему вам так сложно вежлив общаться друг с другом, как это делают все нормальные парочки подрывник резко посерьез нелооценивающе заглянул в глаза девушки, чуть ближе наклоняясь к ней, не понимаешь, значит, то есть ты совсем не замечаешь, что ведешь себя абсолютно точно так же, хм. В каком смысле? От внезапно строгого взгляда Сарада поморщилась и постаралась побыстрее отвести глаза. А вот с тем блондинчиком, который идет впереди всех, действительно ли вы друг друга ненавидите. Ты тоже постоянно упрекаешь его, хотя, когда ты только что рассказывала про вашу миссию, твое лицо менялось, это же очевидно. Подумай как следует, почему он тебя так раздражает, хм. Я тебе подскажу, ты очень похожа на своего дядю. Это, пожалуй, даже к лучшему он был великим Шиноби. И мы оба прекрасно понимаем, что действия зачастую важнее глупых слов. За спиной Итачи подрывник говорил о нем совершенно иначе, нежели когда они общались все вместе. Сакура сзади тихо рассмеялась, а ведь и Наруто с Саски такие же были. Действительно, это семейное. Учих в крови заложено быть гордыми и заносчивыми, продолжал Дейдара, я это давно понял. Их ужасно трудно разговорить, зато, если однажды Учих привяжется, его потом уже не отлепишь, как не старайся. Но ведь я больше не могу творить свое искусство без этого придурка. Замкнутый круг получается. Блондин устал и закатил глаза. Почему ты не можешь творить без дяди? Разве это как-то связано? Не желая копаться в себе, Сарада старалась игнорировать догадки собеседника по поводу ее настоящего отношения к Узумаке, поэтому решила, что будет проще перевести тему. Вдохновение. Оно часто приходит для меня в момент искренной радости за близкого человека. В момент наслаждения не своим, а его счастьем. Господи, как страшно это признавать. Когда ты находишься рядом и видишь, как проявляется едва заметный блеск в глазах, в которых обычно нет ничего, кроме боли. Это может быть вызвано чем угодно накорми его данного, и сразу увидишь. Во времена существования Акацуки нам обоим было часто невыносимо тяжело, даже слишком, поэтому любая такая мелочь доставляла хоть какой-то покой. Именно искреннее, сильное чувство рождает этот эмоциональный всплеск, создающий желание творить искусство. Но это лишь один из факторов, Дейдара взглядом указал на напарника, бывает, многие шедевры рождаются из боли. Ой, заткнись! Прошипел Сасари. Судя по тому, что дядя рассказывал, как вы три года воевали, тебя и боль не обходила стороной. Добавила Сарада. В ответ блондин лишь еще раз окинул взглядом широкие плечи впереди, а затем все же нагренно обиженно проговорил, а правда, в эти три года я вообще не думал про него, будто у меня других приоритетов нет. Ты слишком узко мыслишь, Сарада боль может быть вызвана не только стычками сучхой, хм. Три года? Не удержалась Сакура. Почти десять лет, как тебе такое. Саски Динамил тебе десять лет. Дейдар наконец вновь рассмеялся. Надеюсь, хоть не зря ты это терпела? Не зря смущенно улыбнулась Сакура, и, немного подумав, снова обратилась к подоровнику, когда ты ведешь себя серьезнее, у нас оказывается на удивление больше общего, чем я предполагала. Тот многозначительно усмехнулся, считай, мы с тобой коллеги Сакура, верно? Надо будет как-нибудь выпить, когда все это уляжется, хм. Думаю, нам с тобой есть, что обсудить не при детях. Это точно, с едкой хитрой улыбкой подал голос Акасана, Дейдар помнишь, как ты пьяный завалился ко мне в мастерскую целоваться? Сарада тоже смущенно хихикнула, заметив, как подрывник всполошился и жестами начал активно показывать своему напарнику, чтобы тот быстро заткнулся, параллельно указывая на то, что Итачи идет всего лишь на несколько метров впереди. Однако реплика Сасаря и последовавшие за ней немая паузой не ускользнули от чуткого слуха у чихи. Мне послышалось? Итачи вскинул бровь и снял с головы широкий капюшон длинного плаща, оборачиваясь на разговорившуюся компанию. В ответ Дейдара решил действовать по своей стандартной схеме лучше нападения, чем защита. Это было давно, на спор и вообще неправда. А вы чего следи за Дорогой, а не меня рассматривай, хм. А я с кем спорили? Будто невзначай поинтересовался Итачи, когда его брат действительно отвлекся на Наруто, чтобы спросить, сколько времени осталось идти. С кисами. Нехоти выдал товарища Дейдара. Хорошо, прямо к сведению. Холодно ответил Брюнит, решив оставить серьезный разговор на потом. Сакура тем временем обиженно потупила взгляд, в отличие от остальных прекрасно понимая, что всю эту сцену марионеточник разыграл не просто так. Значит, просто так забыть толщикотливую ситуацию все же не получится. Внутри девушки все последующее время боролось желание отчитать Сасаря за его постоянные напоминания и упреки в сторону Саски, или все же пытаться игнорировать до последнего. Вся сложность состояла в том, что выбор здесь вполне очевиден поговорить наконец с кукловодом и навсегда перечеркнуть всю эту историю. Однако какой-то внутренний барьер мешает ей просто взять и разорвать все их связи, выкинуть из головы все воспоминания, включая этот странный поцелуй. Этот барьер где-то глубоко в душе ломает даже невероятно сильную внутреннюю решимость Сакуры, заставляя ей в конечном итоге винить во всем себя, при этом не принимая активных действий, чтобы наконец разрешить всю эту спорную ситуацию. Последняя треть пути прошла еще более спокойно большую часть времени Шинобетиха обсуждали совершенно отстраненные темы, рассказывали о современных технологиях и изменениях в мире за прошедшие десять лет, а тему войны и прошлого тактично старались не затрагивать. С каждым часом все более вечерело, небо становилось серым, и природа вокруг затихала, заглушаемая вечерним полумраком. Какой-то отрезок пути шли даже молча, все обрабатывали случившиеся во времени долгого привала события и всю свалившуюся на них новую информацию. Наруто начал еще больше переживать за Саски насколько долго Итачи собирался молчать. И вообще, смогут ли оставшие Шиноби остаться в мире живых? Для лучшего друга потерять брата в третий раз будет равнозначен в спарывании свежих ран, которые они все вместе крайне долго пытались зашить. Однако все это как-то неправильно, преступники, погибшие много лет назад, Шиноби. Даже если смогут уладить вопрос об их дальнейшем существовании будет крайне сложно и слишком много преступлений лежит на плечах членов Акацуки, а их внезапная интеграция в гражданскую жизнь может повлечь за собой значительный общественный резонанс. Время пролетело довольно быстро, отряд был уже на подступах к территории, над которой властвовал один из страшнейших Шиноби своего времени. Большинство членов специфичной команды всю дорогу шли в плащах, закрывающих лица, дабы избежать ненужных им столкновений или ненароком не шокировать случайных встречных путников, которым могут быть известны личности знаменитых преступников. Кроме того, самым узнаваемым было, конечно, лицо сопровождающего их Акаги, чье нахождение на окраинах деревни вызвало бы немало ненужных вопросов. Когда команда находилась уже в километре от замаскированного поднепримечательную пещеру входа в убежище, Итачи вновь снял надоедливый капюшон, длинная плотная ткань которого то и дело закрывала единственно зрячий глаз, что значительно осложняло движение. Шиноби подобрались уже почти к самому входу, однако вокруг не показалось ни души, а близ убежища было совершенно тихо и безлюдно. Казалось на редкость удивительным-то, что рядом со входом Карачимару не стоит никакого надзора или хотя бы одного Шиноби караульного Наруто уже хотел возмутиться безалаберности отряда, отвечающего за контроль деятельности Санина, как откуда-то сверху, прямо в центр отряда, резко метнули остро заточенный коной, который со свистом рассек воздух чуть ли не у самого виска Итачи. Затем еще один Учхо. Стой на месте, кто вы такие? Раздался громкий голос Ямато. По одной его интонации стало очевидно, что Джоунин пребывает чуть ли не в панике, однако намеренно не афиширует собственный явный страх перед противником и упорно пытается не допустить неизвестных ему Шиноби в самый эпицентр Тайн-деревни. Наруто почти снял свой капюшон, чтобы успокоить всполошившегося Сенсия, когда их уже окружил целый отряд специально подготовленных караульных Канохи, во главе которого появился сам Ямато, оперативно покинувший свой скрытый пост на ветве дерева. Твердый древесный стебель в одно мгновение крепко обвил тело Итачи, который уже успел активировать Шаринган, готовясь к очередному изматывающему бою. Учхо, зажатый твердой корой, смотрел прямо перед собой, выискивая угрожающим взглядом лицо нападающего. Однако уже через секунду он понял, что находится на несколько метров в стороне от своего изначального положения, в то время как на его месте заключен один из караульных Канохи. Обернувшись на брата, Итачи заметил лишь то, что тот успел резким движением сбросить капюшон и подбежать к древесному Шиноби. Момент, когда кто-то поменял его местами с неизвестным Джоунином, Брюнет упустил. Он непонятливо оглядывался по сторонам с застывшим на губах вопросом, что это была за неизвестная техника мгновенной телепортации. Ямато, свои, свои, дайте бы я! кричал изумуки. Наруто! Что происходит? У меня глюки что ли? Почему здесь мертвый Учиха? Здесь не только Учиха, усмехнулся Хакаги, оборачиваясь на своих спутников и жестом указывая им снять капюшоны, с нами четыре воскрешенных члена Акацуки. Мать моя Ямато с неподдельным удивлением окинул взглядом происходящее. Пропусти нас Карачимару. Мы за этим и пришли никто не знает, кто и как вернул их к жизни. Строго проговорил Ксаски, продвигаясь вперед. Понял. Это ну идите, наверное. Если нужна помощь, мы будем охранять тут. Джонин все еще не мог прийти в себя. Когда отряд цепочкой проходил мимо ошарашенного мужчины, Кисми на секунду остановился рядом с ним и саркастично усмехнулся, давно не виделись, древесный ниндзя. Челюсть подбери. Арачимару обустроил убежище в своем стиле маленький каменный проход, уходящий куда-то глубоко под землю и в этом узком темном пространстве лишь Митсуки наконец облегченно вздохнул, уверенно указывая путь прямо вперед еще дальше в темноту. Пока все неспешно спускались в тоннель сырой пещеры, Итачи нагнал брата и полушепотом обеспокоенно поинтересовался Саски, что сейчас там было? Ты о чем? Кто использовал на мне технику перемещения? Итачи говорил полушепотом, будто боялся, что раскроют какую-то секретную информацию, о которой никто не должен знать. Я. Голос звучал совершенно обыденно, Саски не до конца понимал внезапной обеспокоенности брата. Как? Я знаю практически все техники нашего клана, но это секундное перемещение. Как ты этому научился? Теперь до мужчины наконец дошло. Старший брат ведь не может знать о том, что произошло на войне после того, как они вместе остановили технику Кабута. Мужчина гордо усмехнулся и с нескрываемой уверенной улыбкой повернулся к Итачи. Ринниган. Ринниган. Брюнет сначала не понял, при чем тут техника нагата. Подожди, у тебя Ринниган. Он обогнал быстрый шаг брата и заставил его на полминуты остановиться, тем самым замедляя весь отряд позади. Узумаки, стоявший за спиной товарища, с неподдельным интересом и азартом наблюдал за ошарашенным лицом Итачи. Тем временем парень внимательно всматривался в лицо младшего брата, все еще не до конца понимая, почему он говорит про Ринниган, когда его глаза совершенно не изменились. Через мгновение до Итачи наконец дошла ускользающая до этого очевидная мысль. Он аккуратно, но в то же время настойчиво коснулся лица брата, тыльной стороной ладони отодвигая длинные пряди густых длинных волос. Невероятно, Саски. Ты смог достать Ринниган? Лицо парня сновь будто засветилось невероятной гордостью и радостью, он даже в теории не мог предположить, что его брат однажды станет обладателем величайшей силы Мирышиноби. Да, глаза мудреца шести путей. Учиха явно был невероятно доволен поступившей реакцией. Но как? Ты забрал его у Мадары? Это невозможно. Это твои глаза, Итачи. И теперь они достигли высшей степени своей силы. Наруто вышел чуть вперед, подталкивая заговорившихся Учих продолжать путь и попутно объяснил, на войне мы с Саски пробудили силу мудреца во время сражения с Десятихвостом. Отчасти это твоя заслуга, Итачи, благодаря тебе у нас было огромное преимущество во время Великой войны. Вспомнив о том, что они все еще находятся в логове Рачимару, где ни на минуту нельзя терять бдительности, Итачи вновь встал чуть позади брата, намекая продолжить путь вглубь чернеющего коридора. Однако по дороге все же тихо произнес «Ты молодец! Сразу видно, что ты мой брат!» Он гордо улыбнулся в ответ на немного грустную усмешку Саски. Лишь они оба понимали, что значит эта фраза только для их семьи. И она была невероятно важна. Наконец, когда Шиноби уже пересекли половину мрачного туннеля, плавно перетекающего в длинный, на удивление хорошо отремонтированный коридор Санин всегда подходил к своим апартаментам со вкусом откуда-то с противоположной стороны этого бесконечного перехода раздались четкие уверенные шаги. Из темноты стал вырисовываться длинная фигура, быстро направляющаяся прямо им навстречу. Саски. Раздался заискивающий хрипловатый голос. «Откуда ты знаешь, что у меня скоро день рождения?» Из тени вышел Арчимару, с лица которого не сходила хитрая гнусная улыбка, «Такой подарок, мой хороший!» Он подошел ближе, рассматривая лица своих гостей, столь редкие шиноби пожаловали ко мне сами, да еще и живые и невредимые, какая невероятная удача! Однако, кто-нибудь изволит объяснить, каким образом вы, ребята, вернулись к нам? Это у тебя надо спросить, старый мудак, хм! Послышался откуда-то из-за широкой спины и точи грубый голос. «А ты бы не нарывался, Дейдарочка!» заискивающий проговорился Нин, «Я-то все твои грешки знаю и много чего лишнего могу рассказать властям страны земли». «Да и не только им, ты ведь тишина беконохи успел остановить непосредственно контакт, верно, Саски?» Он взглядом указал на ученика. Итачи побледнел, «Что ты знаешь?» В его голосе звенела явная значительная угроза. Если эту интонацию однажды слышал противник Учихи во время боя, он никогда не уходил живым. «Много чего, Итачи, даже, пожалуй, слишком однако же пойдем, расскажите мне, что вы тут забыли». Арчимару будто даже не был особенно удивлен столь внезапным появлением воскресших шиноби в его логове, но в лице его все же без труда читался очевидный вопрос. Змей провел многочисленный отряд через череду запутанных коридоров и резких поворотов и, спустя четверть часа, уставшие безумно измотанные шиноби наконец пришли к просторной, хорошо освещенной комнате. Вопреки всеобщим ожиданиям, она выглядела довольно уютно, вполне типично скорее не для убежища, а для квартиры, хороший ремонт, длинный кожаный диван напротив огромного рабочего стола, на котором были аккуратно разложены разнообразные инструменты, книги и замысловатая в новом убежище, охраняемом коныхой. Присаживайтесь, и давайте все по порядку. О, Митсуки, ты тоже с ними? Давненько тебя не видел. Улыбнулся змей. Бывшие члены Кацуки, а вместе с ними Борута и Сарада, расположились на удобном широком диване напротив Санина. Остальные же остались стоять рядом, а Митсуки приземлился на один из стульев длинного рабочего стола. Саски взял на события последних двух дней, не упуская важных деталей о том, что тело воскресших Шиноби функционирует абсолютно так же, как и тело живых людей. Интересный случай, задумчиво протянул Арчимару, усаживаясь на черный кожаный стул за рабочим местом. Он одним движением включил крупный и шумный компьютер, и пока тот активировал настройки для работы, заискивающий проговорил, для начала, давайте сделаем вот что, нужно проверить ваши ДНК на тот случай, если вы просто клоны настоящих членов Акацуки. У меня уже есть несколько теорий, но первостепенно стоит исключить именно то. Еще проверим состав вашей крови, может быть, там что-нибудь интересное найдем. Откуда у тебя наши прижизненные клетки? Недоверчиво поинтересовался Сасари. Я собирал ДНК всех сильнейших Шиноби нашего времени, чтобы потом суметь грандиозно провернуть технику как вы помните, успешно удалась. Фу, я всегда знал, что ты извращенец. Кстати, ваше тело, Сасари сан, меня сейчас интересует больше всего куда подевались все ваши запчасти. Понятия не имею. Прошипел в ответ кукловод. Арчимару с шумом выдвинул широкий ящик, в котором разуме зазвенили металлические медицинские инструменты, колбы и тонкие пробирки. Выискивая среди всего этого многочисленного оборудования и нужный инструмент, он между делом поинтересовался, осмотр уже проводили. Нет, а надо было? Наивно протянул Наруто. В ответ Санин закатил глаза и разочарованно протянул, среди вас ученица Цунади, а вы даже элементарный осмотр воскресших Шиноби не догадались провести. Ладно, сейчас все решим, вечно все приходится делать самому Митсуке, подай, пожалуйста, диагностический фонарик градусник. Юный змей с энтузиазмом достал из дальних ящиков нужные инструменты и положил их на стол рядом с родителем, продолжая с интересом наблюдать за его действиями. Такой точи проверить температуру, потому что у всех остальных она еще при жизни была нестабильной человек-акула, марионетка и террорист с бомбой прямо в теле, с вами будет сложнее. Сасаря, позволите. Арчимару требовательно указал на руку кукловода, на всякий случай надевая медицинские перчатки. Тот нехотя протянул запястье и отступать все равно уже некуда. Интересно, проговорился Нин, внимательно осматривая тонкую кожу, на которой приступали хорошо заметные нити синих вен. Затем он с силой надавил на точку под косточкой на запястье, подождав полминуты, торжественно заключил, пульс есть и кровеносная система, судя по всему, функционирует в естественном режиме. Что с температурой тела? В норме. Отозвался Митсуки. Я восхищен. Осталось только последнее, я хочу посмотреть глаза Учихи. Дейдара и Саски заметно напряглись, мужчина даже успел метнуть угрожающий взгляд на бывшего учителя, который тот принципиально проигнорировал. Взяв в руки фонарик, Арчимару будто с особенным трепетом прикоснулся к острому подбородку Итачи, аккуратно наклоняясь над его глазами. А где второй? Техника из нами. Накобута. Сухо констатировал Учиха. Понял, помню и хитно протянул змей, наблюдая за расширением и сужением зрачков брюнета. Активирую шарингом. Успокойтесь, я просто посмотрю. Констатировал Арчимару, не выключив фонарик. Дейдара даже не думая тут что-то взрывать наконец закончив беглые осмотры, Санин быстро взял кровь каждого восставшего Шиноби, аккуратно разлил ей по тонким прозрачным колбам, придвинулся ближе к компьютеру, загружая нужный материал. Ну что там? Не выдержал Саски. Терпение, Саски, ты всегда очень нетерпеливо нужно подождать, пока ДНК обработается, и тогда я точно смогу понять из чего состоят клетки этих тел. Но, судя по тому, что мы можем наблюдать сейчас, перед нами абсолютно точно живые люди. Ну как? Говорю же, нужно закончить анализ, тогда я смогу точно сказать скорее всего. И долго нам это ждать, дать тебе я? Скинул бровь Наруто. Арчимару скептично обернулся на минималистичные черные часы, расположенные на противоположной стене просторного помещения, немного прикинул и проговорил, часов восемь, в лучшем случае семь. Я давно запрашивал новое оборудование у господина Хакаги, саркастично усмехнулся Змей, но, так как мне его все еще не передали, придется прилично подождать. Сколько? Наруто встал и закатил глаза. Теперь ему точно надо будет писать новый отчет Шакамару, что будет крайне сложно, учитывая то, что ситуация у них ни на шаг не проясняется. Мда, похоже, мы действительно тут ночуем кто со мной наперекур. Может, стоит отправить Сакуру и детей в деревню? Отсюда они доберутся быстрее, я не хочу, чтобы им пришлось ночевать в логове Рачимару. Начал Саски, когда они с Наруто и членами Акацуки поднимались к выходу из убежища. Место обитания Санина ассоциируется у Чихи с не самым приятным периодом его жизни, поэтому он ужасно не хотел находиться здесь больше, чем того требует миссии. Однако большинство Шиноби его мнений не разделяли все были ужасно измучены долгое и дорогое и единственное, чего им в данный момент хотелось, это отдохнуть и немного перевести дыхание. Кроме того, большинство членов команды были спокойны, потому что Рачимару и сам оказался крайне заинтересован в разгадке тайны новой воскрешающей техники, хотя от Саски все же не ускользнула его хитрая гадкая улыбка, которая явно говорила о том, что Змей знает больше, чем говорит. Узумаки в ответ на опасение друга лишь саркастично усмехнулся, Саски, ты же хорошо знаешь наших детей. Думаешь, они добровольно уйдут на самом интересном месте? Ничего страшного не случится, поддержал Итачи, тем более, учитывая то, что мы тоже тут и, если что, сможем драться. Я уверен, что Сарадзе будет обидно, если ты отправишь ее домой сейчас. К тому же, уже слишком поздно лети и им придется в ночь безопаснее остаться здесь. Наруто в нетерпении теребил в руках полупустую пачку длинных тонких сигарет, которые он позаимствовал Сугитсу. Правда, сам Сугитсу об этом не знал. На поступивший вопрос Хакаги о наличии в убежище табака, Арочимару, увлеченно занятый перемещением всех нужных ДНК в аппарат, невнятно ответил, что, насколько ему не изменяет память, Сугитсу иногда курит и, возможно, в его комнате они что-нибудь найдут. Сам же Хазуки отсутствовал в убежище, так как несколько дней назад отправился вместе с Кариной в деревню горячих источников. Заглянув в нужную комнату, находившуюся в одном из множества запутанных коридоров и переходов убежища, Узумаки без труда обнаружил на тумбочке желанную пачку, чему был несказанно рад. Несмотря на то, что сладковатый табак он не особо любил, для успокоения нервозного состояния народ еще вполне подходящими даже эти весьма странные сигареты Сугицу. Команда преступников почти в полном составе последовала наперекор вместе с Узумаки, исключая только Кисуми, который в компании Борута и Сарадой добровольно отправился на поиски кухни. Все же остальные на протяжении последних нескольких часов мечтали пропустить сигаретку, дабы успокоить разыгравшиеся в свете недавних обстоятельств нервы, поэтому удачно выпавшим шансом тоже не могли не воспользоваться. Саски же вызвался прогуляться за компанию и ему не терпелось обсудить с Нарут траекторию их дальнейших действий, пристроить преступников в современный мир явно будет не так уж и просто. К тому же, приспособиться к новой жизни, полной неожиданных перемен, им самим будет довольно проблематично, отличным примером служит тот случай, когда во время привала оборота в телефоне появилась связь, и, конечно же, спустя несколько минут он громко зазвонил Хинато обеспокоенно интересовалась, как у них обстоят дела на совместной вылазке с отцом. Младший Узумаки ненароком взболтнул что-то вроде «Все хорошо, мам, тусуемся со жмуриками» и перевел телефон с включенной фронтальной камерой на Итачи, который от неожиданности чуть его не разбил, подумав, что это какая-то новая техника клана Хьюга. После этого Саске пришлось успокаивать брата, Нарута Хинато, который он пытался вкратце пояснить, что происходит Асакури Дейдару, который подавился смехом. Когда Шиноби наконец вышли на улицу, где все вокруг уже утопало в вечернем полумраке, а воздух стал заметно прохладнее, Нарута с энтузиазмом начал раздавать сигареты участникам небольшой компании. «Товарищи учихи, прикурите нам, дайте бы я». Широко улыбнулся блондин. Итачи скептично посмотрел на него и достал из кармана небольшой коробок спичек. Конечно, у Зумаки разочарованно выдохнул он ожидал большего чего-то вроде крутого огненного шара или песни огненных драконов, однако Итачи был явно не из тех людей, которые расходуют свою чакру на подобные бытовые пустяки. Прикурив долгожданную сигарету, Брюнет по своей уже вполне укрепившейся привычке прикрыл левый глаз будто невзначай проговорил, выпуская густой клуб сладковатого дыма, пора бы бросать, а то так можно и второй раз заболеть чем-нибудь он рассеянным взглядом окинул компанию. Стоп, Саски, а ты чего тоже куришь? Не отчитывай меня, у меня стресс. Мужчина действительно чуть ли не впервые в жизни не отказался от предложенной Наруто тонкой сигареты, надеясь, что это хоть немного поможет рассредоточить навязчивые мысли, беспокоившие Учиху. Однако в итоге от непривычки Саски лишь постоянно прокашливался, к тому же должного эффекта ему получить не удалось слишком уж противным оказался на вкус этот табак. Я твой старший брат, поэтому имею право возмутиться. Строго вскинул Брофичха. Наруто тихо рассмеялся, вообще-то мы на 10 лет старше тебя и Тачи. В ответ Брюнет лишь скептично усмехнулся, не отводя при этом строгого взгляда от брата. Несмотря на диаметрально изменившуюся разницу в возрасте, у обоих отчих все еще присутствовало стойкое ощущение, что Итачи остается старше. Это привычное распределение роли их вполне устраивало, хоть иногда Саски огрызался на излишнюю заботу брата он к этому не привык. Тем не менее, мужчина все же хотел оставаться младшим братом, ведь в детстве он этой ролью насладиться не успел ему пришлось слишком быстро повзрослеть. И что вы планируете делать дальше? Мы вновь стали живыми людьми, и, насколько я понимаю, вы нас просто так не оставите. Проговорил Сасари после недолгого молчания. Да уж, уладить вопрос о вашем возвращении будет непросто, дать тебе я. Задумчиво протянул Наруто. Думаю, для начала разошлем по всем деревням срочно извести о воскрешении Каги, где я определим вашу дальнейшую судьбу. Было бы конечно весело отправить вас сразу в деревне, прикольный сюрприз получился бы для Каги, рассмеялся мужчина, однако политические проблемы никому не нужны, появление сильнейших преступников в любом случае вызовет немалое разногласие мнений. Итак, сейчас время неспокойное. То есть ты думаешь, что мы добровольно отправимся по тюрьмам, хм. Возмутился Дейдара уже выстраивая в голове план второго великого подрыва страны Земли. Сидеть в заперти он определенно не собирался. Нет, к тому же, я и сам не очень хочу, чтобы так получилось. За время, пока мы с вами тут ходим, я уже давно заметил, что никто из вас особо не желает возвращаться к той репутации, которую вам приходилось вести при жизни. Как я понял из слов Итачи, многие преступники оказались в рядах Акацуки не из-за собственной кровожадности, а из-за ужасного стечения обстоятельств. Конечно, у каждого своя причина, но я всегда верил и продолжаю верить, что право на второй шанс обязано быть. Так что, для всех вас наступила идеальная возможность наконец отмыться от крови на руках. Сейчас посты Каги занимают намного менее консервативные люди, чем это было прежде. Думаю, нам с ними удастся договориться о том, чтобы дать столь сильным шиноби право попробовать начать жизнь с чистого листа и направить свои способности в нужное русло. С Мизукаги и Казикаги проблем возникнуть не должно, хотя Гара по старой памяти может, поначалу и не захочет, чтобы Акацуна вот так запросто возвращался в деревню Стоп, что ты сказал? Перебил его речь Сасари. Гара, что за бред, я лично доставал из него хвостатого. Кстати, об этом, Данна, когда вы изволили откинуться, пока я в одиночку сражался с Джинчу Рики, оказалось, что Казикаги каким-то образом выжил, хм. Мрачно объяснил Дейдара. Сасари вопросительно посмотрел на напарника, после чего сделал еще одну глубокую затяжку в ожидании объяснений. Наруто на мгновение неуверенно потупил взгляд и проговорил, если честно, я плохо знаю, что тогда произошло во время вашего боя с Сакурой и Чибая, но мне точно известно то, что бабуля после этого боя отдала жизнь, использовав специальную воскрешающую технику для Гары. Разговор приобретал все более мрачные обороты. Понятное дело, она все-таки спасла деревню Сасари, опустил глаза и затушил наполовину недокуренную сигарету. Я пойду в убежище, спрашиваю у Сакуры еще. Когда он уже развернулся по направлению к узкому входу, Саски, которому все меньше нравилось постоянное общение марионеточник из Кунаичи, подался вперед, чтобы остановить его, тем более, в целях безопасности возвращаться они планировали все вместе. Однако Дейдара бесшумно, но на удивление крепко вцепился в его руку и одним взглядом предупредил остановиться и оставить напарника. Наруто тоже отрывисто кивнул в поддержку блондина ничего не случится, если кукловод дойдет до основного убежища в одиночестве. Что-то внутри подсказывало, что стоит ненадолго дать ему время побыть наедине с собой. Да, и с камнем могут возникнуть проблемы перевел в тему узумуки. Не представляю, как курот суча отреагирует. Помню, она говорила, что единственный отступник к их деревне поднял все на воздух, когда покидал ея, после чего они еще долго восстанавливались. Серьезно, курот суча. Ашарашин раскрыл глаза подрывник, а затем все же сам подумал и закончил мысль. Хотя, судя по тому, что с войны прошло лет пятнадцать, старичок уже давно отбросил коньки, наверное, планировал прибить меня на том свете, а я, как обычно, очень вовремя смылся. Самодовольно усмехнулся Дейдар, однако в его привычной усмешке едва заметно прозвенели нотки неприсущего подрывника у странного сожаления, которое тот, очевидно, решил не озвучивать. Зато теперь курот суча до тебя здесь доберется, рассмеялся Наруто, ну, а если с том проблем возникнуть не должно так стоп, его снова перебили, однако на этот раз это был строгий голос Итачи, первостепенно мы все вернемся в лист до решения совета Каги, я правильно услышал? Да. Непонятливо ответил Узумуки. Прекрасно, значит по прибытию я попрошу предоставить мне возможность поговорить непосредственно с Каги. Думаю, меня выслушают, учитывая то, какой информацией я обладаю и куда могу ее распространить. Ты опять за свое, Итачи? Посерьезнил Саски. Что за вопросы у тебя к Каги? Будет лучше, если для начала я обговорю это напрямую с ним. Кстати, кто сейчас занимает этот пост? Выкладывай, Итачи, дайте бы я самодовольно усмехнулся Наруто, все равно Саски докопается и узнает, а я, кажется, уже понимаю, что тебе нужно. Учхо шумно выдохнул, сделал глубокую затяжку и, спустя полминуты напряженного молчания, на выдохе быстро проговорил, я хочу, чтобы Дейдара получил гражданство страны огня и смог законно остаться в листе. Реакция на столь внезапные заявления последовала неоднозначная, Наруто облегченно улыбнулся и взглянул на друга, который пару секунд пребывал в высшей степени непонимания происходящего. Сам же Дейдара, в свою очередь, удивленно рассматривал лицо Итачи, не ожидав от него столь внезапного и весьма настойчивого приглашения, ты уверен, хм, абсолютно. Процедил тот, внимательно всматриваясь в глаза брата в нетерпеливом ожидании его реакции. Очевидный вопрос не заставил себя долго ждать, с чего ты вдруг решил просить Хакаги об этом? ему уточнил мужчина. Итачи разочарован отвел взгляд, он мысленно надеялся, что брат сам все поймет, и объяснять это еще раз вслух ему не придется, однако, судя по всему, этого разговора им действительно уже не избежать. Я хочу, чтобы он был рядом со мной, как и ты. Точнее нет, не как ты, тут все по-другому начал спутанно объяснять Очиха, не зная, с какой стороны лучше подступиться. Однако подрывник, понимая, что это затянется надолго, показательно закатил глаза и решил самостоятельно прекратить его мучения, сразу одной фразой отрезав любые дальнейшие объяснения, я сплю с твоим братом, Саски. Блондин хищно заглянул в ошарашенные глаза напротив. Взгляд Дейдары загорелся опасным холодным пламенем, как бы говоря, попробуй теперь напасть на меня. У Саски выпала сигарета из рук, он с минуты не мог понять, что происходит. Затем, в поисках хоть какой-то поддержки, мужчина взглянул на Наруто, однако тот, на удивление, был ни капли не поражен происходящим. Очиха смог лишь выдавить, и давно? Два года. Нехотя ответил Итачи. Наруто, ты что, знал? Вновь повернулся к товарищу Очиха. Да, я на привале еще узнал. Саски, ты ведь в порядке? Осторожно поинтересовался блондин. Он был не менее взволнован реакцией друга, чем наконец решившийся все рассказать Итачи. Очиха нервно усмехнулся на секунду промелькнувшей обидной мыслью о том, что, похоже, Итачи скрывал этот факт только от него, раз даже Наруто уже обо всем известно. Я очень надеюсь, серьезно продолжал Хакаги, приобняв его за плечо и как бы демонстрируя этим жестом, что в случае чего, он готов поддержать Саски, что ты не будешь упрекать своего брата по этому поводу. У всех свои пзики, поэтому постарайся просто принять это. Не ответив ничего на наставление друга, мужчина все же наконец поднял рассеянный взгляд на Итачи, а затем перевел его на подорывника, и вновь на настороженного брата, если честно, странно, что ты так долго скрывал это. Я, конечно, действительно слегка поражен, но, я все же люблю тебя, несмотря на то, кого ты предпочитаешь, Саски вымученно улыбнулся, однако спустя мгновение все же не выдержал и добавил. Но с подорывником, ты серьезно? Проигнорировав очередные мелкие упреки, Итачи облегченно выдохнул. Конечно, для его брата еще должно пройти немало времени, прежде чем он привыкнет, однако самое сложное рассказать было уже сделано, назад дороги нет. К тому же, хоть он, очевидно, ссориться с Дейдарой не перестанет, но теперь хотя бы прятаться ни от кого не придется. Брюнет с наслаждением вдохнул любимый запах подступающей ночи, смешанный с запахом сигаретного дыма его накрыло какое-то спокойное облегчение, будто что-то тяжелое упало из души, и теперь можно наконец вновь дышать полной грудью. Что-то не устраивает, хм. Тем временем вступился блондин. Поверь мне, ты даже близко не представляешь ту тьму, через которую прошел твой брат. Я не его подружка на ночь, все эти два года мы разделяли эту тьму, чтобы она хоть немного меньше давила и пожирала его изнутри. И Тачи никогда не показывал перед тобой свое настоящее состояние, ты хоть раз видел своего брата действительно разбитым в состоянии полнейшего отчаяния. Нет, Саски, перед тобой он всегда улыбался, а знаешь, почему? Потому что был тот, кто поддерживал меня по другую сторону, где не было лжи. Перебил его и Тачи, печально улыбаясь собственным воспоминаниям. Несмотря на свой, на первый взгляд, весьма вспыльчивый буйный характер, Дейдара был рядом всегда, когда у него была на это возможность их связь отличалась от других. Построенной на бесконечных обжигающих искрах, с обратной стороны, она подкреплялась постоянной поддержкой и теплотой, которую они передавали друг другу. Внимательно выслушав каждое слово, Саски устало вздохнул холодный ночной воздух и проговорил, Дейдара, ты действительно его любишь? Да. Неловко, однако почти сразу и без единого сомнения в голосе проговорил подрывник. Мужчина кивнул, значит, все хорошо. Большего и не надо. А кем ты являешься это все здесь не главное. Я думаю, главное то, кем ты стал для моего брата. Глаза Итачи радостно заблестели. Это был тот самый редкий блеск счастья, о котором еще днем говорил Дейдара. Действительно, большего им и не надо. Прекрасно, нам осталось только получить согласие отцу Чикаги, дать Тебея. Торжественно объявил Узумуки. А как же Хакаги? Не понял этой внезапной радости Учхо. А Хакаги уже дал разрешение. Я прав, Наруто. Усмехнулся Саски. Конечно. Итачи вновь быстро сообразил, в чем суть. Он тепло улыбнулся, этот глупый мальчик все-таки смог. Наруто исполнил все свои обещания. Брюнет затушил дотлевающую сигарету и проговорил, значит, теперь в кануахе сильнейший Хакаги. В ответ Узумуки расплылся в солнечной улыбке и гордо кивнул. Мысли в голове вновь бесконечно путались, пока Сасари быстрым твердым шагом проходил через длинный коридор. Все было напрасно. Марионеточник по дороге заглянул в комнату, где работала Рачимару, откуда Змей перенаправил его на кухню, находившуюся прямо за резким поворотом коридора. Прошлое Мечников Тумана. Сасари теперь не думал ни о чем, он хотел лишь побыстрее найти Сакуру. Кухня в убежище оказалась тоже вполне светлой и уютной, с бесконечным множеством различных шкафов и полупустым холодильником, который Баруто все же в итоге опустошил до конца Рачимару, ведь все равно не особо нуждается в еде. Ребята расположились за столом, где в ожидании всех остальных, помимо разговоров, проводили время за забавной игрой в карты, которой их учил Хошигаки. Кукловод аккуратно заглянул в дверные проемы, встретившись взглядом с Сакурой, тихо проговорил, стараясь не привлекать всеобщего внимания, можно тебя на минуту. Девушка явно не хотела покидать пределы уютной комнаты, она сразу поняла, что ей ожидает весьма тяжелый разговор. Однако Кунаичи все же молча поднялась со своего места и прошла к выходу, по дороге прошептав Саради, у двери. Когда Кунаичи наконец вышла в едва освещаемый грязно-желтым запылившимся светильником коридор, она аккуратно прикрыла за собой дверь. Удостоверившись, что тяжелые металлические двери и убежище практически не пропускают звуков, девушка вопросительно взглянула на столь внезапно появившегося Сасари. Сакура, это правда, что Казикаги выжил? Кукловод, конечно, и так уже прекрасно знал ответ на свой вопрос, но все же где-то в глубине души надеялся, что Наруто ошибся. Да, потупила взгляд девушка, чьи бааа как. Она использовала технику воскрешения и передала свои жизненные силы Гарри. Он был единственной надеждой деревни, так что этим поступком она спасла не только Казикаги, но и всю Суну в целом. Сасари не смотрел на обеспокоенную Кунаичи, его взгляд был будто устремлен куда-то мимо девушки. Только теперь он до конца понял, вернувшись к жизни и он обнаружил лишь то, что потерял последние крупицы всего, чем мог дорожить. И даже приобретая новое, ему приходилось сразу с этим расставаться. Сакура, он внезапно проговорил будто не к месту, прости меня за то, что произошло в лесу. Девушка от неожиданности замешкалась, мы оба виноваты. Но я тоже думала об этом и она аккуратно коснулась ладонью тонкой руки кукловода. Никаких ну быть не может. Он с силой отдернул руку. Я скажу тебе честно, потому что, скорее всего, это наш последний такой разговор. Ты стала единственным человеком, которым я дорожу в мире живых, по-настоящему. Я впервые за последние несколько десятков лет вновь что-то чувствую, и, главное, я понял, о чем когда-то рассказывал Дейдара. Знаешь, иногда бывает, что этот придурок действительно выдает странные, но правильные мысли. Я больше не хочу смотреть, как тебя пожирает совесть и как ты не можешь во всем этом разобраться, поэтому я помогу тебе. Девушка, выжидающаясь какой-то детской надеждой, всматривалась в холодные глаза напротив. Она будто ждала, что Сасари наконец озвучит эту сумасшедшую, глупую и совершенно детскую мысль, которая уже давно закралась в ей голове. Что, если бросить все и сделать так, как шепчет подсознание? Возвращайся к Саске и больше никогда не думай о том, что произошло. Я тоже забуду все это. В идеальном случае, через несколько дней я буду уже на пути в страну ветра и обещаю никогда не появляться в Канохе. Сасари говорил серьезно и отстраненно, однако руки его едва заметно дрожали. На этот разговор он поначалу крайне не хотел решаться, однако теперь все же понял, что не хочет больше наблюдать сожалений и сомнений в глазах Сакуры. Для себя он лишь навсегда запомнил запах ей мягких светлых волос оставил для него место в воспоминаниях, решившись разорвать при этом любую связь с дорогим человеком для того, чтобы она смогла спокойно жить и чтобы ей больше никогда не навещали призраки прошлого. Истинное вдохновение Творца формируется из счастья боли. Но почему? Она говорила тихо, однако тонкий голос будто сорвался. Кукловод отвел взгляд, потому что я хочу сохранить твое счастье. А твое счастье рядом с семьей, запомни это. Сакура была одновременно ужасно раздражена и расстроена, однако тоже хорошо понимала, что это единственный разумный выход. Столько лет прошло с момента их боя, и пора перестать быть наивным ребенком. Здесь только одно из двух, семья или мимолетная безумная влюбленность. Акасана сделал единственный верный шаг, которого она от него никак не ожидала и он просто отпустил. Его холодная рука в последний раз коснулась пальцев девушки, а затем он точно так же резко дернул ее, словно от огня, и удалился по направлению к комнате, где сидел Рачимару. Продолжать этот разговор более не имело смысла. Вернувшись на кухню, Сакура молча село за свое прежнее место, однако в игре и оживленной беседе большее участие не принимала. Она заперлась где-то в своих мыслях и не могла сконцентрироваться ни на чем. Через некоторое время она вновь ненадолго покинула комнату, чтобы никто не заметил, как в ей всегда сверкавших зеленым огоньком глазах стоит перекрывающий все вокруг пеленой слез. Вернувшись наконец после полного очередных сумасшедших событий перекура, Шиноби решили первостепенно зайти в кабинет Рачимару, где их уже ждал засыпающий на диване Сасари. Бессонная ночь, полная работы над марионеткой уже давала о себе знать. Есть информации? Серьезно проговорил Саски, подходя ближе к своему бывшему учителю. Пока недостаточно, ночью все будет готово. Откликнулся тот, все еще работая с материалом. Дейдар оплюхнулся на диван, закидывая ноги на колени напарника и протянул девятихвостый, а насколько вообще легально просто так взять и перевести опаснейшего преступника из другой деревни в свою? Спорный вопрос, задумчиво почесал затылок Наруто, но нам значительно облегчает задачу тот факт, что Итачи сейчас числится героем Великой Войны. В смысле? Скинул бровь Брюнет. В комнату неожиданно залетела Сарада, еще в коридоре услышавшая это под мужчин, когда собиралась идти проверять, где они так долго ходят. Она помахала всем и, не желая уходить, уселась рядом с Дейдарой. Разговоры отца и сзади каждый раз слили чем-то интересным, поэтому Сарада предпочла ненадолго оставить все еще играющих в карты кисами Баруто. А все просто, продолжил Наруто, едва обратив внимание на внезапную гостью, несколько лет назад мы с Саски подшаманили чуток над документацией, так что Чихо Итачи на данный момент числится героем, погибшим во время сражения с Кобутаном Четвертой мировой войне. Пришлось уладить пару вопросиков, кое-где даже нелегально, но между собой мы решили, что так будет правильнее. Ты должен быть для деревни тем, кем ты действительно являешься, а не Узумаки обратил внимание на заинтересованно слушавшую его рассказ девушку и внезапно прервался, ведь все и без того прекрасно понимают, что он имеет в виду. А Клан? С недоверем уточнил Итачи. А что Клан? Найгран непонимающий протянул Наруто. А Клан ведь уничтожил Учиха Мадара, разве нет? Понимая, к чему клонит Узумаки, Брюнет едва заметно кивнул. Как-то странно это все, конечно, что его личность внезапно приобрела совершенно другие обороты для деревни. В общем, абсолютно все статьи из тебя были сняты еще много лет назад. С гордостью подытожил Саски. Однако Рычимару, все это время внимательно слушавши теплый семейный разговор, неожиданно развернулся на кресле и с завсегдашней ядовитой улыбкой на лице поинтересовался, а за педофилию вы тоже сняли статью. Что, прости? Саски устремил ошарашенный взгляд на брата. Какие еще секреты он скрывает? Подобного он даже близко представить Брюнет сквозь зубы переспросил, заглянув прямо в уверенное хитрое лицо Санина, о чем ты говоришь? Казалось, еще секунда, и Тачи одними руками придушит Рычимару. Однако лицо змея совершенно не изменилось, он все так же самодовольно смотрел возлобленные черные глаза напротив, а затем, выдержав свою фирменную театральную паузу, взглядом указал на притихшего подровняка, который почему-то даже не возмутился внезапным обвинением в сторону парня. А ты у Дейдарочки спроси. Ядовито протянулся Нин и вновь приступил к своему прежнему занятию, с упоением слушая последующие объяснения. Развернувшись к блондину, Итачи с минуту выжидающе сверлил его яростным взглядом, прежде чем Дейдар наконец виноват и потупил взгляд и тихо проговорил, мне было шестнадцать. Два года назад. Явно сдерживая подступающий гнев, Итачи твердый с расстановкой проговорил, ты мне соврал. Какого черта, Дейдара? Сколько тебе лет сейчас? Я умер за пару месяцев до девятнадцатилетия. Блондин явно ощущал свою вину, поэтому не стал спорить или привлекаться с парнем. Он понимал, что сейчас это лишнее. На первый взгляд кажется, будто это маленькая ложь всего лишь мелочь. Однако, несмотря на постоянные взаимные подколы, они раньше никогда не обманывали друг друга. Для Итачи ложь слишком близкая и больная тема, поэтому в своих отношениях он негласно установил твердое правило, что именно между ними ложь недопустимо. А я тебя предупреждал, что он с подвохом. Протянул Сасаре. Зачем ты это сделал? Все так жестко и отстраненно проговорил Учиха, испепеляя взглядом парня. Не найдя, что ответить, подрывник вновь закрыл уши сидящей рядом Сараде и полушепотом прошипел, потому что если бы я не соврал тебе тогда, ты бы умер девственником, Итачи. Несмотря на шутливость этой фразы, Дейдара говорил серьезно и будто даже испуганно. Он представлял, какая весьма неприятная реакция сейчас последует. Однако Учиха лишь закатил глаза и, не двигаясь с места, устало обратился к Наруто и Саске «Не обращайте внимания на это, хорошо? Что там с переводом в деревню?» Дейдара облегченно выдохнул. Судя по всему, его небольшой и глупый обман сейчас заботил Итачи намного меньше, чем их дальнейшая судьба в мире живых. Я прямо сейчас отправлю в деревню срочное письмо сжабой попрошу написать мне, при каких обстоятельствах такой перевод возможен. Мы попробуем что-нибудь поискать, но, в любом случае, причина должна быть действительно веская, иначе политического конфликта не избежать. Он мельком взглянул на часы. «Господи, вы видели время?» «Думаю, сейчас всем бы идти передохнуть, а я на кухне еще не был, дать тебе я». «Поддерживаю». Отозвался Сасаря, который не мог дождаться возможности наконец спокойно провалиться в глубокий сон и забыть все тяжелые события прошедшего дня. «Прямо по коридору большинство комнат свободны, занимайте любые», добавил Орочимару, «Имицуки позовите, поможет мне тут». Когда все уже выходили в длинный коридор и расходились по комнатам, устало зевая на ходу, Итачи край глаза заметил, что Дейдару молча идет прямо за ним, попутно завязывая свои длинные густые волосы и высокий хвост. Видимо, после раскрытия правды о его настоящем возрасте, Блондин все еще чувствовал себя как бы не в своей тарелке, однако не решался заговорить первым адекватно извиниться, поэтому планировал мириться с Итачи ночью, когда они наконец смогут остаться наедине и мириться, конечно же, самым проверенным методом. Очевидно, что Учхо сразу раскусил его хитрый план, поэтому решил, что стоит немного наказать под ровняка, после чего строго проговорил, на ходу оборачиваясь к нему, «Ты чего за мной идешь? Ночуешь в соседней комнате, пока тебе девятнадцать не исполнится?» «Эй, в смысле?» «Итачи, подожди, хм», Дейдара не успел даже возмутиться, как парень гордо захлопнул дверь первой попавшейся комнаты прямо у него перед носом, принципиальный мудак прошипел Блондин себе под нос, разочарованно удаляясь дальше по коридору. Если бы он не чувствовал себя действительно виноватым, давно за подобные жесты выломал бы дверь на полную лучихи о собственном неугасающем чувстве гордости. Остальные шиноби тоже довольно быстро заняли маленькие одноместные комнаты, где им предстояло лишь отдохнуть одну ночь перед новым трудным днем миссии. Тем временем народ вышел на улицу, где успел перекурить, отправить срочное послание в Канаху и договориться с Ямата о том, чтобы тот на ночь усилил охраны убежища на случай, если кто-то из воскресших вдруг надумает сбежать. Все, включая Саски, которому за прошедший день довелось пережить новую волну потрясений, уснули достаточно быстро, поэтому вскоре убежище вновь погрузилось в ту спокойную безмятежную атмосферу, в которой оно пребывало до прихода многочисленного отряда. Лишь редкие перешептывания Арчимару и Митсуке, стук клавиш и шум компьютера нарушал застывшую в воздухе тишину. Кстати, ночью Дейдара все-таки залез в комнату к своим обиженным учихе. Проснувшиеся ранним утром Шиноби нагло оккупировали просторную кухню Арчимару, Сакура кипятила блестящий металлический чайник, пока Сарада вызвалась самостоятельно пожарить блинчики для завтрака, а Наруто за столом с мечтательным видом пускала слюни. Только члены Акацуки все еще спали, судя по всему, они, в силу своего весьма загадочного воскрешения, все еще нуждались в большем количестве отдыха, чем обычные Шиноби. Саски Сенси, пообещайте, что, когда мы вернемся в деревню, вы поможете мне освоить какую-нибудь новую крутую технику, дать Тибаса. Не унимался младший Узумуки. Баруто, ты же видишь, что у Саски сейчас непростая ситуация. Начал Наруто, однако Учиха быстрым примирительным жестом показал, что прекрасно понимает навязчивый интерес ученика и проговорил, хорошо, будешь тренироваться с Сарадой. Как я говорил раньше, очень важным навыком для любого Шиноби является ум не противостоять иллюзиям. Особенно вам, Узумуки, вы оба никогда не можете обойтись без неприятностей во время боя. Есть подозрение, что у моей дочери имеется неслабая предрасположенность к гинджутсу. Девушка тут же оживленная вернулась к сидевшим за столом со командником и с неподдельным интересом проговорила, и как это проверить? Для этого нужен дядя Итачи, задумчиво ответил Учхо, гинджутсу далеко не моя стихия. По комнате все больше распространялся манящий аромат горячей выпечки, по которой многие Шиноби уже успели соскучиться. Оба Узумуки все еще сонно зевали им было вполне свойственно всегда по инерции просыпаться ранним утром, однако все равно первые несколько часов оставаться невыспавшимися. Готово, Сарада вывалила последнюю порцию поддоспевших блинчиков со сковородки на большую тарелку и поставила ее перед сидевшими за столом. Наконец-то обрадовался Барута, перекладывая себе приличную порцию небольших подрумянившихся блинчиков. Сарада тоже не стала терять времени и подключилась к завтраку и озадаченно проговорила, надеюсь, они получились нормальные и я не нашла здесь сахара, так что готовила как есть. Закидывая себе в рот сразу несколько штук, Наруто дружелюбно отмахнулся, очень, очень вкусно, Сарада. Младшая очиха быстро заняла свободное место за длинным темным столом и, пробуя на вкус собственную готовку, как бы между делом поинтересовалась, мам, с тобой все хорошо? Сакура, взгляд которой до этого был сосредоточенно направлен в одну точку, от неожиданного обращения к себе дернулась и подняла рассеянный взгляд на дочь, что, почему ты спрашиваешь? Во-первых, ты почти ничего не ешь, а во-вторых, со вчерашнего дня ты вообще будто из жизни выпадаешь. Мам, ты себя плохо чувствуешь? Нет, нет, все хорошо. Наверное, это из-за того, что все так внезапно навалилось, и я задумывалась, все ли хорошо у меня в больнице, девушка быстро нашла, чем отвлечься, я немного переживаю, справляется ли Шезуне? Думаю, тебе правда стоит отдохнуть, Сакура обеспокоенно проговорил Саске, краем глаза уловив едва заметный, будто виноватый взгляд жены, тебе вчера марионеточник из песка случайно ничего лишнего не наговорил? Заметив, как Сакура вновь резко опустила глаза и непроизвольно поежилась, Учхо уже было всерьез собрался идти откручивать запчасти Сасаря, однако девушка ободряюще коснулась плеча мужа и примирительным тоном произнесла «Все хорошо, Саске мы почти не общались вчера, все хорошо». Все неспешно завтракали в ожидании заканчивающего свою работу Арачимару, когда тяжелая плотная дверь со скрипом отворилась, после чего в комнату резво прошел выспавшийся и бодрый Дейдар «Опа, а у вас уже еда есть, хм!» Блондин почти сразу проскочил к столу, занимая свободное место и принимая из рук Саран приличную порцию еще не остывших блинчиков. Стулья, как и стол, больше напоминающие длинную лакированную кухонную стойку, были довольно длинными, поэтому подоровнику, в силу своего невысокого роста, пришлось чуть ли не с разбега прыгать на свое место. «А Итачи где?» скептично поинтересовался Саски. В ответ Дейдар лишь обыденно отмахнулся, с жадным удовольствием уплетая стряпню младшей учихи, «Не знаю, сейчас придет, наверное». Он оказался действительно прав спустя около десяти минут в проеме наконец появилась широкоплечья фигура Итачи. Парень плелся медленно и устала, а лицо его выглядело измотанно, будто поспать ему не довелось вовсе утро доброе, «Здесь кофе есть?» Чайник вскипел, кофе вроде в шкафу сверху видела. Кивнула Сакура. Итачи неспешно прошел к нужному шкафу, затем без труда нашел и кружку с чайником. Когда он наконец налил себе долгожданно крепкий кофе с шумом уселся по правую руку от подровняка, Саски обеспокоенно поинтересовался, внимательно разглядывая брата, «Ты чего такой устарший?» «Все нормально, просто, похоже, чакра не до конца восстановилась, сейчас кофе выпью и пройдет». Хрипло пробубнил Итачи, отпевая жадный глоток обжигающего напитка. Учиха крайне часто, особенно, когда выпадал шанс переночевать в общем убежище, предпочитал по утрам лишь черный кофе, крепким настолько, что обычный человек определенно не смог бы пить его из-за ужасной горечи во рту. Однако для Брюнета это был хороший способ взбодриться и восстановить силы перед новым рабочим днем, полным ужасно изматывающих сражений. «У него так всегда, хм!» буднично добавил Дейдара, который, наоборот, с самого утра оказался на редкость бодрым. «Всегда?» скинул бровь Саски. «Энергия неразрывно связана с потоками чакры», нехотя объяснял Брюнет, «а когда энергии не остается, чакры, соответственно, тоже не прибавятся. За всю ночь энергия не восстановилась. Поначалу не понял Саски, а затем, когда его взгляд вновь упал на излишне веселого подровняка, мужчина наконец смог объяснить себе очевидную мысль, невольно усмехнувшись, закатил глаза. «Все, я понял, лучше не объясняй». Спустя какое-то время, когда Кшиноби успели присоединиться с Ассори с кисами, в комнату прошел Арчимару, торжественно заявив, «Я закончил анализ и сверил все свои старые наработки». «Если говорить вкратце, то вы, ребята, действительно живые и бодрые». «А если не вкратце?» строго уточнил Саски. «А если не вкратце, то история выйдет весьма длинная». «Ну что ж, пока вы кушаете, я тут присяду и перескажу». Змей аккуратно занял место за последним свободным стулом, чуть поодаль от всех остальных, много лет назад, когда война только закончилась, и вся эта суматоха вокруг меня немного улеглась, я задумался о проведении весьма интересного эксперимента. «Ни в коем случае не в корыстных целях, господин Хакаги, не подумай, а лишь в исследовательских». «В общем, наверное, нетрудно догадаться, что Ямато, который все время караулит меня, хоть и сильный Шиноби, но невероятно наивный, и обмануть его как два пальца». «В целях собственной безопасности я пропущу в своем рассказе подробности этого момента, иначе древесный ниндзя может обидеться, я же знаю, что вы ему все расскажете в итоге». «В общем, я создал небольшое тайное убежище за границами Канохи». «Точнее, на тот момент это было за границами Канохи, а сейчас, когда они значительно расширились, думаю, это место входит во владение деревни». «Так это все-таки ты, старые змеи?» заскрипел зубами Сасари. «Можно сказать и так, но если честно, я даже не предполагал, что этот эксперимент действительно удастся и совсем было забыл о нем. Сейчас, когда я исследовал вашу кровь, я нашел в ней следы клеток Хаширомы, что помогло мне припомнить тот случай». Так вот, тогда, много лет назад, я подобрал идеальную пропорцию, и, после соединения клеток некоторых членов Акацуки с остатками клеток Хаширомы, мне удалось, можно сказать, в лабораторных условиях воссоздать ваше тело практически в идеальном состоянии. Позже, по сути, подобную технологию я использовал, чтобы создать Мицуки. Изначально планировалось возродить лишь Итачи, но потом я понял, что если вдруг эксперимент действительно сработает, то Итачи, вернувшись к жизни, просто заново прибьет себя, дабы не осложнять жизнь своему любимому братику. Поэтому решено было, что если вместе с ним возродится кто-то, кто точно не даст ему это сделать, то все точно получится по плану, поэтому было принято решение воскрешать Ападровника. Кстати, это была самая сложная работа, потому что от Дейдара клеток практически не осталось, однако, по удачному стечению обстоятельств, мне удалось найти его волосы. Позже я все-таки подумал, что без напарников вам будет грустно, видите, сколько вам не теперь человечности. Охуеть, какой ты добрый, раздраженно произнес Ака Суна, и зачем было это все устраивать? Не перебивайте, дайте закончить. Я же сказал чисто научный интерес. Но я действительно не думал, что этот эксперимент сработает. Я переместил новое тело в запасное убежище, кроме того, что немаловажно, я призвал Бога Смерти, можно сказать, решив попробовать усовершенствовать нечестивое воскрешение, поэтому ваша личность, воспоминания, и так далее, остались с вами. По сути, я возродил личность в ее жителе, это идеальная техника воскрешения. Однако у нее есть два значимых подводных камня, во-первых, я, как автор техники, почему-то не могу контролировать воскресших. Видимо, Бог Смерти не дает мне сделать это, потому что вы теперь не воскресшие, вы являетесь полноценными людьми, которых контролировать невозможно. Эта техника переиграла сама себя. А во-вторых, как оказалось, она активируется около 10 лет. Потому что, вернемся к прошлому, 10 лет назад я оставил ваше тело в том убежище, подключил к ним все необходимые системы жизнеобеспечения и наблюдал в течение нескольких месяцев. Не происходило абсолютно ничего. В итоге я забросил эксперимент У меня были более серьезные и перспективные опыты. Решив, что уничтожать тело столь сильных шин оберавнозначно преступлению, я просто оставил их там, замаскировав убежище под землей. И вот, спустя столько лет, техника, похоже, наконец активировалась. Видимо, из-за ее невероятной силы действий на выполнение требуется достаточно продолжительное время, даже слишком. Никто не должен узнать об этой технике. Сухо проговорил Наруто. Да, иначе нового восстания мертвецов нам не избежать, она слишком опасна. Кивнул Саски. То есть мы стали твоим очередным экспериментом? Холодно уточнил выточи и повернулся к Наруто. Надеюсь, теперь Киноха возьмет его действия под особый контроль. Я говорил, что Арачимару нельзя доверять. Ну что вы, успокойтесь и не забывайте, что это было десять лет назад, сейчас я абсолютно миролюбива и даже, насколько мне не изменяет память, никого больше не воскрешал. Слушайте, откуда тогда были вспышки чакры, ради которых мы вообще отправились на эту миссию? Подал голос смицуки. Да, кстати об этом, начал свое объяснение Арачимару, я изначально допускал, что в телах восставших могут проявляться нестабильные перепады чакры, при использовании техник доходящие даже до критического состояния, это и могли зафиксировать сенсоры Канохи. Отлично, значит с миссией мы справились, вымученно улыбнулся Наруто, еще и вернемся с прибавлением. Вспомнив вчерашнее весьма странное поведение Арачимару, Дейдара приподнялся я, изучающе заглянув прямо в глаза змея, произнес, откуда ты знал про то, что я соврал это чей, хм, и вообще, про все. Саня хитро улыбнулся, об этом. Думаю, вы знаете, что с вашей организацией у меня были не самые доверительные отношения, поэтому в вашем общем убежище была маленькая и едва заметная прослушка от меня специальная техника одного из моих экспериментов. Благо, Пейен практически не бывал в этом месте, поэтому наличие народной техники так и не обнаружил. Зато, я много нового узнал после прослушивания всех ваших разговоров. Да и, к тому же, по старой дружбе я вел отдельную слежку за Сасури-саном, которому ты, Дейдарочка, много чего лишнего наболтал. Подрывник уже был готов придушить Арачимару, чтобы наконец стереть с его самодовольного лица гадкую усмешку, однако Итачи придержал парня залогать, понимая, что из очередной потасовки ничего хорошего не выйдет. Сасаря, в свою очередь, прошипел себе под нос несколько ругательств и, не желая больше находиться в одном помещении с этой гадкой змеей, предложил товарищам выйти на перекур и перевести дыхание. Кукловод все это время говорил холодно и отстраненно, он старался не показывать собственные настоящие боли при взгляде на потухшие глаза Сакуры, которая все это время молча сидела чуть поодаль от остальных, иногда пытаясь поймать взгляд Акасаны, будто этим тоскливым взглядом еще можно было что-то изменить. Сасаря лишь неловко отводил глаза, прячась за привычной маской раздражения. Когда многие, кто поддержал внезапную идею марионеточника, уже собирались выйти, Саски неожиданно озвучил свою мысль, Итачи, сможешь сейчас проверить силы моей дочери? Мужчина невероятно переживает по поводу возможности Сарады, из-за чего ему не терпелось удостовериться, что его необоснованная тревога не более, чем простые человеческие предрассудки. Итачи немного помедлил, однако, заметив умаляющий взгляд брата, все же кивнул, хорошо, думаю, моей чакры хватит. Учихи, Наруто и Сасари наконец проследовали на улицу, оставив остальную часть отряда готовиться к скорому долгожданному отбытию в Канаху. Свежий утренний ветерок приятно ласкал лицо, отлично располагая к тренировке. Быстро прикурив, Узумаки протянул пачку сигареты Итачи, однако, тот лишь отмахнулся и проговорил, после боя перекурил. Боя? Переспросил его обеспокоенный брат, стоя чуть позади дочери, которая пошла вместе с мужчинами, чтобы наконец узнать, о каких способностях все время так встревожено говорит ей отец и проверить собственные силы. Да, я сражусь с Сарадой, используя генджуццу, если она проявит силу иллюзия, все сразу станет очевидно. Это как бросать ребенка в воду, чтобы тот научился плавать. Саски будто не хотел отпускать дочь, однако все же кивнул, неловко отходя в сторону к курившему другу, чтобы стать свидетелем боя. Я обещаю не в полную силу. Улыбнулся Итачи, как бы успокаивая брата. По взгляду мужчины он сразу понял, какие ужасные воспоминания и ассоциации промелькнули в его голове, когда Итачи заявил, что будет сражаться с Сарадой. Девушка, в свою очередь, была невероятно рада предстоящему бою. Ей безумно хотелось увидеть настоящие способности дяди. К тому же, по его словам, именно в бою с ним она может раскрыть и собственный истинный потенциал. Приготовившись к схватке, Сарада заняла боевую позицию напротив дяди, с азартом заглядывая прямо в его глаза. Секунда, и он уже нападал, без труда уклоняясь от каждого летевшего в его сторону Куна и Сюрикена, которые девушка метала на редкость точно и быстро. Приблизившись к племяннице, Итачи завязал короткую рукопашную борьбу, про себя отметив, что даже не применяя шаринган, Сарада на редкость сильна. Через несколько минут глаза обоих уже засветились обжигающим красным огнем. Наблюдая, как брат активирует свой смертоносный глаз, Саски, не выдержав, крикнул, Сарада, не смотри ему в глаза. Однако теперь было уже поздно. От Ген-Джутсу Итачи не уйти никому. Все вокруг оказалось будто в тумане. С каждой секундой он все больше сгущался вокруг, заставляя девушку слепнуть, растворяясь в пространстве и времени, где вокруг была одна лишь пустота. Через несколько мгновений она наконец смогла открыть глаза и оглянуться вокруг, после чего с ужасом заметила, что небо окрасилось в кровавый алый цвет, облака почернели, вся эта иллюзия вокруг была будто настоящая. Перед ней стоял высокий силуэт дяди, окутываемый тучей черных громких птиц. Он яростно посмотрел прямо в глаза племянницы и с ощутимой угрозой крикнул, сражайся. Этот громкий режущий голос будто клинком ударил по ушам. Девушка быстро поднялась на ноги, не отрывая взгляд, попыталась сконцентрировать максимум всех доступных ей сил на собственных глазах. Как он и учил? Сарада толком не успела понять, что произошло, в одно мгновение она увидела перед собой лишь окровавленный глаз дяди, а затем все вокруг будто засосало в какой-то вехрь, этот выстроенный сознанием и тачий мир начал с громом рушиться. Перед глазами Сарады пронеслись какие-то неизвестные ей картинки, больше напоминающие обрывки воспоминаний. Сначала она видела нападение Девятихвостова, правда создавалось ощущение, что смотрит она не своими глазами и не со стороны, а чьим-то чужим зрением, откуда-то издалека, где был виден лишь мелкий силуэт ужасного монстра. Затем перед ней открылась светлая уютная комната, Сарада ощутила вкусный запах домашней еды, и этот запах показался ей таким родным, будто это был самый любимый запах в ей жизни. В комнате напротив нее играл маленький ребенок, не старше пяти лет. Этот ребенок тоже показался ей необычайно знакомым. У него были большие черные глаза и милые пухлые щечки. Он что-то восторженно рассказывал своим звонким тонким голосом, но слов разобрать было невозможно из-за мимолетности этого воспоминания. Однако на душе вдруг стало будто так тепло, что не хотелось покидать это мгновение никогда. Затем картинка вновь сменилась. Теперь перед ней сидела молодая девочка, наверное и ровесница, или младше. Девочка с невероятным рассказывала, пока тонкое лицо и озарялось невероятно милой солнечной улыбкой. Сарада успела лишь подметить, какая она красивая, длинные темно-коричневые волосы, черные глаза, полные светлой радости и маленькая, едва заметная родинка на щеке. Затем она пропала в вихре всех этих воспоминаний, будто стерлась, а на душе резко стало как-то страшно и холодно. Тело Сарады покрылось мурашками, его будто накрыла волна ужасного, непередаваемого ужаса, однако девушка до конца не понимала, чем он вызван. Она просто чувствовала это. Картинка прояснилась поздний вечер, какой-то лес. Учиха подняла взгляд, водопад. Громкий шум воды смешивался с каким-то паническим ужасом. В ушах стоял чей-то крик. Затем она поняла, что это был ей собственный крик, настолько отчаянный, что отзвуки его пробирали до глубины души. Сарада механически посмотрела на собственные руки правая ладонь была будто в крови. На глазах проступили слезы, все больше хотелось кричать. Она проснулась. Вся эта цепочка воспоминаний пролетела перед глазами не больше, чем за минуту. Девушка наконец осознала, что сейчас она лежит на земле, а на дне сидит ошарашенный отец, рядом стоят другие шиноби, Сарада не до конца понимала, что происходит. Она приподнялась на локтях и вновь поняла, что плачет. Непонятно отчего, но по щеке быстро скатился холодный ручеек слез. Сарада, что с тобой? Саски судорожный пытался встряхнуть дочь, его руки будто тоже покрыла мелкой дрожь. Что произошло? Сонно отозвалась девушка. Во время нашего начал тоже неме ошарашенной тачей. По глазам остальных и тоже будто только что очнулся от обморока. Что за водопад? Внезапно для себя перебила его племянница. Водопад? Скинул бровь Итачи. Да, я видела какие-то моменты, но там был водопад, а потом я начала плакать мне непонятно отчего вдруг стало очень страшно и больно. Я не знаю почему, но я впервые в жизни непроизвольно испытал такое странное чувство. Будто теряешь надежду вот оно да полнейшая безысходность и страх вот что это было и я была там совершенно одна это было так страшно. Теперь лицо Итачи сказило еще большее удивление он ужасно побледнел и ненадолго задумался уводя взгляд куда-то в сторону. Заметив что брат будто сложил какой-то пазл у себя в голове Саски раздраженно выдохнул не отходя от дочери о чем она говорит в тот день Сарада что еще ты видела обеспокоенно произнес Итачи я видела девятихвостого когда он разрушал дома в деревне потом я сама как будто оказалась дома там был какой-то ребенок и очень вкусно пахло потом девушку очень красивую девушку с родинкой на щеке а потом этот водопад эти обрывки пронеслись так мгновенно и будто в тумане но я точно могу сказать что это были не мои воспоминания Итачи будто облегченно выдохнул а затем все же взял у Наруто сигарету и закурил Саски это сработало я сам если честно плохо понял что и как произошло однако теперь общая картина начала выстраиваться я заключил и в цуки и чтобы заставить проявить максимум своих возможностей отталкиваясь от безвыходной точки затем что-то произошло я ничего толком не успел понять как меня просто выбросило из моего жицуки и такое произошло пожалуй впервые в моей жизни у нее есть сила это точно и судя по всему эта сила отзеркалила от моей что привело к тому что мы оба ненадолго выпали из реальности невероятно Итачи погрузили в ген джу цу хэн рассмеялся Дейдара не совсем она все-таки еще не умеет рационально использовать и контролировать свою силу а техники такого уровня на меня не действуют однако и удалось зацепить крупицу моего сознания которую из-за собственного неумия правильно контролировать иллюзия Сарада перенаправила на себя так это были твои воспоминания дяди да Итачи что было в этих воспоминаниях ты можешь объяснить настороженно проговорил Саски в голове его брата слишком много того чего дочери видеть крайне нежелательно как я понял ничего особенного видимо я вовремя успел остановить эту наглую кражу воспоминаний из моей головы поэтому она захватила в основном нейтральные или светлые обрывки памяти единственное что я не смог проконтролировать она увидела смерть Шису и точнее похоже несколько секунд после этого момента а тот ребенок это был папа устало улыбнулась девушка да это был твой отец а девочка Итачи печально потупил взгляд и проговорил давай я расшифрую тебе все это в другой раз он приблизился к племяннице а сейчас нам нужно немного передохнуть и идти домой хорошо Итачи аккуратно щелкнул ей по лбу и отстранился ты как папа нагренно обиженно проговорила Сарада тем временем Итачи вновь посерьезнел обратился к брату Саски твоя дочь сумела отрикошетить мое гинджутсу ты понимаешь что это значит если перенаправить сейчас эти способности в правильное русло и развить вне абсолютную силу Сарада станет действительно великим Шиноби еще и превзойдет нас тобой переживания Саски теперь ни капли не отступили а лишь усилились однако он все же примирительно кивнул теперь рядом есть Итачи который сможет помочь Сараде справиться со всеми предстоящими трудностями тем более они оба разделяют невероятно огромную волю огня которая есть далеко не у каждого Шиноби брат наконец вернулся а зная Итачи он сделает все чтобы защитить племянницу после всего что произошло много лет назад осознав свою ужасную ошибку Итачи сможет не повторить и более правильно воспитать в девушке истинный дух сильнейшего учихи папа а ты сражался так же с дядей когда-нибудь поинтересовалась Сарада Саски вновь побледнел и тихо проговорил сражался но не так же а как не унималась любопытная девушка он чуть дольше пробыл в Цуки вот и все Итачи попытался удовлетворить интерес племянницы сухими фактами не вдаваясь в ужасные подробности и причины их сражений с братом на счастье обоих учих внезапное появление посыльной жабы Наруто прервало их разговор лягушка достала из собственного рта тонкие свитоки передав его Хакаги поспешно удалилась предлагаю идти назад в убежище там мы прочитаем проговорил Наруто закончив наконец недолгий сбор вещей с кухни Сакура указал оборотами Цуки идти проверить все комнаты в которых ночевали члены многочисленного отряда на наличие забытых вещей оружия или чего-то еще что может понадобиться им в дороге оставшись напоследок наедине с собой девушка вново смогла в истинной полной мере прочувствовать всю пустоту которая прогрызала ее душу еще со вчерашнего весьма странного и неприятного разговора она ненавидела себя за собственные мысли бросить Саске оставить его наедине с его тьмой что за ужасный бред с другой стороны Кунаича прекрасно видела насколько тяжело вчера давались Сасар и его слова он сделал свой выбор только ради ее счастья но почему он самостоятельно взял на себя ответственность решать что для нее лучше теперь Сакура застряла в бесконечном замкнутом круге из которого просто не было разумного выхода из грузных мыслей девушку вырвал внезапно скрип металлической двери она от неожиданности вздрогнула и начала быстро вытирать ладонями вновь проступившие на глазах слезы дабы не пришлось ни перед кем объясняться затем она с некоторым облегчением заметила мелькнувшие в проеме огненно-красные волосы Сасар как обычно раньше всех вернувшийся с Перекура в свою очередь будто тоже строить максимально будничный вид прошел в кухню и огляделся между делом проговорив я оставил здесь вчера запчасть от куклы Сасар резко оборвала его Сакура не желая больше делать вид что все в порядке что если ты ошибся он поднял непонимающий взгляд на девушку о чем ты я не хочу так только скажи и мы останемся вдвоем только скажи что ты согласен голос девушки будто срывался в тихой истерике до этого момента их общие чувства всегда объяснял Акасуне но теперь Сакура наконец собралась с силами и решила озвучить свои мысли которых так боялась мы убежим нас не найдут нас никогда не изменит им не понять этого Сакура не плачь пожалуйста марионеточник обеспокоенно приблизился к ней ему ужасно хотелось приобнять девушку за плечи унять ее мелкую дрожь однако Сасари удерживал себя пытаясь до последнего сохранять дистанцию ведь если он вновь сломает эту стену сейчас им будет еще сложнее сегодня прямо сегодня я объясню всей Сараде она очень умная она сможет меня понять на ее глазах вновь проступили слезы мы убежим все будет просто и эта тьма нас больше никогда не настигнет Сасари подошел прямо к девушке не удержавшись все же обнял ее за тонкое плечо смотреть как Сакура задыхается в слезах было просто невыносимо он осторожно проговорил проницательно заглядывая прямо в глаза подумай еще раз хочешь ли ты этого хочешь ли ты оставить дочь мужа деревню ради ради призрака из прошлого Сасари просто скажи я не сломаю твою жизнь собственными руками с меня достаточно крови он старался говорить твердо и строго однако в его голосе без труда различалась невыносимая тяжесть с которой давались эти слова мимолетная влюбленность и глупый поцелуй и ради этого ты хочешь сбежать Сакура ты должна понять что я никогда не смогу дать тебе то что дает твоя настоящая семья я живу не ради людей а ради искусства твои нервы словно нити надежно пришиты к моим пальцам так может быть наконец разорвем эти нити он улыбнулся краешками губ пытаясь развеселить девушку чтобы она наконец перестала плакать у меня тело шестнадцатилетнего подростка Сакура а на тебе надо его попытки привести ее в более спокойное состояние выглядели конечно немного нелепо но невероятно мило поэтому девушка тоже вымученно улыбнулась заметив это кукловод продолжил вот видишь все хорошо совсем скоро эта боль пройдет и ты сможешь продолжить покойную жизнь поверь мне я хочу знать что ты по-настоящему счастлива а теперь подумай еще раз хорошенько и сделай окончательный выбор какая жизнь тебе дороже как ты скажешь так и будет договорились Сакура отрывисто кивнула и когда она уже почти ответила не задумавшись ни на мгновение ей глаза вновь заслезились обжигающая внезапно мысль закралась в сознание накрепко окутывая сознание в голове пронеслось оставить семью проговорив еще раз про себя этот факт Сакура вспомнила все те моменты когда Саски был рядом когда она поддерживала дочь во всех тренировках и как она радостно улыбалась когда они были все вместе именно от этих воспоминаний на душе становилось действительно по-особенному тепло девушка глухо вздохнула и на выдохе быстро проговорила мне надо вернуться домой Сасари спокойно ободряюще улыбнулся ты молодец Сакура однако в его улыбке все еще ясно прослеживались острые обжигающие нотки печали человеческое тело всегда приносит боль все вернувшиеся с курилки Шиноби помимо Сасари крайне заинтригован рассматривали Наруто сосредоточенно читающего письмо которое было доставлено ему несколькими минутами ранее из Канохи в этом отчете Шакамару излагал всевозможные резшего Шиноби отступника из одной деревни с другую так чтобы это не спровоцировало политический конфликт конечно помимо этого Нара не упустил возможности высказать свое личное недовольство по поводу этого абсолютно глупого и нецелесообразного действия ну насколько все плохо Итачи в нетерпении оторвал Хакаги от чтения Учхо все это время не мог спокойно усидеть на месте то и дело нервно постукивая пальцами по подлокотнику кожаного дивана единственный очевидный признак нервозности который порой проявляет Итачи сидевший рядом с ним Дейдара устало закатил глаза даже он сам не был настолько обеспокоен вопросом своего внезапного переезда такс думаю Брань Шакамару стоит пропустить он мягко говоря ужасно недоволен тем что я хочу перевести в Канахо Шиноби отступника бывшего члена Акацуки так еще из камня с которым у нас всегда были довольно натянутые отношения однако парочка вариантов все же имеется Итачи облегченно выдохнул а Саски в свою очередь наоборот напрягся перейти в другую деревню можно лишь с разрешения обеих сторон а именно Каги деревень начал вслух зачитывать Наруто причина перевода должна быть весомая политическое убежище особые заслуги перед конкретной деревней или наличие близких родственников в деревне в которую осуществляется перевод политическое убежище мы предоставить не можем но это нет веской причины а без причины опять же может встать вопрос конфликта с камнем что нам уж точно не нужно заслуги перед деревней с этим все еще сложнее единственная заслуга подоровника перед конаха в том что он 10 лет назад до нее не добрался остается только наличие родственников ну что ж вся надежда на твою родословную какую родословную разочарованно прыснул дейдара мои родители мертвы и в любом случае они оба происходили из камня или близлежащих поселений точно не помню может быть есть дальние родственники как-нибудь притянем парадословно их предположил наруто даже если есть о них ничего не известно я с детства жил один так что здесь ничего не накопаешь будничина однако с нотками разочарования в голосе произнес дейдара сарада с удивлением отметила для себя что он на редкость спокойно говорит о родителях которых судя по всему потерял в очень раннем возрасте на несколько минут повисла настороженная тишина все пытались обдумать какое решение можно найти в этой непростой ситуации даже саски устроил активный мозговой штурм так как ранее тачи ему выдвинула жесткий ультиматум в деревню либо с дейдарой либо никак учиха ручался взять всю ответственность за бесконтрольное искусство подрывника на себя к тому же саски все же хотел чтобы парень тачи остался вместе с ними в деревне хоть этого старался не афишировать ведь для его брата дейдара точно такая же семья как и саски и сарада а что если лицо кунаичи внезапно засияло будто в голову наконец пришло долгожданное решение выход из этой ситуации намного более простый чем мы думаем если родственников в канухе нет можно их легко завести о чем ты дать тебе обернулся на девушку наруто однако судя по напуганным лицам учих они уже поняли о чем так загадочно говорит девушка дейдара тоже непонимающе обернулся сначала на сараду затем вновь на и тачи однако поймав на себе внимательный и какой-то особенный взгляд парня он тоже быстро все понял и тачи будто колебался несколько секунд а затем его лицо все же озарилось будто он наконец мысленно принял какое-то сложное для себя решение завести родственников еще раз сомнением озвучил информацию подрывник а затем ошарашенно заглянул в заблестевшие глаза брюнета и отчаянно запротестовал нет 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 никогда в жизни я так не опущусь хорошо зная что почти никакие серьезные перемены в жизни дейдара не признает без возмущений и тачи лишь улыбнулся а куда ты денешься теперь да чтобы я стал фу никогда я никогда в жизни не буду носить твою отвратную фамилию подрывник сам не до конца понимал хочет ли он этого с одной стороны здесь гордость и вечная ненависть к клану чхо а с другой тачи и новая жизнь погодите ка я тоже сейчас малость озадачен с недоверием проговорил саски пускать этого человека в наш клан наруто других вариантов точно нет к большому сожалению друга узумаки лишь отрывисто махнул головой в отличие от вновь ошарашенного саски он находил этот важный момент невероятно милым в голове сразу всплывало теплое воспоминание о собственном предложении химити блондин невольно расплылся в улыбке с интересом наблюдая за происходящим дей подумай сейчас серьезно начал тачи после чего резко поднялся с диванчика и подошел к пустому рабочему столу орочимару порывшись немного в заваленных различным лабораторным хламом ящиках учиха без труда нашел небольшой но достаточно подходящий предмет стальной круглую гайку с редкой резьбой которая на вид идеально сходилась по размеру и тачи нервно покрутил ее в руках после чего отрывисто развернулся будто все еще не до конца решаясь немного смущенно сел на колено перед немало говорил ты женишься на мне саски от неожиданности вздрогнул сарада тихо и радостно хлопнула в ладоши а народ все больше расплывался в искренне теплые улыбки секунду поколебавшись дейдару ничего не ответил однако все же медленно протянул и тачи правую руку которая покрылась мелкой неконтролируемой дрожью как только учиха коснулся и игнорируя особенности ладони парня и тачи аккуратно надел на его палец в холодную металлическую деталь которая на удивление хорошо подошла даже оказалась в диаметре чуть больше тонких пальцев под ровняка извинюш что мы без кольца но ситуация позволяет к тому же я знаю как ты не любишь все эти сопли едва заметно улыбнулся и тачи заглядывая в большие синие глаза напротив однако дейдара оборвал его объяснение коротким жадным поцелуем блондин нежно обнял очиху за шею однако спустя минуту немного отстранился будто постыдившись собственных внезапно нахлынувших эмоций и лишь проговорил это просто расписка в документе не больше хм да а по твоему раскрасневшемуся лицу так и не скажешь усмехнулся и тачи да иди ты очиха отмахнулся блондин однако все же крепче обвел руками широкие плечи брюнета дейдар очиха как звучит хорошо да саски саркастично рассмеялся Наруто поворачиваясь к другу мужчина в ответ едва заметно скривился однако явного недовольства вслух не высказал не желая портить брату столь важный для него момент это так мило улыбнулась сарада и теперь проблема решена да нам осталось лишь получить согласие как и деревень и старших родственников если таковые имеются очекание лузумаки разрешение хакаги у вас уже есть скоро отсучая поговорю со стороны подровника родственников нет значит остался только ты саски мужчина немного помялся однако заметив как теперь по-настоящему засветились глаза его брата все же тихо проговорил хорошо я даю свое согласие на то что дейдара станет частью клана боже боже никогда никогда бы не подумал что скажу такой ужас спасибо саски улыбнулся и тачи аккуратно выпутываясь из цепких объятий блондина все шиноби были наконец в сборе каждый пребывал в своем особенном настроении для кого-то предстоящий недолгий путь до канохи означал новую жизнь для кого-то новых товарищей а для кого-то утрату последних надежд мицуки в свою очередь попросил разрешения остаться на пару лишних дней в логове рачимару не желая столь скоро покидать это специфическое место которое ему приходилось называть домом пребывающий в приподнятом расположении духа Хакаги конечно не смог отказать юному змею наруто в целом больше не пугали мысли о предстоящей работе с документами и невыносимо долгих переговорах с Хакаги он был невероятно счастлив ведь его лучший друг наконец обрел спокойствие теперь его семья стала чуть ли не в два раза больше Сакура узнав о прибавлении к клану тоже от всей души обрадовалась и поддержала Итачи однако несмотря на столь внезапно интересные новости ей все еще не покидали мысли что эти последние несколько часов когда они все вместе означают лично для нее последний шаг к расставанию с прошлым вы еще не были почти на выходе нагнал их Арачимару какая удача есть еще кое-что что не дает мне покоя что опять раздраженно выдохнул Саски глаз твоего брата Саски Кун мой эксперимент все же прошел не идеально почему тело например Сасари восстановилась из мелкой крупицы в полностью завершенное свое состояние когда как один глаз и Тачи все еще слеп можно я последний раз проверю твои глаза Змей с азартом приблизился к Учихе который нехотив все же позволил ему прикоснуться к своему лицу кстати поздравляю со свадьбой проговорил Арачимару внимательно осматривая покрыто белой пеленой ослепших глаз не ожидал я конечно что у вас до такого дойдет однако вы люди молодые а дело хорошее не зря все-таки я все это провернул не так ли долго ты еще меня рассматривать будешь огрызнулся Итачи однако теперь уже без прежней злобы в голосе через несколько мгновений змея наконец отстранился и задумчиво проговорил мда ничего аномального я не нашел этому есть только одно логическое объяснение по всей видимости глаз однажды отняты техникой и знами восстановлению не подлежит даже при помощи сильнейшего воскрешения бог смерти не отдает глаза весьма интересные наблюдения надо будет запомнить ядовито усмехнулся Санин Арачимару еще один такой фокус и у тебя будут действительно серьезные проблемы дать тебе я угрожающе протянул Наруто понял понял нагренно разочаровался мужчина не дают дорогу развитию науки я без глаза проживу прекрасно проговорил Итачи в ответ на беспокоенные взгляды остальных учих тем более шиноби я быть не собираюсь в моих силах больше нет нужды они приносят лишь боль единственное где я буду применять дюцу тренировки с племянницей ведь тебе еще многому предстоит научиться Сарада глаза девушки засветились искорками предвкушения и радости несмотря на то что отец все еще открыто демонстрирует свое беспокойство по поводу предрасположенности Сарады девушка уверена что она непременно еще удивит его своими способностями кстати Дейдара начал Наруто когда они уже распрощались с Арачимару и по длинному но уже хорошо знакомые мутанели направлялись к выходу из убежища ты чем планируешь заниматься в деревне шинобивам сатачи в любом случае не стать максимум возможно через несколько лет когда в вас перестанут видеть очевидную угрозу деревни дайте бы я я буду заниматься своим искусством теперь когда работа в Акацуки меня больше не сковывает я смогу истинно раскрыть потенциал своих шедевров тем более вот этот придурок который уже стал искры пылающего огня моего вдохновения все время будет находиться где-то рядом и бесить меня в два раза чаще так что мои работы заиграют новыми гениальными красками хэн вдохновенно проговорил Дейдара Канаху взрывать нельзя строго отозвался Саски и дом тоже кивнула мужа Сакура Дейдара Семпай а ты слышал когда-нибудь про фейерверки в голову младшей учихи вновь пришла идея как можно безопасным способом занять подровняка слышал но никогда не видел хэн а что когда доберемся домой я тебе покажу у нас в Канахе есть целое огромное производство пиротехники возможно тебе понравится посмотрим задумчиво проговорил Дейдара не придавая этой странной идее особого внимания с момента нашумевшего возвращения бывших членов сильнейшей преступной организации прошло около месяца суматоха вокруг восставших начала потихоньку убывать Наруто как и обещал поговорил со всеми Каги переговоры шли на протяжении двух недель учитывая специфику каждого воскресшего Шиноби с Мизу Каги и Рай Каги особых проблем не возникло они относительно быстро согласились с идеей Наруто дать сильнейшим Шиноби своего времени шанс на вторую жизнь но под пристальным наблюдением со стороны властей конечно же однако Каги узнав новость о возвращении жестокого гения был мягко говоря ошарашен и крайне недоволен в конечном счете совместными уговорами Наруто и Конкура удалось убедить Гару избавить Сасаря от судьбы в карте Репеска значительно повлияло и то что по собственному опыту Гару все же верил в возможность излечить погруженную во тьму душу Конкура же в свою очередь добровольно вызвался взять нового Шинаби под собственное покровительство Инадзу он рассказал брату о том какими навыками и опытом обладает Акасана который при должном к нему уважительном отношении сможет значительно поднять военные возможности страны ветра узнав из уст Хакаги историю Дейдара и все события произошедшие во время внезапной миссии Куроцучи очень долго смеялась забирая этого придурка Хакаги на свою совесть я тебе даже доплачу весело проговорила она братишка еще при жизни доставлял кучу проблем а теперь он твоя головная боль твоя и того сумасшедшего который всерьез привязался к делу свои поздравления Ицучи Каги даже довелось высказать лично она добровольно пришла вместе с остальными Каги и Учихами освобождать отступников из тюремных камер где они пребывали на время решения дальнейшей судьбы Итачи тоже был в числе встречающих тюрьмы ему удалось избежать так как по документам Учиха преступникам не числился однако гулять по улицам родной деревни все еще было как-то странно и непривычно встретившись наконец лично с Дейдарой и его парнем Куро Цуча от души пожала руку Итачи успела поругаться и почти сразу помириться с братишкой и даже мысленно порадовалась такому интересному исходу событий спустя несколько дней все иностранные ниндзя уже отбывали по своим деревням шиноби песка в полном составе стояли у ворот Канохи прощаясь с провожающей их семьей Нара Сосары до этого успел под надзором конкура зайти в квартиру Катачи и Дейдари где они за пару дней успели хорошо обжиться он искренне пожелал Учихе крепких нервов а подрывник в свою очередь обещал обязательно навидаться в Суну как только им дадут разрешение на самостоятельное передвижение за пределами деревни их спор об истинном искусстве был еще далеко не закончен выход отряда песка из Канохи немного задержался из-за того что утром Гара выпивал с Наруто в очереку поэтому теперь когда Казикоги наконец привели в человеческое состояние пришлось выдвигаться лишь ранним вечером племянник твой конкура усмехнулся Сосаря Гладина Шикодая который тем временем что-то напоследок увлеченно обсуждал с Гарой и Шакамару ага скажите красавчик за несколько дней пока Сосаря пробыл на свободе до отбытия в родную деревню они с конкура успели на удивление быстро найти общий язык на фоне схожих мнений об искусстве сильный сразу видно кивнул Акасуна переводя взгляд на темнеющее небо пора перестать быть таким меланхоличным Сосаря Сан теперь целая жизнь впереди у вас ведь с 16 лет было обновленное тело заискивающий уточнил конкура да а что такое а вы когда-нибудь алкоголь пробовали вот так чтобы прям по-настоящему с вертолетами в голове не доводилось упущение вернемся в деревню и свожу вас выпить а потом и заново жить начать можно рассмеялся марионеточник Сосарев ответ лишь с азартом усмехнулся ему в какой-то степени даже нравилась эта навязчивая забота конкура который всеми способами постоянно пытался разговаривать столь интересного ему гения этот парень определенно не оставит Сосарев в покое с одной стороны это бесило однако с другой было в этом что-то забавное и даже теплое внезапно для себя Акасуна заметил быстро приближающуюся тонкую светлую фигуру Сокура бежала настолько быстро что достигнув самых ворот на несколько секунд остановилась чтобы отдышаться Сокура зачем ты пришла строго проговорил парень однако уголки его губ все же приподнялись в невольной улыбке попрощаться зачем же еще подошла ближе девушка могу я тебя обнять в последний раз Сосарев потупил взгляд однако заметив что конкур все-таки задумчиво удалился в сторону своего племянника подошел ближе к девушке от этих объятий на душе стало как-то легче будто они оба наконец смогли спокойно отпустить друг друга хоть на глаза Кунаичи невольно наворачивались слезы она все же пыталась сдерживать их чтобы не расстраивать Сосаря потому что заметив ей слезы он бы непременно вновь расстроился и что будет когда ты вернешься в сону неловко проговорила девушка ну думаю конкур даст мне спокойно передохнуть он говорит что у него есть ученики и когда они узнали о моем возможном возвращении в деревню были невероятно взволнованы некоторые уже заранее просили о переводе под мое руководство дикие люди ведь о всех моих делах в прошлом им прекрасно известно а все равно рвутся это все для меня конечно в новинку невероятно уверена что ты отлично справишься главное больше не делай из людей кукол и тогда они к тебе потянутся радостно рассмеялась девушка теперь ее стало действительно намного спокойнее ведь она знала что в родной деревне марионеточник больше не останется один не выдержав сасари тоже расплылся в теплые улыбки постараюсь искусство ведь должно жить вечно значит его надо передавать новому поколению шикамару и тиммари наконец распрощались с казикаги конкура дал контрольный подзатульник шикадаю и шиноби уже засобирались выдвигаться в путь заметив это сасари торопливо проговорил я верю что ты будешь счастлива сакура передает меня привет и тачи и палбуди и даре а еще заботся о дочери она очень похожа на тебя и непременно еще покажет вам что-то чего вы даже не ожидаете и самое главное сакура пожалуйста больше никогда не плачь он в последний раз мельком заглянул в ей блестящие зеленые глаза и развернулся к остальным шиноби песка девушка успела лишь тихо ответить до встречи надеюсь эпилог дейдара и тачи все-таки расписались однако официальные свадьбы не проводили лишь собрались новым составом клану чх одним теплым вечерком и все-таки провели время все вместе саски отпустил брата жить отдельно неподалеку от его дома так как хоть он и успел порядком привыкнуть к дейдаре но все же не хотел каждый день наблюдать его в собственном доме и тачи действительно почти все свое время посвятил тренировкам с племянницей они саски старались почаще тренировать боруто и сараду вместе однако все же часто выходило так что саски отдельно работал над развитием силы зумаки в то время как его брат занимался больше именно сарадой спустя какое-то время девушка начала даже пугать отца своими быстро прогрессирующими успехами в гинджутсу а и тачи все чаще видел в ней характер и силу своего старого друга знание шису сохранившиеся в полной мере передать племяннице кроме того он очень быстро сдружился с сакурой нашел для себя новое вполне миролюбивое увлечение приготовлений разного рода кондитерских изделий таким внезапным хобби сарадой дейдара искренне восхитились и конечно не могли не поддержать и тачи особенно учитывая то что этих двоих он почти каждый день после тренировок подкармливал чем-нибудь новеньким дейдара все же не оставил своего искусства часто в одиночку занимая огромные тренировочные полигоны для того чтобы у него было достаточно места творить истинные шедевры пару раз не обошлось и без выговоров со стороны властей деревни в адрес учих например когда дейдара поссорившись с отачи на почве того что подрывник стал очень редко появляться дома ненароком в ходе конфликта подорвал несколько жилых домов близ их собственного и тачи потом еще очень долго пришлось извиняться перед соседями однако конфликт между собой они все же быстро уладили ведь учих в конце концов смог войти в положение парня тот все время и часто даже по ночам пропадал на производстве петард которые хоть и не стали полноценной заминой его искусству но все же пришлись подрывнику очень даже по вкусу на удивление он быстро стал неотъемлемой частью команды отвечающей за разработку новых взрывающихся составов у дейдара оказалось очень много интересных амбициозных идей которые вывели организацию по производству петард и фейерверков в конохе на совершенно новый уровень чем подрывник и сам невероятно гордился кисами в свою очередь исполнил свою давнюю сумасшедшую мечту бывший мечник уехал на окраину деревни где почти все время отдыхал и занимался лишь охотой спустя какое-то время до итачи даже дошли слухи о том что у кисами появилась дама сердца с которой он жил в небольшом домике где-то вдали от современного мира вечно бегущего за непонятными новыми технологиями сасаре за довольно небольшой промежуток времени удалось дружиться с конкур хоть у них часто и возникали конфликты на почве расхождения мнений о судьбе искусства однако эта дружба помогла кукловаду легко получить разрешение на внедрение его личных усовершенствованных техник управления марионетками чего много лет назад от властей суны ему добиться не удавалось кроме того окасан нашел новую отдушину в создании не боевых а именно эстетичных кукол в этом тоже заключалось какое-то новое и необычное для сасаре искусство ведь теперь в эти работы он вкладывал не боль а что-то намного более теплое и чистое что до этого даже не пробовал использовать при создании шедевров многие невероятно красивые и созданные с особым педантичным трепетом куклы пользовались невероятной популярностью среди жителей страны ветра которые восхищались величественностью и грацией этих шедевров кроме того марионеточнику теперь довольно редко удавалось как в старые добрые времена поскучать в одиночестве к нему действительно перевелись ученики трое молодых ребят которые несмотря на все отговорки со стороны взрослых жителей деревни не побоялись попробовать понять эстетику загадочного творца Сасари часто отборно ругал их за недостатки в работах он невероятно трепетно и внимательно отчитывал за каждый мелкий прокол и проводил долгие изматывающие тренировки Акасуна оказался на редкость строгим и жестким сенсием однако спустя несколько месяцев владение ребят марионетками стало даже более искусным чем учеников конкура чему последний по-доброму завидовал кроме того несмотря на тяжелые бесконечные часы в мастерской и изнурительные тренировки каждый раз собираясь после очередного тренировочного дня посидеть всем вместе в какой-нибудь забабе-галовке ребята непременно звали с собой сенсием и всегда когда тот все же поддавался уговорам были несказанно рады послушать его историю о вечном искусстве о загадочной организации в которой тот состоял много лет назад об отважной кунаичи из конохи о глупом друге который несмотря на всю абсурдность собственных идей всегда следовал чем невероятно поражал и вдохновлял своего напарника . . . Продолжение следует...